Глава 31. Ирония судьбы, или с новым миром? Звезды плыли перед его глазами. Минат не жалел. Кьюби не должен был достаться Ковцуки кому бы то ни было даже если если это не тот проклятый лис, что когда ты сломал ему жизнь. Слишком великая могучая сила, которую таит в себе этот хвостатый. И если уж у Наруто из другого мира вышло ее обуздать, это не значит, что Курама не станет оружием в руках кого-то другого. И это не говоря о том, что при извлечении джинчурики умирают. Обычно. Он запомнил Кушину бледной с глубокими тенями у глаз, с разом лишенными казавшегося неукротимого пламени волосами, но она была жива. Все еще. И даже сумела сделать то, что не удалось ему. Кушина и Третий спасли в ту ночь Канаху, не он. Оказывается это было обито. Все это время загадочный очхо, почти призрак, тень, за которой Минато гонялся, в самом деле оказался призраком. Его учеником. Если бы на Миказе мог, он бы рассмеялся. Горько. Безумно. Долго. Но его разум блуждал где-то на грани сознания, зацепляя отголоском то, что голоса вокруг кажутся знакомыми, а значит, его телохранители переместили его куда нужно. В Канаху. Может, быть сразу в госпиталь. Последний нежелательно для его имиджа, но второй вариант также не особо прилегчает. Цунади подлатает его, а затем неизбежно устроит головомойку. И плевать этой бабушке Кунаичи на его должность и распечет похуже своего отпрыска или мужа была еще вероятность, что за него примется Арачимару, что было бы крайне нежелательно. Методы Змейного Санина были действенны, но после едва ли не каждого сеанса общений с ним на Миказе, как правило, приходилось заново собирать себя. Ибо речью Арачимару были полны ни то он яда, ни то дурмана, проникающего глубоко под кожу, забивающегося под самый скальп в подкорку головного мозга. Порой Минато ловил себя на том, что не только начинает двигаться, как он, но и думать тоже. И никогда еще он не оказывался перед Змейным Санином столь жалком, беспомощным состоянием, оставалось надеяться на благоразумность своей тройки телохранителя и на то, что Арачимару будет занят чем-то иным. Потому как в госпитале тому не даст и нет труда достать его. Впрочем, сейчас это были не главные проблемы на Миказе. Единственным правильным поступком уходящего дня ему казалось поставленная на Наруто метка. Куны можно отобрать, отодрать же кожу сложнее, хоть и не невозможно. Абита достаточно хорошо знает Минато, чтобы изъять меченый куны. Его ученику известны и другие тайны Канохи. Вот почему в тот проклятый день барьер не сработал, он все еще считался своим, частью деревни. И это обид украл его сына, кажется, на Миказе кричал. От злости, ненависти и боли. Ровное зеленое сияние прорывалось сквозь плывущие перед глазами вспышки сверхновых в ухо уловил ровные команды Цунадештож, позволил он чуть обмякнуть своему телу одной головной болью меньше. Пока Синджу-то Тарачимару его не навестит. Рикуда, сколько же жизни четверто загубил, гоняясь за ним Учхо в маске, это и в самом деле был Учхо. Тут его рассудок его не подвел. Абита знал его самого, манеру боя, а также слепое место, которое Минато теперь закрыл, освоив режим отшельника. Однако ученик его не убил. Значило ли это то, что в нем еще остался жить тот мальчик, которого он учил? Или же Абита оставил его жить в назидание? Хотел, чтобы Синси увидел, что стало сверенной ему деревней? Минато скрипнул зубами в его состоянии. Это значило то, что он прикусил язык, а в глотку хлынула теплая кровь, но эта боль она не отрезвляла, а еще больше уносила его вдаль, качая на волнах безумия сладковато-соленого с привкусом горькой травы, который напичкал его сын из другой реальности. Реальности, где-либо четвертый так не облажался, либо облажался уже Абита. Он до сих пор не мог поверить до последнего обвинял клан, тогда, как сам он, оказывается, не меньше их приложил руку к постигшему на хуй беде. Это все неправильно. Не сходится, не сходится, но не мог саму открытую миру и счастью его ученик так оступиться. Абита ведь мечтал стать Хакаги, вечно соревновался с Какаши, точнее пытался и когда-когда он стал столь сильным. Неужели вырос там, вдали от друзей, от родных? Нет, Минато виноват перед ним. Да, шла война, но он должен был вернуться проверить, а не верить Рин и Какаши на слово. Все же у тех нет его опыта, его навыков сенсора. Он бы почувствовал даже слабый отголосок в погребенном под камнями учихе. На Миказе в этом уверен, но он не вернулся. Не забрал тело для похорон. Не стал тратить время, ах, знать бы наперед, что там, под завалами, его, полуживого найдет полумифический, сам невесть, как обманувший смертью первого Хакаги, Мадара Учхо найдет и настроит против них, против друзей и деревни, бросивший его. Минато горел. И одновременно плыл в водовороте нарастающего безумия и терзающей боли. Кажется, он стонал вслух ими. Ими звуки, которого давно не касались стен этой деревни Абабита, помимо самого Микази, должно быть, помнил лишь Какаши родителей. Микази у его ученика давно не было в живых, как и воспитавшей его бабушки. Впрочем, ими мог узнать Джирайя. Возможно, и Цунади. Однако, если педагогический провал четвертого станет достоянием общественности, Микази заметался сильнее в своей горячке. Несмотря на просачивающийся к нему мягкий зелено-целительный цвет, кольцо агония сжимало его все туже, подстегиваемое безрадостными мыслями. Перед глазами всплыло убийственно спокойное, почти умиротворенное лицо Фугаку. Друг, что с несвойственным для его рода смирением умер, лишь бы оградить свой клан, свою семью от беды большей, чем уже его постигла. Ведь Минато последние годы вела лишь одна мысль, одна одержимая идея найти предателя, найти того ублюдка, в чьих глазах мелькнул Шаринган, отомстить, разорвать наконец, выяснить, что тот сделал с Наруто. В погоне за призраком он накалил и без того полыхающие отношения между Учихой и Коннахой. Четвертый приступил слишком много границ, чтобы теперь иметь хоть малую возможность спать спокойно. Фугаку умер, а он хреново держит слово. Саски обижен на весь мир и, больше всего, желает его, намекази, смерти и, впрочем, вряд ли он располагается на первой строчке его списка. Ведь больше всего на свете младший сын Фугаку ненавидит брата перед глазами встало бледное без кровинки лицо Итачи. О, тот верно служил Конохе и лично Минато. Но плата за верность деревни оказалась для него слишком высока. Хрип, сорвавшийся с его груди, потонул в новые волны нахлынувшего на него наваждение. Черные волосы, обрамлявшее лицо столь похожее на его собственное, только тончонье, женственнее и удивительно, как никто не догадался. Природа, как правило, одаривает бастардов, не оставляющей сомнений внешностью в насмешку или в наказание за грехи. И в его случае признать правду общественности мешало звучные фамилии и горящие в глазах бастарды огни Шарингана. Кушина бы его нет, не убила. Кастрировала. Ближе к истине. Кто-то скажет, что это ничего, совершенно ничего, и что смерть жены не повод отказывать себе в некоторых удовольствиях. Только вот растерзала б его Кушина не за измену, которую изменой ту назвать сложно, ведь изменять давно уже некому. Нет, Минато хотелось бы верить, что жена любила его достаточно сильно, чтобы затем желать счастья с другой. Именно счастье, а не того, что он утворил, прикрываясь любовью к ней. Это был крайне неудачный способ добычи информации. Скорее всего здесь даже его извращенный Сенсиба ужаснулся, что же пошло не так в плане напоить-расспросить. Очевидно, ошибка закралась в его самоуверенности. Нельзя так просто взять и перепить учиху даже, если это женщина. Особенно, если это женщина. Причем, давно и безнадежно влюбленная в тебя. Это было безумие, что с его, что с ее стороны. Рикуда благослови второго Хакаги за его техники, Минато сбежал, как только осознал, что только что произошло. Ему хватило ума позвать «нет, Нианбу, они бы тут не помогли». Гнуснул смехающегося Арачимару. После он пил, пил так, словно у него имелась запасная печень. На утро он аккуратно расспросил своего информатора с клану очиха, все было тихо. Чтобы Арачимару не сказал или не сделал с Хатэру, то молчала и была жива, что тоже было немаловажно. Чуть позже четвертый узнает, что и другие последствия, помимо его собственной взбунтовавшейся совести, этот инцидент имел. Мало того, что он изменил варящийся в желудке шинегу Микушини с одной из клан очиха, представитель которых ее туда практически и отправил, так и та была белименна. Эта мысль приводила Минато в ярость. Его прегрешение отозвалось поистине долгоиграющим последствиям. И не имело значения, что дитя не виновата, что если б люди и рождались только в любви, человечество давно бы вымерло, что и сам он дитя неизвестно какого из пороков. Даже то, что ребенок был очиха и не означало, что тому народу предписано стать Нукининым. Это все было неважно. Перед его глазами все еще стоял маленький, красный ревущий Наруто, больше похожий на котенка с этими усиками на щеках Минато, оказался не в силах уберечь его. Он не был достоин быть отцом никому. Даже этому нежданному ребенку отсвихнувшейся очиха. Кажется, тогда он был взбешен достаточно сильно, чтобы высказать претензии Арачимару, который, не моргнув глазом, прочитал ему лекцию о способах контрацепции для ниндзя, которыми он пренебрег, а после посоветовал обратиться к Джирайе. Ребенок, между тем, оказался девочкой. Хатару хранило молчание, бастард рос, и это его устраивало. Он почти убедил себя, что той ночи не было, пока не случилось так и не начавшееся в полной мере восстание. Благодаря Итачи. Но в тот день он узрел настоящую ненависть, в которую переродилась та неправильная слепая любовь к Хатару. Он убил ее, более того, он сделал это почти на глазах у Минато и сразу понял, что это она. Признаться, раньше, пока он не видел этого ребенка поверить, убедить себя в том, что это не его плоть и кровь было легче. Вопреки самоубеждению, он недостаточно окаменел, чтобы просто бросить плод собственной ошибки на произвол судьбы посреди бойни. Четвертый спас ее, хоть и не был уверен, что не обрекает сейчас мир на что-то ужасное. Дитя, увидевшее расправу над собственным кланом, наверняка, воспитанное в ненависти Канохи к нему самому, лучше было бы устранить, но он не смог. Кто-то скажет, что, приняв это решение, на Миказе был обязан позаботиться о дочери, проследить, чтобы та не стала угрозой для Канохи. Наверное, Минато мог бы отставить это с выгодой для себя. Одинокий Хакаги, потерявший семью, подбирает сироту восставшего клана он мог бы. Но не стал. Потому что не хотел. Куда проще было наказать возвращенному из небытия Шису и следить за ней куда уж проще положительно. Кушина, будь у нее возможность, кастрировала бы его. Между тем его бастард вырос, на удивление, разумный Кунаичи. Минато и сам не заметил, как стал продвигать руки по службе, хоть и означало, что он станет чаще ее видеть, а может и для этого. Он почти успокоился с этим своим прегрешением, когда это так невыносимо глупо, но у четвертого все внутри переворачивалось при мысли, что Наруто Наруто из чужого мира, узнает о руке. Просто потому, потому что не хотелось еще сильнее разочаровывать этого почти незнакомца. Будто других проблем ему не хватало. Его сын настоящий сын преступник и таким его сделал обиточка. Бывший ученик, которого он давно оплакал, теперь он стал большой проблемой. Внезапно мерный зеленый свет угас, и Минато провалился глубже во тьму, где неожиданно узрел нет, не свет, а два горящего огонька. Скорее из него выплыла и сама жуткая морда Кьюби, на макушке которого расположилось сердце четвертого пропустила удар. Кушина. Полузадушенно выдохнул он. Вне времени, вне пространства. Когда-то давно Саски был добрым и наивным ребенком. Скажи об этом хоть кому-то из его многочисленных врагов, а таковых было больше, чем песка в суне, то те смеялись бы ровно до тех пор, как ката на учихе пронзила их тела. И тем не менее так и было. Маленький Саски любил и уважал родных в особенности старшего брата. То, что затем Итачи сделал навсегда изменило его. И все-таки он по-своему привязался к одному невозможному дубе и таскающейся за ним разволосой девчонке. Чего нельзя сказать о его бестолковом первом сенсии Илья Барычимару. Или о его команде номер два. Измейный Санин и троица его выкормышей все не были лишь средствами для достижения цели. Сакура, Наруто и Кукаши досадными препятствиями на Итачи, а затем и четверка поднятых Хакаги, и на сей раз нашли способ перевернуть его картину мира. Так целью его существования стала Кынаха. Защитить то, за что Итачи отдал свою жизнь и честь, за что против воли заплатил его клан. Не дать это обесценить. Согласитесь, сложновато защищать деревню, скрытую в листве, если над всем миром нависла угроза уровня спятившая богиня. Потому Саски вновь бился бок о бок со старым другом, стараясь не думать о том, что после останется лишь один. На небосводе может светить лишь одно солнце и одна луна. Наруто же, без сомнения, никогда не отдаст ему место солнца, а Саски претит быть луной, вечно в тени он хотел выбрать в себя все не на весь мира, замкнуть ее, став Хакаги. Быть сильным и не ломаться таков его путь Шиноби. Планом Саски не суждено было сбыться. Спятившая богиня Наткагуэля передается безумие в их роду. Оказалось сильнее. Они проиграли. И обмякшие в смертоносных объятиях древо Сакура и пытавшиеся ее вызволить как Аши Синси даже Наруто, до последнего сражающийся против проклятой Асу Суки, и тот смотрел сейчас в небеса фиолетовыми глазами. Саски уцелел лишь чудом, которое именовалось Рениганой второй Хакаги. Первое не позволило пасть в Суки имя, второе же телепортировал прочь от разъяренной богини. Учхо четверка Хакаги нашли способ сокрыться от Асу Суки. Однако их сил было недостаточно, чтобы спасти мир. Древо Кагуэ разрасталось, заключая в свои коконы все новых и новых людей. Вскоре вся земля напоминала гигантскую ферму, подпитывающую спятившую богиню. Так, вскрыв один из коконов, Саски узел, что Кагу использует живых существ, как батарейки, выпивая досуха. Внутри такой коклы они обнаружили мумию. Однако Асу Суки была умна. А еще она боялась. Нючхо с четырьмя мертвецами. А кого-то извне, слишком уж часто та устремляла свой взор в небеса. Потому вскоре часть коконов была отпущена на землю. И, как ни странно, это были самые сильные шиноби. Словно Кагуэ готовила себе армию с интеллектом чуть более развитым, чем у белых зецу. Впрочем, то были не люди, а ходячие не мертвецы, но и живыми назвать этих зомби с фиолетовыми глазами было нельзя. Они ходили, выращивали себе пешу, ели, пили, размножались, тренировались и умирали. Притом реальности никто из них не осознавал. Ночью они засыпали в объятиях кокона, вниз головой на древе они были марионетками Кагуэ, пребывавшими в Цукиоми. Странно, но Асуски не стала выпивать Наруто. Четвертый не выдержал и ринулся спасать сына. Оказалось, и мертвеца можно развоплотить. С тех пор они не рисковали отбивать своих. Хасаски пробивала до дрожи эта реальность. Их осталось всего трое. И Саски. А еще странный Хьюго, который не Хьюго, спустившийся с луны. Кагуэ добралась до него, но он успел что-то сделать с рожденным под светом Цукиоми сыном Наруто и Химоты. Никто их них так и не понял, что именно тот сотворил. Но от безнадежности Саски нашел путь в Цукиоми ходячих мертвецов. Оттуда он принес весть, о том, что там Наруто стал Хакаги и осуществил мечту. У Саски появлялся и исчезал, прикрываясь миссией по поиску артефактов, а отсутский он почти не лгал. В порыве отчаяния он зачал с Сакурой ребенка. Девочку, которой не суждено узреть настоящего солнца и все же где-то глубоко внутри он продолжал надеяться, что Шарингон Сарады когда-нибудь сможет переродиться в Рениган и тогда что именно он не мог додумать. Боялся даже просто помыслить. Первый сделал что-то с дочерью Наруто и Химоты. Кажется, влил часть своей чакры. И судя по шепоткам первого и третьего те что-то задумали. Саски же неожиданно сошелся с Тубирамой Синджу. Тот был реалистом. Сразу сказал, что этот мир не спасти, но можно создать печать, проносящую сквозь время и пространство. С помощью этой печати они надеялись создать параллельную вселенную. Перенестись туда должен был Саски. Он же и был обязан не допустить воцарения Тамкагуя. Однако, как это часто бывает, все пошло не так. В уже почти завершенную печать вклинилась шипящая от гнева богиня и в другой мир оказалась вырвана лишь душа Саски, которая перенеслась в нужное время и место, но, не имея собственного тела, вселилась в наиболее подходящее. Кто же зал, что им, по ироне судьбы, окажется обито Учхо? Глава 32. Друг в беде не бросит, но друг ли я тебе, Саски? Часть 1. Бывай, Учхо, Саски проводил хлопнувшего его по плечу второго Хакаги взглядом полным недоумений. Впрочем, он уже устал чему-либо удивлять в этом враспятившем мире. Здесь больше нет места Солнцу. Точнее последнее заменила Луна, обращенная в новое светило. Ночи тоже нет. Дурманящий свет палит нестерпимо сильно, охватывая плоский мир до самого края. Все живые существа, кроме растений, также видоизменивших свою форму под влиянием вечного дня, отмечены спиралиобразными фиолетовыми глазами. Благодаря иллюзии они сохранили биологические ритмы, засыпая в заменивших им дом и коконах, что ненадолго приглушали нескончаемый свет. Сны были единственным местом, которое не контролировало Кагуя. Запертые в своей темнице, они не могли проснуться раньше, чем это повелит сделать иллюзия, и позже тоже. Порой Саски ловил себя на мысли, что завидует им, неведающим о том, в какую бездну скатился их мир. Каждый раз проникая в мир Цукиими, едины для всех, видя эти счастливые лица, превозносящие седьмого Хакаги, он чувствовал одновременно разбитое чуточку умиротворенно. По крайней мере, они не страдают. Чёртов даби исполнил свою мечту и зубы учихи скрипят, потому как Канаха, которую построила проклятая богиня и один невозможный балбес, несмотря на всю свою перетягательность, возмущает его своей неправильностью. Да, порой ему хочется сдаться, позволить ли я не окутать его, а уставшему разуму погрузиться в иллюзию, но каждый раз его останавливает это скребущее на краю сознания чувство неправильности происходящего. Из мира Шина-Бицукиими ушла душа. Кагуя могла сколь угодно стараться заменить этот дух дешёвым масс-макетом, вроде фастфуда или видеоигр, но душа ушла. Хоть и масса, воспитываемой на таблоидах, и становилась легко управляемой даже при условии того, что однажды мир иллюзий будет разрушен. Впрочем, реальность угнетала сильнее. Кругом на развалинах прежнего мира выселились деревья, на каждом из которых было приготовлено ложе для сна и подпитки Кагуя, а между ними бродили Шиноби и обычные люди. О, их стало даже больше, чем до победы Асуски. Богине были нужны новые батарейки, взамен погибших и выпитых в самом начале. Поэтому люди вокруг активно плодились. Причём массово. Признаться, первый раз, увидев эту ничем не прикрытую оргию, Саски, видавший дерьмой почище, испытал культурный шок. Признаться, в какой-то момент Кагуя просто решила, что ей нужны батарейки помощнее и отдала приказ размножаться его старому выпуску ну и прочим старым знакомцам. Большая часть Цукиоми уже обзавелась парами, а вот для Ли в качестве пары для размножения нашли какую-то незнакомую Саски особу. В какой-то момент он поддался общей волне безумия и отловил Сакуру, глядящую в небо безо всякого выражения своими жуткими фиолетовыми глазищами. В иллюзии у них было все как полагается, но в реальности это больше напоминало нечто куда более омерзительное. Он мог бы выбрать любую. Но отчего-то остановился на Сакури. Возможно, для того, чтобы её Цукиоми было хоть чуточку счастливее. Ведь с него-то не убудет. Или оба ли он предпочитал не думать. Как бы там ни было теперь даже просто секс для подрыва иллюзий изнутри, а Саски был именно настолько самоуверен, что считал своих потомков способными усомниться в реальности происходящего, вызывал у Чихи чувство стойкого отвращения. А ведь он планировал сделать Сакуру первое из этого было бы полезно, чтобы в Канохе, пусть иллюзорные у него остались хоть какие-то нити. А так-то же Карин была способна принести ему потомство, куда более сильное, нежели от Харона. Также Саски планировал поймать и использовать кого-то из Хьюг, невзирая на запрет скрещивания двух додюцу. Мало ли посредине лбари Ниган проклюнется, а ведь такой вариант Саски более, чем устраивал. Он и к пятой прибор бы пристроил, не быта старуха на опыт с куклой Сакурой, после которого у Чиху тресло и не единожды её пустые глаза преследовали его в кошмарах, перечеркнул всё. В этом мире не было больше места солнцу. Взгляд против воли у персов бродящего среди творящегося безумия Наруто. Саски знал это был лишь его клон. Когое дорожило своей самой мощной батарейкой. Четвёртый уже развоплотился, пытаясь пробудить от Ас наклона в каком чёртовом коконе находился настоящий Узумаки. Им понять так и не удалось, чёртово дерево сводило их сенсорные навыки на нет. А Асу Цуки подпитывалась и Тузумаки, и его биджу постоянно. Вот причина, по которой седьмой чувствовал постоянную усталость даже в Цуки ими. И даже Каюби был во власти иллюзии. Учиха пытался переподчинить Лиса бесполезно, возможно, на идее не оригинал, а не клон что-то можно было бы сделать, но так первый и третий могли, сколько угодно строить свои неясные планы, но только Саски второй понимали этот мир уже не спасти. Табирама Синджу придумал способ, доработав технику летящего бога Грома. Только вот, чтобы та печать оказалась способной перемещать не только в пространстве, но и во времени, у техники должно было существовать одно важное дополнение, позволяющее определять реальность. К счастью, Ренеган у Саски имелся. К несчастью, техника носила характер экспериментальный, а проверить её на ком-то из мёртвых Каги не представлялось возможным. Второго Ренегана у них не было. Как и ещё одного шанса. Так что либо печать срабатывала, как надо и Саски создавал параллельную реальность, где у всех был шанс на более приличный исход, либо мир окажется целиком и полностью во власти неясных надежд первого и третьего. Впрочем, никто из тройки Каги не отказывал ему в поддержке плана. Потому покуда Саски активировал технику, Каги очень няли дерзкую, но бесполезную попытку зарубить одну из древ, отвлекая внимание богини. В какой-то момент до Асуцуки раскусила сей нехитрый маневр, и вонзил в уже активировавшего печать Саски руку по самый локоть. «Я держу твоё сердце в своих руках, мой мальчик», — лотоядно облизнулась Кагуя, врывая из груди очихи обозначенный орган. «Ты принадлежишь мне, как и всё вокруг. Мне жаль, что ты предпочел стать по-настоящему моим, лишь в смерти. Но это твой выбор». Красивое лицо богини наполнилось скорбью, и Саски съел бы собственные потроха, но эта спятившая женщина выглядела искренне убежденной в собственных чувствах и словах. Кажется, именно сейчас за мгновение до конца он узрел истинное безумие в сочетании с немыслимой силой. И всё же это не был конец. Последним усилием он влил остатки чакр в печать, та светилась и мир померк. Чтобы затем появиться вновь. Первым, что бросилось в глаза очихи, — это ночь. Самая настоящая ночь вокруг. От осознания одного этого факта у него захватило дух. «Ты кто?» Слабо знакомый голос пораженно отозвался где-то в его голове. «Постойте, голове?» Саски нахмурился Наруто прекрасно ухитрялся жить почти без мозгов и даже как-то править деревней, но вот существовать без сердца. Глаза против воли опустились на собственное тело черный плащ. Ладно, но почему тут запахнут столь наглухо? И что за странные края, ограничивающие угол зрения, словно на нем маска? В выступлении он протянул пальцы к лицу и в самом деле, те нащупали спиральный узор внутри и похолодело. «Не снимай!» Голос был почти мальчишеским. «Меня не должны узнать!» Обиточка, пораженно прошептал Саски, ощупывая собственное покалеченное тело. Внутри стало гадко от осознания того, что внутри него живет это мерзкое существо Зинцу. «Чертово третье дитя Кагуя!» «А кто ты такой?» С нажимом спросил мальчишка. «Именно так!» Саски вдали услышал рев, вырвавшегося девятихвостого. «Если так, то здесь сам Саски вовсю гадит в пеленке, а Наруто только что появился на свет, твой старший родственник. Немадара, но столь же сильный, как он, с привычным пренебрежением к окружающим отозвался Саски. То, что он не канул в небытие, хорошо. Попал во времена, когда Бокацуки еще толком никто не слышал тоже. Однако тело увеченное со шпионом Кагуя и с довеском в виде болтливого подростка обито это дерьмово. Неплохо, что именно Саски выполняет ведущую роль. Жить можно с навыками самого обито паршива, что Ренигана нет, но он знает, где его добыть. И откуда ты взялся? Почему я не могу пошевелить ничем? У меня тут, понимаешь ли, разрушение Канохи в разгаре. В голосе обито появились истеричные нотки. Саски вздохнул. И еще раз вдохнул. Глубоко. Пожалуй, он отвык от общества психически нестабильных подростков. Надо бы избавиться от этого тебе при первой же возможности запульнуть в персональные цукиеминет, Саски поежился. Подобные участи он не желал никому. Насмотрелся. Нет, нужно найти способ как-то иначе убрать владельца этого тела, или проклятый зецу может заметить подмену. Да и маска дурачка тебе может ему пригодиться. Решено придется побыть нянькой, точнее духовным наставником. Ты докатился, Саски-учха. Я, очиха Саски, прибыл с будущего для того, чтобы предостеречь тебя, обито-очиха, от ошибки, которая будет стоить свободы всему миру. Посмотри моими глазами и подумай, разве такой мир ты хотел построить? Саски напрягся, выискивая свои самые жуткие воспоминания, показал он и самого обито, вступившего в бой бок о бок с какаши, а также спятившего, кинувшего его мадару и прихлопнувшую последнего, словно навозного жука, кагую. Я не могу спасти свой мир, но я не дам разрушить твой. И это твой выбор помогать мне, или я найду способ избавиться от тебя раз и навсегда, обито-очиха. Вкратчиво прибавил Саски, удовлетворенно отмечая, как прийти их сосед. Осторожнее. Вдруг заорал обито, и Саски в последний момент сумел увернуться от Росингона на миг ему показалось, что это Наруто, но нет, то был его отец, четвертый Хакаги. Завязался бой. Смутно Саски припоминал, что обито, теперь уже он, натравил на деревню Кьюби. Понятно, отчего Хакаги не питал к нему теплых чувств. Однако Учихани затем прошел не одну битву с Кагуей, в одной из которых потерял руку забавно, но в Цукееме эту потерю сознание Наруто объяснило иначе, чтобы уступить какому-то намеказе. Обито вел себя тише травы, когда Саски вколотил его сенси в монумент Хакаги. А ты думал я шучу. Холодно приподнял он бровь. Мы уходим. Возражение не последовало. Однако уже на пути из Канохи, что-то дернуло его. А именно Наруто. Вот сейчас в него запечатают девятихвостого лиса. Это не только сломает ему детство, но и Саски прикрыл глаза. Возможно, была какая-то извращенная удача в том, что он попал в тело главаря Кацуки. Так, он сможет осуществить задуманное и замкнуть цепь ненависти на себе. Но чтобы встать против Зитсу, Кагуя и прочих ее родственников, Саски сам должен стать богом, а то значит собрать полный комплект Биджу. Спасая Наруто от участи Джинчурики, он избавит себя от необходимости убивать единственного человека, наиболее близкого к тому, чтобы называться его другом. Скрипнув зубами с досады, он отправился искать новорожденного Узумуки. Ведь если Учиха вырастет его в Акацуки, тот не только не встанет однажды у него на пути, но и поможет в осуществлении плана. А возиться с младенцем будут подчиненные. Иначе зачем те нужны? Надо только спросить у Абита, есть ли те вообще у него как и место, куда можно притащить орущего дыби. Хочешь сказать, теперь все кончено. Хаширама, сложив руки на груди, переводил взгляд с лежащего на земле тела Саски, у которого Кагуи предусмотрительно вырвал глаза, нахоронившего молчание брата. Нет, наконец отозвался Табирама. Я оставил на чакре этого Учихи свою особую метку. Большая часть его чакры и то, что мы называем сознанием, сумело переместиться в воссозданную реальность. Однако тело, в котором ему удалось заполучить контроль второй замолчал. Я уловил отголоски чакры Зицу. Значит, Абита Учиха, горестно покачал головой Сарутыби. Это еще не конец того мира, уверенно заявил Хаширама. Да, юный Учиха будет связан по рукам и ногам, но, должен отметить, его мышление отличается от стандартного. На этих словах третьих Рипло засмеялся. Он жалел, что не может выкурить любимого табаку. Саски сам по себе мальчик своеобразный, отсмеявшись, поначал он головой. Мы заметили, покачал головой недовольный Табирама. Но выбора-то новую не было. Хотя не удивлюсь, если этот Учиха сумеет создать реальность похлеще, куда уж, фыркнул третий. Не недооценивая красноглазых, проворчал Табирама, чтобы затем осознать, что он из себя причислил к этой категории. А я верю в мальчика, ободряющий улыбнулся Хаширама. Да, Кагуя сложнила наш план, позначит, что мы должны с утройным рвением приняться за воплощение следующей его части. Брат, у нас больше нет Риннигана, и Асуцуки Бдидзу Зумаки недовольно махнул Гривой второй. Не в его характере было сдаваться, но уж больно скверной казалась ситуация. Нам не нужно создавать новую реальность, нужно лишь обеспечить перемещение Наруто к маяку, который ты оставил. Всего лишь. Криво усмехнулся Табирама. Как ты собираешься отыскать настоящего Узумаки, да и еще отбить его у Кагуи? Мы теперь лишены даже наших глаз в Цуки ими. Я думаю, Хаширама это предусмотрел, когда вливал часть своей чакры во второго ребенка Наруто, верно? Третий пожевал усы, так как пожевал бы сейчас трубку, будто у него, да, я могу ненадолго, не привлекая внимания Кагуи смотреть на мир ее глазами, кивнул первый. Это можно использовать. Как нашего скользкого друга, твоего ученика, третий. Я думал Арчимару выполняет заказ Кагуи, создавая генномодифицированные формы бойцов, в обмен на продление его жизни прививкой Асуцки, Табирама скривился, говоря о предателе. В предавший раз, предаст снова тихо проговорил Херузин. Арчимару не был бы собой, если не нашел бы способ связаться с нами. Да, наш сколький друг согласился подумать над способом найти тело Наруто, а также над тем, как с помощью действий в Цуки ими вытащить его не просто в реальный мир, а в тот, что создал Саски. Ренеган нам более ни к чему. Хотя подобного рода техники и требуют использования и дадются, можно использовать Бьякуган моих маленьких глаз. За девочкой Кагуи так пристально не следит. Не знаю, поначал Грива Табирама. Я постараюсь изменить печать, но возможны погрешности в точке выхода. Временные. Главное, чтобы Наруто успел вовремя. Реинкарнации Индры и Ашуры должны исполнить свое предназначение. Во что бы то ни стало. Ренеган в пустующую глазницу лег, словно родной. Второй глаз, отнятый у Нагата, ожидал младшую версию Саски. Все пошло не так, как он хотел. Точнее совсем не так. Но будучи скованным своим наблюдателем в лице Изицу, Учхамок, немногое. Нельзя было возбуждать подозрения раньше времени. Даже если его клан едва не был истреблен здесь. Одна часть Саски была довольна тем, что пощадила четвертого, другая невольно вопрошала, а не было ли лучше, убей на его? Вдруг без третьего и четвертого, Хакаги бы стал его отец. Но то было глупым мечтаньем. Скорее власть захватил бы Данзо, и тогда Учхо скривился. Здесь хотя бы его мать была жива, а Итачи, хоть и был ненавидим кланом и мелким Саски, был уважаем и ценим остальной деревней. Уж не этого ли ты хотел, брат? Впрочем, четвертого все же не стоило вырубать удивительно, как одно маленькое событие меняет реальность. Так, третий умер, а мать Наруто взялась ситуацию в свои руки, сделала то же, что и на Микадзе в мире Саски. Призвал Ашенигами, запечатал Лиса в себя. Одно отличие целиком. И где теперь брать Каюби для его становления богом? Саски не хотел довольствоваться крохами чакры, как Мадара. Хотя у него и был под рукой Наруто с ошметками чакры Лиса. А это значило ему нужен был его Доби. Объяснив Нагата, в какую именно дверь нужно стучать, он принялся наблюдать. Этот временный носитель Ренигана в самом деле почти нашел путь в его родной мир и даже нащупал Каюби. Саски лишь надеялся, что этот стук заметили тройка Каги, а не Кагу и потому как приглашать богиню сюда, покуда ничего не готово вверх безумия. Но за день до того, как ему представился случай обвинить Пейна в предательстве и забрать Рениган, Саски почувствовал, что его план удался. Чакра Наруто, смешанная с силой Каюби, чисто мощно и вошла в этот мир. И у Чихи, в самом деле, жаль, что ему не удастся сохранить жизнь ни одной из версий Узумуки. Ведь тот не был бы собой, если бы все не испортил. Саски закрывал глаза и покрывал его перед Пейном, когда тот играл в революцию в Аме, «Черт с тобой, мелкий Доби», но то, как Учиха прошляпил его кражу четырехвостого Наруто сам виноват, что Саски пришлось извлечь из него Биджу. Точнее именно этим он был занят, когда почувствовал присутствие старшего Доби совсем рядом. Ситуация требовала его вмешательства, а потому, оставив клоны с поредевшими Акацуки, он отправился встречать старого друга. Если повезет, то следом за четырехвостом в статую Гида отправится к Юби. И все же, когда Саски видит перед собой Наруто, решительного и готового идти до конца, в своем дурацком костюме яркой оранжевой вспышки, он, как никогда сожалеет, что Кагой не до конца вырвало его сердце. Глава 32 Друг в беде не бросит, но друг ли я тебе, Саски? Часть 2 Капка обзвон упавших капель эхом отражался под сводами измерений печати Наруто. Нет, то были ни слезы и ни кровь. Сама жизнь, казалось, по каплям покидала свое вместилище вместе с щекурой. Скажи кто сопливым Генину Узумаки, что настанет день, когда он будет столь отчаянно цепляться за эту обжигающую, колючую субстанцию он бы не поверил. Но сейчас седьмой Хакаги крепко вцепился в свой личный мешок ментальных блох подвялые протесты последнего. Курам этот вредный комок чакры он не мог отпустить его. Не потому, что их жизни связаны. Просто потому что, не пущу, дать тебе я. Сдавленно помотал головой Наруто, наконец отчаянно зарываясь в знакомое тепло Лиса. «Я не сдам сатаков мой путь не нельзя». Девятихвост и молчал. Потому что, несмотря на упрямое сопротивление своего джинчурики, он таял, истончался. Чакры из него медленно, едва ли не по капле, но верно вытягивали Акацуки. Они держались трое суток. За это время с них выпили треть объема чакры. Это было уже много больше кого-нибудь однохвостого, но бесполезно. Своим упрямством Наруто лишь оттягивал неизбежное, мучая себя. Ниоткуда ждать помощи. В этом мире они одни. Ни друзей, ни родных, готовых глотку порвать за своего Хакаги. Только глупый детеныш, которого они бросают здесь на милость судьбы. Да изъеденной войной внутри четвертой, по милости которого они здесь и очутились, рассчитывать на помощь на Микадзе не стоит, несмотря на горящую на плече метку тот хоть сам себе удосужился бы помочь. Они-то совсем тоскливо за Лисеныша становятся и не только за него. Перед глазами мигнул показанный очхо их реальный мир Древа Кагуя, слепящий свет и люди-зомби Наруто, по крайней мере, умрет свободным. Курама вздохнул. А ведь начиналось-то все совсем неплохо, хотя кого он обманывает, Тибайо. И начиналось все хреново. Но ни дренее не придумаешь, когда весь привычный мир разбился на куски, а ты ничегошеньки не можешь с этим сделать. Да, тогда, они были здесь, Ко. Были. Порой Наруто забывал, что он Хакаги и его заносило. Например, как сегодня, когда господин Седьмой глупо тыкал пальцем в то место, где некогда стоял барьер. Следов борьбы нет. Значит, ушли сами. Чего ты кричишь, идиот? Одернул подопечного Кьюби. Трупов нет и поводов для Оры тоже. Мы должны их догнать, Даттибыя. Они не могли далеко выйти. Узумаки в нетерпении подскакивал на месте. Странно, но чакра восстановилась подозрительно быстро. Как и жизненная энергия. Наруто, подозрительно соощурился лис. Ты проспал меньше четырех часов после отбытия Намикадзе, и так хорошо себя чувствуешь. Тебе не кажется это странным? Ты чем-то недоволен, Даттибыя. Сперва взвился, не желая терять время, но затем, чуть подумав, почесал висок Узумаки. Хотя ты прав, кое-то странно. С тех пор, как я попал сюда все какой-то я не знаю даже, он зачесался сильнее. Будто кто-то переключил качество видео с 360 до 720 минимум дав штук, тебя, Баруто. Но я будто отключил в играл все тормозящие функции. Мир он снова такой, как надо, но он же не наш. Я не знаю, что и думать, Курама. Правда, Тибайо. Знаешь, Наруто, Девятихвостый выглядел очень серьезно. Я не думаю, что твоя армия клонов могла настолько выматывать нас. Не с режимом отшельника. Не с постоянно собираемой мной чекрой. Здесь что-то нечисто. Словно там, у нас, к нам кто-то присосался, какая-то вредная и весьма прожорливая пиявка, которая не пережила переход. Но ведь это невозможно, нахмурился Наруто, зачем-то переспросив. Невозможно же. Ни в чем нельзя быть уверенным до конца, особенно с тобой, на секунду прикрыв хвостами морду, фыркнул Кьюби. Курама, а ведь я еще кое-что заметил, не хотя начал седьмой. Когда мы только сюда переместились. Мне-мне показалось, что у меня затекли мышцы, и не поясница, как обычно. А все, все разом. Да, я это исправил, покивал лис. Мне это не нравится, Наруто, пробосил Кьюби. Мне тоже, согласился Узумуки. Такое ощущение, будто этот невозможный, а правильный мир реальней того, в котором мы жили, сон поражен и замолчал. С победой над Кагуей закончил Курама. Наруто осторожно, словно ступая по минному полю, спросил Девятихвостый. А была ли она? Хочешь сказать сорвавшимся голосом? Начал седьмой. Но мы проиграли. И это и моя битва с Саски, и наше примирение, и мир между странами, и Танири, и свадьба с Хинутой, и наши-наши дети Баруто, Химовари кресла Хакаги деревни все это Цуки-име, Тибайоа. Химовари вполне реально в этом мире, нахмурился Курама. Хотя эта версия не выглядит теперь такой уж бредовый, Наруто. Да что? Орал седьмой, круша лес, так что только шипу и летели. Это да я, Наруто, делай, что хочешь, только не используй чакру, придурок. Здесь рядом логово Кацуки. Пейн. Вдруг взревел, остановившись, у Зумуки. Надо-надо разобраться с этим, пока Джералья не взбрело в голову. А как же Хинута? Осторожно спросил Лис. Я позже их с Шицу не догоню. Далеко не уйдут. Мы с тобой быстрые, Тибайоа. Не такие, как четвертый. И ты рискуешь, терпеливо напомнил Кьюби. Да, но я должен выяснить, отчего Хинута бежала. И почему-почему без местной версии меня? И да надо выбить дури с какого, а потом, потом мы подумаем, над всем этим открывшимся дерьмом, Ко. Хорошо, только без маскировки вами, я тебя не пущу. Я не идиот, Курама. И ты не мая, да чтоб тебя. Порой ты просто Наруто замолчал. Кто? Прорычал, взбешенный Кьюби. Курица-носидка. Не выдержав, выдал седьмой, впрочем, тут же, опомнившись, Ко, Я не хотел, ну и решая свои проблемы сам, демонстративно отвернулся Кьюби, явно уязвленный. А я помолчу и посмотрим, как быстро ты себя прикончишь. Но мне-то что? Я рано или поздно возражусь, а вот ты идиот так и не выяснишь, что за хрена тень творится с нашим миром. И оставишь дочь на этого спятившего четвертого и грибаного Хиаших-юга. Давай, гуляй, Наруто. И в качестве подтверждения своих намерений Ли сдал своему джинчурики ментального пинка, выгнув из измерения печати. Кукурама. Да чтоб тебя какой же ты стал раним и совсем размяк тот со мной, а ведь в первую нашу беседу перекусить хребет и сварить в кислоте своей чакры обещал. Кхи, чуть улыбнулся Наруто. Были денечки, мда-да-ти-бы-я. Ну ладно, соскучишься, сам заговоришь. И побрел в сторону Ами. Солнце пробивалось сквозь легкое перение облаков. Дождик припускал едва-едва и был по-летнему теплым. Небольшая оранжевая лягушка беззаботно скакала по улицам Ами. Беззаботность была мимой. Здесь убили его и Русенина. Точнее не совсем в этой деревне, но Наруто читал отчет и на Ичи-Сена по делу Пейна. Он знал, что ищет. Башню. Самую высокую-то нашлась не сразу. Полуразрушенная-то все еще возвышалась над бетонами, какими-то неживыми строениями что-то произошло. Описания расходились. Наруто знал о природе дождя в этой деревне, но тот, что он наблюдал сейчас, был обычным летним дождиком. Приятным даже. Характерным для этих мест. Неужели-неужели Пейн мертв? Размечтался. Не выдержав, подал голос Лис и тут же, осекшись, снова замолчал. Наруто, чуть тоскливо вздохнув, вновь продолжил путь в своей необычном хинге. Он искал людей. Чем больше, тем лучше настало время, как бы сказал старик-извращенец, собирать информацию. Только вот изменять ради этого жене, Узумаки не собирался. Ощутив легких приступ тоски, седьмой мотнул мордой. У него было дело-дело. Жителями выглядели странно. Они говорили-говорили те вещи, которые раньше не рискнули бы, но по привычке с оглядкой. Это было, хм, необычно. Наруто слушал разговор о Шинобе, мелких лавочников и женщин на базаре как ни странно, но лучшим источником информации оказались бабушки на лавочках. Вчера со стороны башни слышали грохот, после которого беспросветная стена из дождя прекратилась. Местные-местные революционеры, называвшиеся долой тиранией рыжих, сплошь зеленая молодежь, которая не умется, восприняли это, как сигнал к действию. Они бросились штурмовать и так пошатнувшуюся башню, где нашли тело рыжих без каких-либо повреждений и какого-то красноволосого задохлика с оторванной головой без глаз седьмой грязно как обычная витиевато наслушался тесть и выругался, узнав о судьбе Нагата. Ангел в груди безжизненных бумаг, помятый, но живой. Юные революционеры планировали учинить надпоследний публичный суд, но регулярные силы Шинобе воспротивились. Оказалось против и половина гражданских. Более старшая половина, помнившая Хас до пейновской эпохи жующие семечки старушка с удовлетворением поведала подружке, что лично видела, как малолеткам надавали пинка, отшлепали и отбили госпожу Ангела. Слухам седьмой доверять не привык, но проверить госпиталь стоило. Ты же не планируешь вмешиваться? Взревел, не утерпев Курама. Канан знает, что за хрень тут произошла. Мигом отозвался Наруто, ожидая продолжения диалога от своего соседа, но его не последовало. Чуть слышно вздохнув, он отправился в местный госпиталь. Действительно, не найти самоохраняемую палату было невозможно хотя бы потому, что подступы к ней были усеемы телами метки. Глаз Узумаки легко отличил, что часть из них была все же жеватие, кто прорывался к Канан, все же не имели цели убить каждого, кто встал у них на пути. Под ложечкой неприятно засосало. Наверху слышались звуки борьбы. Если он хотел что-то узнать, следовало поспешить трое подростков на висле над едва стоявшей на ногах Канан, который все еще был присоединен штатив Капельницы. Настроены они были решительно. Стойте, командным тоном рявкнул седьмой. Удивительно, но малолетние революционеры послушались. Лидер. Нестройным хором ухнули они. Наруто, с надеждой поддалась вперед Канан, но тут же сникла. Эээ, такого седьмой, признаться, не ожидал. Ну и балбес, вставил свои комментарии лис. Похоже, местно ты возглавлял этих малолетних головорезов и был не безразличен единственный куна и чувак Ацуки. Да ты начал было Узумаки, но осекся. Революционеры, недавно жаждавшие крови ангела, перестроились для нападения на него. Кто бы ты ни был пафосно начал один из них. Ты не имеешь никакого права использовать хинги нашего лидера, еще и постаревшего. Вы мне не поверите, дать тебе я. Чуть вздохнул седьмой, отмечая, как от его фирменного слова дернулись все присутствующие. В атаку. Крикнул кто-то и в Наруто полетели преимущественно водные техники. Они такие же идиоты, как и ты закатил глаза лис, пока седьмой, не входя ни в один из своих режимов и особо не напрягаясь пара растенганов не считается, расправился с воинственной молодежью. Это не хинги, призвав все терпение, что смог нас крести, пояснил седьмой. Я Наруто Узумаки, но я не тот Наруто, которого вы все знаете, Тибайоа. Вы похожи. И не только внешне, подала голос Канан, не рискнувшая выдернуть капельницу, а оттого неловко волочая ее за собой. Движения, техники хоть и отличаются, но могут принадлежать одному человеку, прошедшему разную подготовку. Она подняла на седьмого глаза, отчего он увидел, что те утратили свой цвет. Нагата ведь мертв и сделал это отнюдь не сам, по своей воле, подсказал лис. Наруто, осторожней с ней. Да, что за бред. Не выдержал кто-то из революционеров. Да и откуда, вообще, ты, ангел, знала нашего лидера? С насмешкой выделил он ее прозвище. Однако на него зашипели свои же. Чего? Не понял он. Нагата догадывался, кто стоит за всем этим, не слушая их, прошептала Канан. Но я всегда убеждала его, что ни к чему серьезному действия Наруто и Хинута не приведут, они бы не привели. Эти дети не убивали его. Тогда, кто грохнул рыжих? Хмыкнули повстанцы. Он называл себя Мадарой Учхо, но, Нагата был почти уверен, таковым не являлся, глядя лишь на седьмого, ответила Канан. Абита решил заполучить Лениган. Пиин ему был больше безнадобности. И что случилось с Милким тобой? Спроси ее. Проревел Кьюби. Что случилось с вашим воспитанником? Не стал противиться Наруто. Ты Канан жадно вгляделась в его лицо и ощупала чакру. Кто-то создал пространственно-временную технику? Будем считать, что да. Мне нужно знать, где он. Я могу помочь. Упрямо ответил седьмой. Да, где лидер, бумажная тыкарга? Согласились повстанцы, напоминая о своем присутствии в палате. Я пыталась его спасти, но все тщетно. Этот Учхо Наруто от него был и не скрытся. Он не пощадит его. Только не с трехвостым внутри на миг выцвевшие глаза Канан потеплели. Наруто всегда все делал по-своему. Он словно родился с этим с внутренним чувством справедливости. Спас трехвостого дурачок, думал, что спас, предложив убежище. Но Джин Чурики не выжить после извлечения. Лидер жив, глупо этой старой вновь не мог уняться за водила, несмотря на шикающих на него товарищей. С чего вы взяли? Чуть прикусив язык, поинтересовался седьмой. Если он жив, я могу помочь. Говорите сейчас же, что знаете, а нам это надо? Задал риторический вопрос Лис. Наша печать и неразглашение целы, нехотя призналась единственной в их компании восставших кунаичи. Канан вздрогнула. Печать и Ханза. М. почесал затылок седьмой. Скорее Данза. Поздравляю, Наруто, у местного тебя тут филиал корни только дюжи отбитую по мозгам. Я дам тебе адрес убежище, где они могут запечатывать его. Глаза Канан вновь горели. Только поторопись. Гони адрес бумажная стерва. Мы пойдем вызволять лидера. Оживились повстанцы. Так, никуда вы не пойдете, поморщился Наруто. Не ввязывался бы ты в это не наши проблемы, а ну конечно кому я это говорю. Хм, прикрыл Мэрдаку хвостами Курама. Это еще почему? У вас тут в деревне полная неразбериха, дать тебе я. Наведите порядок сперва. И вообще Акацуки не ваш уровень без обид только. Эй, да ты, Наруто прав, кивнул Аканан. Да кто он вообще такой? Седьмой Хакаги, просто ответил Узумуке. Еще вопросы есть? Значит так. Крови сегодня здесь пролилось достаточно. А будет еще больше, если вы, дурачи, казните Канан. Слышали о таком слове, как компромисс. Ну так вот запишите себе в словарик. Чтобы избежать гражданской войны не трогайте ангела тем более, что всю дичь инициировала не она, а рыжие это все знали. Короче, пусть Амикаги будет ангел, она умная, да и дебет с кредитом сводить умеет, всех своих былых сторонников удержать сумеет, наверное. А вы станете советниками. Подучитесь, после кто-то станет Каги, а пока у вас еще молоко на губах не обсохло, понятно. Ха, думаешь, они тебя послушают? Хмыкнул Лис. Вы можете меня не слушать, Тибайо, но, подумайте, немного. Вы в самом деле хотите утопить улицы вашего дома в крови? Если это дело можно решить мирным путем? Даже, Канан? Если это возможно, то я согласна, кивнула она. Вы в самом деле думаете, что вашего друга могла воспитать совершенно лишенная чести женщина, а? Подумайте, еще раз о Кацуке изначально затевались с благой целью. Защитить Ами, сделать вашу деревню способной дать отпор великим странам. Да, они перегнули, но так вы со своими идеями это исправите. Но нельзя так рубить на корню все старое. Обустраивать пепелище такое себе удовольствие. Кажется, ты их убедил, с легким чувством гордости за своего болбеса Дженчурики отозвался Лис. Наруто улыбнулся. Ко, это ведь невозможно. Какого Мадары, там забыл Саски. Они проверили три убежища близ страны дождя. Все было тщетно, пока находящийся в режиме отшельника Наруто не почувствовал знакомую чакру. Это не местный сопляк, вторил его мыслям Кьюби. Точно не он. Это наш Саски. Ко, я уверен, да что тут происходит, какую вам в мать? Ты еще на его соседа погляди, мрачно проговорил Девятихвостый. Какого дай бы это обито? Это, чтоб его белые зецы отодрали своими спорами, обито. А, Курама, что это за охренатень-то, дать тебе я. Не знаю, но у меня плохое предчувствие, Наруто может, ну его вернемся в Канаху, а? Без особой надежды попробовал убедить его Курама. Впрочем, образумливать вбившего что-то в свое теме Узумаки, все равно, что оттаскивать Акимичи за шиворот от еды. Нет, я выясню, что это. И если это наш Саски виноват во всей этой круговерте, клянусь, переломая проклятому теме все кости. «Переломал, да. Слева, чтоб тебя!» — ревел Лис, когда они уворачивались от меча Сусона. А ведь начиналось все до дерьмово начиналось. Не успела Наруто, как в былые времена, заорать во всю глотку «Саски-е-е-е». Так, их уже затянуло в Цуки-еме. Силен, подлец. Впрочем, они сами позволили ему это провернуть. Учиху хотел поговорить «пожалуйста». В подсознании же время играло на них. Особенно, если где-то там извлекали его местную копию. «Какого хрена, Тибайо?» — задал резонный вопрос Наруто. «Потому как, если в обито подселение Цаски из его мира, то почему он творит всю эту дичь? И как он сюда попал? И когда? И, а ты не изменился вся та же бестолочь?» — скривил губы в усмешке этот Цаски-обито, что пых. Я думал, мы это уже проходили. И оставили все вопросы в долине завершения, Тибайо. Продолжал орать седьмой, он не понимал. В самом деле не осознавал. Цаски он ведь на него можно было положиться. Как на себя самого. Последние лет пятнадцать точно. Не было никакой долины, даби. И завершение тоже, точнее оно было, но не то, которое ты помнишь, почти с сожалением покачал головой Учиха. «Какого хрена ты городишь?» — не понял седьмой. «Как не было, да мы же мы руки друг другу оторвали, только тогда до тебя что-то дошло, черта в теме. Руки нам обоим отодрала Кагуя. Она же и написала твою историю. Победитель Учиха наконец-то вышел на свет. Это был Цаски. Такой, каким его Наруто запомнил. Почти, это почти царапало рассудок, почище новостей о Кагуе. А где Абита? Зачем ты сморозил у Зумуки? Я его чувствовал, как он осекся, вспомнив о частице черного зецу, что жило в сердце Абита, пока Кукаши Синси не выжег тусвой Малакири. Потому я и погрузил нас в Цукиими. Здесь они нам не помешают. Раз уж я задолжал тебе объяснение, Наруто. Хотя это было бы милосердием оставить тебя в неведении, Саски, чье мертвенно-бледное лицо, заставило седьмого прикусить губу, сделал шаг вперед. У меня плохое предчувствие, вновь повторил Лис. Все равно не нравятся мне эти Учихи, вечно что-то мутят. Может, втащим ему. Превентивно. А потом послушаем, чьи он там за чужгородит. О чем ты? Проигнорировала своего Биджу Зумуки, сжимая кулаки. Что здесь происходит, Саски? Ничего личного, Наруто, просто тебе меня не понять. Никогда. Сколько бы ты ни пыхтел и ни орал, но меня ты не понимал никогда. Мы проиграли. В той битве. И не было той жизни, что ты помнишь. Ты жил во лжи, сладкой лжи, нежился в лучах славы седьмого Хакаги, не подозревая, что сам ты, как и все те, кого ты поклялся защищать, превратились в живые батарейки. Ищет спятивший богиня, вот я видел все это. Этими глазами и Саски ткнул в свой ринегон и шарингом. Посмотри же и ты их затянула в темный омут воспоминаний учихи Саски, последнего свободного живого шиноби их мира. Саски, послушай мы, мы можем спасти наш мир вместе. Ох, да чтоб тебя, проорал седьмой, на этот раз уворачиваясь от реального чадария. Это ты ничего не понял, проклятый Тёмя. Твой ринегон мы сможем вернуться и победить Кавгую. А хвостатые звери Саски, я поговорю с ними, они пойдут за мной. Ауч! Да ты в краю очумел. А я говорил. Говорил. Нельзя верить Учха. Надрывался ему в ухо Курама. Богом он захотел стать. Наравни не с Кагузей. Да все не улетевшие с мани величие выше луны. Справа, дурак. Ты послужил спасению этого мира, Наруто. Сила Кьюби поможет мне отбить атаку этой Кагуи. Хорошо, что второй Хакаги услышал мой зов и направил тебя в этот мир. Я мог бы не рассказывать тебе правду, Дэбби, но я все же уважаю тебя, Бестолочь, и хочу, чтобы ты знал, за что умрешь. Саски. Кретин чертов, это не ты говоришь. Да и не ты. Я верю в это. Это черный зецу, да зецу. Я избавлю тебя от него. Решительно рявкнул седьмой. Рассен Сирикен. Я бы не был так уверен, мрачно ответил Лис. Он с самого начала был отбитым. Тебе не справиться со мной. Орал Учхо. У меня Ринниган со мной силы Мангеке обито, и я не был любимой батарейкой Кагуи. Ты умрешь, Наруто, и твоя упрямство тебя не спасет, а лишь продлит страдания. Это бесполезно. Вмажь в него бомба и хвостатого. Прорычал Курама. И Наруто послушался. Рассенган. Вопреки ожиданиям Мзумаки рука легко входит в податливую плоть. Учхо не стал использовать свою технику словно, специально. Проревел Кьюби, и в следующий момент, со стороны Учхи со слепшим Шаринганом послышался оглушительный удар одного и самого разрушительного пути Пейна. Спасибо, друг, что избавил меня от этой мерзости и шпионов сердца, вкратчивый шепот Саски. Вот последнее, что услышал Наруто. Сейчас, кап-кап легкими толчками чакра Кьюби покидала его тело. Он не справился. Привык, что в мире нет врагов, способных его сокрушить. И вот чем дальше взлетел, тем больнее падать. Но он не взлетал. Оказывается, нет вся его жизнь, все, чего он достиг, как муж, как отец, как Хакаги всего лишь сон, контролируемый Кагузей. Они проиграли. Все это время Наруто в бессилии сжал кулаки. Второй не верил, что их мир можно спасти, но он не верил и Саски. И правильно, вяло огрызнулся Лис. Учхам верить нельзя. А потому-то Берама Синджу согласился участвовать в запасном плане своего брата и третьего Хима. Черт, подумать только. Все это время она не могла контролировать Бьякуган, потому что им управлял Хаширама, чертов Синджу. Он обломал мне инаугурацию. Взвыл Наруто. Они пытались, нарушив ток чакры в твоем колонне, вырвать тебя из Цукием и дурацкий ход да, хмыкнул Курама. А теперь все кончено. Что осталось там дома, Ако? Три Кагида, мой бедный, припечатанный Кагуи Папани. Баруто не только родился, но и умрет в иллюзии. А мои внуки, если я не буду. А да черт. Да, есть вариант, что за Кагуей, как она того опасается, явятся соклановцы, и всех уничтожат. Да, мрачно подытожил Лис. Они замолчали. Ко, ты был прав, нужно было возвращаться в Канаху, тихо проговорил седьмой. Кьюби промолчал, а Наруто Наруто продолжал. Знаешь, раз уж скоро наши дороги разойдутся, я хотел сказать дать тебе. Курама, я, хватит уже соплей жевать, говори. Рявкнул Лис. Мама с папой. Ты убил их, наконец прошептал Узумаки, глядя на своего биджу, от которого сквозило недоумение. И я хотел сказать-сказать, что давно простил тебя, вот, дать тебе я. Именно так. Ты придурок, после недолгого молчания выдал Кьюби. Говоришь, простил, а сам решил сейчас это припомнить. Да я яд тебе я. Да я просто хотел извиниться, что из-за меня, ты сейчас попадешь в десятихвостого. Снова. Наруто, медленно проговорил Лис. Не думай обо мне, это ты сейчас умрешь. Дурак беззлобно выдал Кьюби, взметая хвосты к морде, словно намериваясь что-то сокрыть. Седьмой Хакаги никогда не признается, что в тот момент различил капающий звук не только утекающей чакры. Мекку на плече обожгло внезапно. Техника извлечения прервалась столь же внезапно, как и настигший их грязный пол хижины Джерай и его сирот. Наруто моргнул раз. Затем еще. А потом сильные руки оторвали его от почти родного пола. Пришел таки, хмыкнул Курама. Зачем? Только и смог слабо выдавить Узумаки, глядя на явившегося за ним четвертого. Судя по домашней одежде которого да тот переместился к нему аккурат из лап цунади. Им нужен я. Саски может перемещаться в пространстве и он хороший сенсор. Он скоро будет здесь. Саски? Переспросил Минато, чей взгляд из просто обеспокоенного перекинулся в сомневающийся в его рассудке. Наруто, он уорочимару. Все непросто медленно проговорил седьмой. Я, расскажи ему, неожиданно вклинился Курама. Больше некому расскажи ему все. Я запутался, тихо прошептала Наруто, позволив себе секундную слабость, неожиданно уткнулся в грудь опешившему четвертому. Я так устал, прошептал он. Против всякого сомнения, седьмой почувствовал, как неуверенно сжимаются и прижимают его к себе руки и пусть будет отца. Сейчас ему это нужно. Как никогда. Даже если это очередная иллюзия. Наруто. Нет времени, с сожалением вернул его в реальность Курама. Седьмой решительно отодвинулся, ловя на себя обескураженный взгляд четвертого. У нас нет времени, с горечи прикусил он губы. Совсем нет. Это может показаться тебе бредом, но просто прошу, поверь мне. Это будет история о мире, о происхождении чакры и корни наших бед, а еще о паршивых друзьях, дать тебе я. И Наруто торопливо начал свой рассказ. Потому, понимаешь тот, кто стоит за всеми, а Кацук не совсем обито. Точнее, он тоже там есть, но тебе надо бояться его, Зецу и Нового Девятихвостого. А еще возможно во вторжение Асусуки, что похабать, просто постарайся не запускать всю эту дерьмо. Я Саске получил треть чакры Курамы, но вливать чакру Хвостатых в статую Гидонада последовательно, а они пока только на Трехвостом остановились и пока чакра Каюби хранится в особом кувшине, его можно спереть. Нужно. И, Наруто поднял взгляд на четвертого. Я мне жаль. Я твой и твой сын, он не одобрял цель Якацуки. Он запечатал в себя Трехвостого. Это вскрылось. Он проиграл. Но с другой стороны, Наруто колотило. Даже этот я не был говнюком, слышишь? Почему Минато едва мог выдавливать из себя слава? Ты рассказываешь мне все это. Словно-словно прощаешься. А ведь он, в отличие от тебя, не дурак, тихо покачал головой Курама. Только вот на тебя реагирует не вполне адекватно. Что в этом, что в родном мире также же Саске сказал, подставился, пытаясь вытащить тебя из лап техники Кагуя. Так и есть. Я не дамся им живым. А тебе надо уходить. В Канаху. У тебя ведь хватит чакры, перенестись туда? С беспокойством прошептал седьмой, встряхиваясь. Он не верил, что четвертый мог поступить так опрометчиво, но в словах Курама был резон. Я не брошу тебя, дернул плечом на Микадзе. В глазах у него креплая решимость умереть. Наруто крепко выругался. Я так и знал. Ощетинился он. Ты давно ищешь смерти. Только повода подходящего все не было и не было, а тут глаза седьмого мигнули. Я рассказал тебе о судьбе твоего сына. И всем твоим безумным надеждам пришел конец. Нет, черт возьми. Ты будешь жить. Ради Канохи. Я умру ради своего сына, с мрачной уверенностью заявил ему Минато. Положив ему руку на плече. Нет, стряхнул его ладонь седьмой. Ты не можешь химоварить, черт, да она останется там совсем одна. И Саски, так, выживи сам. Парировал четвертый. Я задержу их, а ты беги. От него не скроешься, покачал головой Узумаки, вдруг выпрямляясь. Он уже здесь. Уходи. Тебе нет смысла умирать. Нет, упрямо ответил Минато и переместился из хижины. Одновременно Наруто заметил, как осветились ее стены барьер. Пустая трата чакры, покачал Мордеку. Идиот взревел седьмой. Да, и в кого такой ты, Баруто? Грустно поддел его лис. Слушай, раз уж он купил он немного времени, есть один режим, о котором я тебе не рассказывал. Что за режим? Оживился Узумаки, напряженно наблюдая в окно. Затем, как четвертый призывает жопы, вступает в бой с да откуда сюда занесло Сасаря и Дейдару. На запечатывании их не было. А еще какая-то незнакомая девчонка. Наруто нахмурился. Отчего-то та показалась ему знакомой. Не отвлекайся на баб. Дал ему ментального пинка лис. Этот режим он крайнее средство. Помнишь, технику Гая? Врата смерти? Со странным спокойствием спросил Наруто. Да, принцип схож. Ее использование. Сожрет тебя изнутри, но думаю, мы сможем надавать пинка Саске. Отлично, мрачно кивнул Узумаки. То, что нужно, Тибайо. В прошлый раз мы его недооценили. Но сейчас мы им всем покажем. Кураму его голос дрогнул. В последний раз. Зато вместе, с грустью отозвался лис. Давай, Наруто покажем им. Что это за сила? По подбородку Саске стекает кровь. Его глаза для этой битвы он использовал второй рейниган Нагата взамен потерянному Шарингану. Непривычно было биться без него. Но, мелькает в его голове мысль, его не спас бы родной Мангикю. Сейчас глаза Учиха слепы. Пламя, внутри которого буквально сгорал Наруто, пожрало их, оставив сварившийся белок. Этот режим он горел, в самом деле горел изнутри и был наполнен силой, страшной мощью. Это режим Бариона, зачем-то ответил седьмой, короткие волосы которого ложились в подобие лисих ушей. Одно целое двор вокруг некогда тихой хижины был усеян неизломанными марионетками и воронками от взрывов. Четвертый расправился с Сасарей Дейдарой, осталась лишь девчонка. Она похожа на то, как, если бы вашей сумасбродной одержимости Сучхой, появился бы приплод, даже в такой ситуации умудрялся шутить лис. Но, как водится, в каждой шутке Наруто вздрогнул, обернувшись. Раненые жабы вернулись на Мьебако, а изрядно потрепанный, чуток дымящийся четвертый остался один на один с Сущей Девчонкой, в глазах которой вращались Томаэ Шарингана. С этим потом разберешься. Рявкнул лис. Режим заканчивается, кончай его скорее. Седьмой замер. Наруто. Ревел Курама, но тщетно. Узумаки не двигался. Дурень, пойми, он тебя не пощадил и не пощадит никогда. Вы с ним из разного теста. У него нет больше Риннигана, ни одного. Саски не сможет призвать статуи и возродить Десятихвостого. Он даже переместиться между мирами не сможет. Убивать его нет нужды, дать тебе. Уверенно воскликнул Наруто, хочнувшись, осел на колени, напротив замершего в аналогичной позе Саски. Режим Бариона кончился, Наруто чувствовался себя, как никогда паршиво. Болела каждая клеточка его тела и даже Наруто. Ревкнул Курама. Сейчас его можно кунаем достать. Давай, пока не поздно он оставит себе новый шарингон. Вон девчонка-донор. А клетки Хаширомы у него и без того есть, и Ринниган вопрос времени. Ты не можешь оставить этому миру такой подарок. Поканчи с этим. Саски мой друг, даже если сам он считает иначе. Сплюнув кровь, откашлявшись, заявил Наруто, пытаясь сфокусировать взгляд на Учихи, тот отчего-то двоился в его глазах. Я умру, но останусь стоять на своем, упрямо прошептал он. Ты не умрешь, вдруг смирившись, устало произнес Лис. Умру я. Что? Седьмой встрепенулся. Ты-то обманул меня. Наруто, чуть усмехнулся Кьюби. Ты прям и честь душой, но мир вокруг тебя нет и он обязательно будет стараться воспользоваться твоей верой. Голос Девятихвостовый Лиса стал слабее. Нет. Прокричал седьмой. Ты не можешь, не можешь меня бросить, мы вместе до конца. Сейчас наши пути расходятся, Наруто. Проживи хорошую жизнь и не дай Учихам испортить ее. Не, убей его. Докажи свою преданность. Делай Акацуки, сделай это, Рукиа. Ты ведь мечтал об этом. Внезапно подавший голос Саски вернул их в реальность. Я могу убить Хакаги, если у девчонки и кишка тонка, хмыкнул голос подоспевшего кисами. По спине у Наруто пробежали мурашки. Нет, прозвенел в тишине тонкий голос. Я сделаю это. Убью своего отца. Что за... Подавился слегка передумавший тот час исчезать Лис. Наруто. Не смей. О, Куби слишком хорошо знал мальчишку, которого знал с момента зачатия. Четвертый нужнее Канохе. И этому миру упрямо заявил седьмой. А я ты был рядом со мной всю мою жизнь. И умрем мы вместе. И он применил единственную технику, на которую ему хватило бы сил самую простую обычную технику замены. Нет. Тот нечеловеческий крик не мог принадлежать Саске или мог. Наруто открыл глаза, взглянув прямо на дрожащую девчонку с жутко знакомыми чертами. И несмотря на торчащую из его грудь иконой, обернувшись на застывшего в немом ужасе четвертого, Наруто выдал. Ты должен разгрести хотя бы то, что сам заварил хлопок обратного призыва на гору. Мьебоку заставил его улыбнуться, проваливаясь в измерении печати. В последний раз, седьмой встретился взглядом со своем биджу. Курама истончился, напоминая больше легкое облачко, нежели грозного Кьюби. Ну вот, зачем было дурень покачал мордой тот. Прости, виноватый улыбнулся Узумуки. Я не мог иначе. Я знаю, слабо выдохнул Лис, поднимая лапу в до боли знакомом им двоим жести. Бывай, Наруто, бывай, мой друг. Левонько стукнул растворяющийся кулак седьмой. Мы были неплохой командой. Еще какой, дурачина, донес до него отзвуки легкого рычания неведомо откуда взявшийся ветер. Но Наруто лишь тепло улыбнулся на это. Он слишком часто слышал эту нелесную характеристику сначала от учителя в академии, затем от какаши сенсия, от Иросинина, от Саски, от друзей, от врагов. Да, и он дурак, родился таким, жил и умер тоже. Но он не предал друзей, а предал себя. Свои убеждения, сколь глупыми бы их не считали остальные даже пусть его мир иллюзия, в этой иллюзии родились его дети, там был построен целый мир и они помнят. Все помнят. Хоть это нереально, они знают, как все могло бы быть одолея не с Саски ту проклятую каргу-кагую. Пусть Наруто дурак, пусть балбес, но он будет верить, что это было не зря. Что его идеалы переживут его, что его голос будем звучать в умах подрастающего поколения и что однажды Хима найдет путь домой. Обнимет Хинато Чан за него и отвесит легкого шелбы на Баруто он будет верить в это. Как бы глупо это ни звучало. Наруто будет верить и в то, что умер не зря. Что четвертый соберется, что найдет в себе силы жить дальше и бороться, охраняя свой мир и что смерть Наруто хоть немного убедит его в том, что этот мир еще стоит спасать. Потому что иначе перед глазами мелькнуло испуганное лицо незнакомки с узнаваемыми чертами и иначе этот мир скатится в ту же бездну, что и его собственный. А Саски друг, которого он пощадил, возглавит это падение. Этот мир не такой, как его собственный и все же Наруто успел полюбить и его. Это место не самое плохое, чтобы умереть. Перед глазами мелькнуло лицо Сакуры, немного иное, но все равно родной старик-извращенец здесь он был жив и даже счастлив с бабулькой Цунади. Ни Джи Йон здесь еще жив и наичи Шикаку все не имели шанс здесь. Как и Хинато, перед глазами вместо несущейся в ужасе прочь местной версии Ахьюга, мелькнуло чуть укоризненное лицо жены. «Ты совсем себя не бережешь, Наруто Кун, поспи хоть немного», – прошептала она. «Прости, Хинато Чан», – прошептал седьмой, «чувствуй, как горло подступает соленый ком. Зато теперь я-то сплюсь за все годы, дать тебе я». «Я спать тебе», – ласково прошептала предсмертная галлюцинация, подтыкая ему нересть откуда взявшиеся одеяло и тихо ложась рядом. «Спасибо, Хинато Чан», – сонно прошептала Наруто. «Присмотри за Баруто, а то он такой шалопай». Совсем как я он улыбался, спокойно погружаясь все глубже в свой последний сон прямо на чужой земле, в окружении врагов. Ведь Наруто умер не как Дженчу Рики, Ку исчез чуть раньше, так что его воскрешение с помощью техники второго ничего не даст Саске. Кроме напоминания. Глава 33. Потерянный рай, Кушина. Полуза Душана выдохнул Минато. И, действительно, с макушки облаченного в черное кимонок и белегко спрыгнула та, что обычно являлась четвертым во снах. Отличием было то, что на сей раз у Раскушина не билась в агонии, не сжимала в побелевшей от гнева руки страшное орудие пыток сковородку, и даже не смотрела на него гневно обличающее. Нет, на сей раз по спине у Намикадзе пробежал не просто холодок, ему казалось, что он очутился, как минимум в стране снега или градус там, где бы он сейчас ни был, стремительно снижался. Словно сама кровь медленно стыла в его жилах. Против воли проглотив вязкий комок в горле, Минато заметил знакомый зеленоватый отсвет медицинских техник. Похоже, на сей раз он подошел к краю слишком близко. Но Кушина ведь должна быть в желудке шинигами вместе с Кьюби. Четвертый вновь впился взглядом в это жуткое несоответствие. И этот лис не пешил перекусить пополам его, не Кушина спокойно сидел позади еще и облаченный в кимоно, словно-словно жабий бос, комиссами его возьми. «Кушина!» — вновь вопросил он, хмуря брови. Собственный голос показался четвертым каким-то чужим, слишком робким, слишком неуверенным. Но из ситуации, вот и свиделись, датьте бы не. В следующую секунду Намикадзе, шипя потирал затылок, по которому схлопотал за трещину. Била Кушина, как всегда метко и безо всякой жалости, но и обнимала также порывистый и крепко. Минато задыхался, но не от трещащих ребер, а от нахлынувших чувств. Эти волосы, этот запах — все это сводило его с ума. И самое жуткое он был только рад пасть в эту сладостную пучину безумия. Но ничто не длится вечно. Особенно приятно да истому наваждение. Начисто игнорируя его возражения, Кушина отстранилась, чтобы затем цепко взять в свои ладони его лицо и одарить четвертого своим фирменным испытующим взглядом. «Родная!» Пятой точкой чуя надвигающуюся бурю, — прошептала Намикадзе. «Камисама, Минато, не рассчитывай, что щенячий взгляд и престиженный вид спасут тебя». Алые волосы внезапно взмыли вверх, а весь вид жены свидетельствовал о том, что жить Намикадзе осталось недолго. Кушина, послушай, я всем могу объяснить. От ужаса перешел на какие-то дикие штампы из романов Джирая IV. Он не боялся ни черта, ни бога, но вид разъяренной жены вызывал в нем почти первородный ужас. Потому он медленно попятился, пока не прибегающие к решительным действиям Кушины. «Что ты там не объяснишь, Тибаня? Твой трогательный служебный роман с орачи? Или конфуз с сучхой? Или, быть может, то, как быстро ты похоронил нашего сына, дурень-то порогий?» Материализованный из ниоткуда внушительный тесак на глазах трансформировался в более тупой, совсем как Минато, предмет кухонной утвари. Четвертый нервно вздрогнул и почти явственно ощутил, как вырастают на голове симметричные шишки-рожки. Сбывался один из его худших кошмаров, а ведь так заманчиво все начиналось. «Живым не дамся!» Решительно заявил он, и желтая молния начала играть игру в салки с кровавой хамбонерой. «Здесь твои фокусы не помогут, родной!» Скровожадная улыбка проинформировала его Кушина, занося свое дьявольское орудие. «Это домашнее насилие!» «Я буду жаловаться в позорный улепетывающий. Четвертый не успел договорить, потому что получил весьма чувственный пинок под зад. Кушина, ты сумасшедшая!» Проорал он, «Краснее как рак или как бушующие волосы супруги!» «Будто ты этого раньше не знал, Тибани!» Под странный утробный смех лиса продолжила свою погоню Кушина. «Ладно, я, но ты этот сон противоречит всем законам логики!» «Ты, Каюби, вдвоем издеваетесь надо мной!» «И откуда ты узнал об ораче и учихе?» «Я плод твоего воображения, дурень!» Вновь смачно треснула его Кушина. «И знаю тоже, что и ты!» «Логично, не хотя», — признался Мината. Тогда позволь он остановился решительно, перехватывая руки жены и привлекая ее к себе в жадном поцелуе. «Это ведь мой глюк все-таки», — сказал он со счастливой улыбкой, отстраняясь от нее Кушина. Несмотря на успокоившиеся волосы, лицо жены было каким-то странным. А в серых глазах Мината, к удивлению, заметил слезы. Истолковав это по-своему, он неловко сгреб ее в объятия. «Я вытащу тебя оттуда, Кушина, я обещаю!» «Не стоило надеяться на орачемару, я должен сам растерянно шепталон, гладя ее по волосам!» «В этом нет нужды, Мината», — тихое признание жены заставило его вздрогнуть. «В каком это смысле?» Тихо взревел он, потому как в голове у четвертого просто не укладывалось, я же не мог настолько глюкнуть, чтобы отказаться от этого. «Что ты знаешь о примененной мной технике?» Ничуть не смутилась Кушина. «Только то, что она призывает шенигами, и твой враг обречен, но и ты труп, потому что за все нужно платить. А чтобы шенигами не дергали почем зря, была придумана жутковатая легенда о том, что и поверженный враг, и применивший технику оказываются навечно запертыми в желудке у шенигами, будто тому делать нечего, кроме как проштрафившихся шиноби вечность переваривать. А, ну и вечные муки тоже звучит весьма устрашающее. Но на самом деле желудок шенигами — это запертое подпространство, в котором нет ни времени, ни ничего. Пустота. И уже из этого кармана шенигами тянут энергию с угодивших в эту ловушку. Там только ты, твои мысли и упрятанный тобой туда же враг, куда без него. И чем-чем это отличается от моих представлений? Недоумевал Минато. Только наличием выхода из этого состояния. Скажи, Минато, как думаешь, что будет, если старые враги поймут друг друга и даже простят? Кушина, что-то мне совсем уже не нравится этот бредовый сон, тихо пробормотала на Микадзе, невольно покосившись в сторону спокойно рассевшегося Кьюби. Может, потому что это и отличает сны от реальности. Тихо прошептала Кушина, заставив волосы на затылке у Минато зашевелиться. «Ты нереально!» — упрямо ответил он. И мерзкий пикающий звук прервал его обличающую речь. «Что это?» — хмуро спросил Минато, глядя на то, как с легкой досадой жена пялиться на пикающую коробочку. «Пэджер!» — на автомате ответила та, и тут же осеклась. «Минато, не бери в голову!» «Я и так сказала больше, чем нужно!» «Мне пора!» «И тебе тоже!» «Давай кушай кашу, высыпайся и бывай на солнце, а то рожа скоро станет бледней, чем у орачей Кушина!» «Рявкнул четвертый!» «Как в мою голову попал этот чертов пэджер, если я раньше о названии таком знать, не знал?» «Дурень!» Донесло до него рычание лиса, а затем зеленый свет заслонил собой все. Но с возвращением, Хакаги сама. Скупо поприветствовала его Цунади, точнее взгляду четвертого предстал ее сильно выступающий бюст, но вскоре за ним показалась и его хозяйка. Вместо которой перед его внутренним взором мигнула Кушина, а еще у Мината яственно замыла задница, чего уж точно не могло быть, если только его глюки были чуть более реальны, чем обычно. Ты уверен, что так все и было?» Нахмурился, слушавший его рассказ жабий мудрец. Да, без особого энтузиазма кивнул Мината. Он опустил большую часть приключившегося с ним в том кошмаре, пока он плавал между жизнью и смертью по возвращению сами четыре дня назад. «Мальчик, мы ведь спросили, почему ты не воспользовался всепоглощающей печатью мертвого демона?» Покачала головой расстроенная Шима. Я и ответил, пожал плечами на Микадзе в приступе самобичевания, захватывая в рот тихо попискивающий угощение жаб. «Что если это было не просто бредом моего угасающего сознания? Просто скажи, что не стал жертвовать своей душой ради малознакомого паренька», хмыкнул Гамабунта. «А чего вы на меня шикаете?» Осведомился он у вскинувшихся было Фукасаку и Шимы, однако тут же заметил выражение лица четвертого. «Да чтоб меня, ты прав», безэмоционально ответил Минато. «Я бы использовал технику, иди речь о канухе, но тут мы ведь призвали тебя в последний момент, дурень. Ты был готов умереть». Нахмурился Фукасаку. «Я камень, который невольно сжимает на Микадзе, крошится в пыль. Не думал, что руки способны убить меня. Еще одна твоя ошибка», хмыкнул Гамабунта. «На сей раз на него никто не зашикал. И все же Инамирец спас тебя», подал голос Гамамару. «Ты говорил, что Наруто здесь ждет великое будущее», напомнила Шима. «Будущее туманно», уклончиво ответил мудрец. И Инамирец Гамамару замолчал, вглядываясь полуслепыми глазами в одному ему ведомое измерение. «Изменил бы еще больше примениминат и технику призыва Шинигами», вновь отозвался Гамабунта. «Слушай», не выдержал Фукасаку. «Что ты имеешь против нашего мальчика?» «Ничего», гулко квакнул Гамабунта. «Кроме того, что Инамирец мне понравился больше. Ты же его едва мельком увидел», покачала головой Шима. «Все равно, вот был настоящий воин и Хакаги, не то, что и достаточно». Проскрежетал мудрец, вышедший из легкого транса. «Все идет так, как и должно идти. Оставьте Мината. Его путь еще далек». И нет, Гамабунта, лопать его нельзя, они шли уже неделю. Причем нет бы использовать какой-то более современный и надежный транспорт, чем многие, но нет. Отчего-то взрослые были убеждены, что так их скорее найдут. И сколько бы Барута ни пытался это спорить, мать оставалась непреклонна, а чего уж он точно не ожидал, так это того, что их всех поведет именно она. Не дяденька Кеба, не шины сенсей. Даже не шустрая и кряткливая тетка Сакура, а такая-такая, комисама, домашняя мама. Кто же зал, что-то они только знают тысячу и один способ отстирать по-свински угоженный белый ботин плащ, чем изрядно экономила бюджет Канохи, ибо марался чертов Бати, будь здоров, и пятна от ромена, страшным любителем пожрать, который являлся Бати, тут просто цветочки. Сложнее всего отстирывалась та болотная жижа, да и непонятная лиловая растительная хмарь, что-то и дело оставалось на нем без всяких видимых причин, словно тот регулярно продирался сквозь джунгли, хотя сам тупой Хакаги то и дело твердил, что сидел на кресле ровно когда доказательства были на лицо. За эту неделю Барут регулярно ловил себя на мысли, что его список раздражающих и откровенно бесящих в Бати вещи существенно расширился. Вот, например, что за придоль такая постоянно улыбаться своей фирменной улыбкой солнечного идиота с каждого рекламного билбарда в стране и даже за ее пределами. Тогда как как быть может, он уже мертв. Узумаки замер, пораженный этим внезапным открытием. Нет. В покрытой дорожной пылью плакат что за каменный век то. Дать тебе за. Полетел увесистый булыжник в результате которого у Бати вместо тупорылой улыбки образовалась нехилая дырень. Ах ты, мелкая тетка Сокура почти исхитрилась отвесить ему подзатыльник, но была остановлена подоспевшей маманей. Демонстративно задрав морду вверх, Барута гордо прошествовал мимо начавших выяснений отношений женщин. О чем он сейчас точно жалел, так это о невозможности воткнуть в уши наушники, чтобы не слушать, как эти двое ссорятся по поводу вопросов воспитания подрастающего поколения. Идтибаса, только вклинившегося на правах педагога Шина Синси там не хватало. Барута. И надоедливый Сарада Чан тоже у зумаки вздохнул, чуть повернувшись в сторону сокомандницы. Чего тебе? Недовольно пробурчал он, чувствуя, как мерзко чешется левая пятка и в самом деле за трещину тучихи вышла увесистой. За что? Тем не менее, прогнусовил он разбитым носом. Думаю, Сарада недовольна тем, как ты проявляешь неуважение господину седьмому, спокойно на самом деле бесяще улыбаясь, просветила его ходячая википедия, он же Митсуки. Это мое дело, ощетинился Узумуки. Как относиться к бате? Сперва своего отыщения Гера, говоря последнее, Барута уже сообразил, что сморозил лишнее, но слово не воробей или что там еще в древней пословице говорилось. От расправы Узумуки спас дядь Кокеба, и поднявший его за шкирку и зашвырнувшую какомару за загривок, и пусть Барута теперь жутко провоняет псиной, он был спасен от гнева Учихи. И в самом деле, засыпая на теплом шерстяном боку, лениво думал Узумуки. Сокомару мы слишком приметная и разношерстная компания для передвижения общественным транспортом. Снился ему треклятый плащ седьмого, отдалявшись от него все сильнее и сильнее, несмотря на все старания Барута догнать его. Он почти умолял проклятого старика остановиться, но тот был глух пока Узумуки внезапно не врезался в его спину. Тот же правую руку, чуть выше локтя, обожгла знакомая сильная охватка. Теперь уже Барута хотел убежать, но отец держал крепко. На Узумуки невесть откуда обрушилась волна удушающего страха. Он вился ужом, но старик был непреклонен. Сердце зашлось в нездоровом бешенном ритме, Барута предчувствовал что-то, что не оставит его прежним, а потому хотел убежать. Подальше от отца и того, что тот собирался ему сказать. Сын Даттибаса, только не этот вечно серьезный тон. И нет, черт возьми, старик даже удосужился присесть перед ним на корточке, так что Барут оказался выше него. И черт, глядя сейчас на это нетронутое фотошопом или хинге лицо, Узумуки невольно думал о том, как же Хакаги все-таки устает на своей проклятой работе. Чего тебе? Не оставляя попыток выбраться, пробурчал он. Жесткая, покрытая мозолями от ручки, ладонь неминуемо сомкнулась на его голове, испортив и без того тратившую свой лоск за недельных поход прическу Барута почувствовал, как внутри у него вместе этим в сущности привычным жестом, от которого он в последнее время столь тщательно уклонялся, что-то предательски сжимается. Начавший было формироваться, ком в горле нанес неожиданный удар, заставив слезам выкатиться наружу. Это была и обида, и горечь, особенно от того, что столь дорогая ему рука безжалостно отпрянула. «Лучше не навидь меня, так будет проще, Барута, спокойный, даже будничный тон, с которым этот мерзкий старикашка произнес такое, заставил, заставил Узумуки вспомнить, что последним брошенным в пупыхах словом вечно удаляющую спину отцу было, да чтоб вас всех дать Тебаса». Слезы уже текли ручьем, и всхлипывая, словно какой-то сопливый малолетний идиот, он пытался уцепиться во вновь ускользающий от него край плаща, но все было тщетно. «Тебе туда дороги нет?» сын донес до него тихий голос отца и ветер, а после-после Барута проснулся в холодном поту. Он в самом деле провонял псиной, но Акамару поблизости не наблюдалось. Рядом с ним лежал смятый, но пустой мамин спальник, а на небе только-только занималась заря. Их импровизированный лагерь спал и только в луче предрассветного солнца в руках у отошедшей на приличное, чтобы не перебудить всех расстояния матери, блеснул металлический корпус телефона. «Никаких гаджетов значит нас могут найти?» «Ну-ну!» рассверепел Барута, почти не заботясь, что его топот почти гарантированно будет остальных. И только он собирался высказать оказавшейся столь лицемерной мани, что он о ней думает, когда слуха его долетела. «Конахэмру-кун, я понимаю, что сейчас пять утра и что мы исчезли, не предупредив и не взяв тебя с собой, но, пожалуйста, проверь свиток призыва жаб. Просто проверь». «Конахэмру, если ты сейчас это не сделаешь, то клянусь, я заблокирую все тенкинцу в твоем теле». Отповысивший голос и избавившись от привычных префиксов матери, Барута стала нехорошо, словно что-то очень дремное должно было обязательно сейчас произойти или уже произошло, но узнают наверняка не только сейчас. Выроненный на сырую от расы землю телефон был худшим ответом. Как мгновенно посеревшая и походившая теперь на восковую куклу лицо матери. Сзади что-то истерично лепетала тетка Сакура, оказавшаяся тем не менее рядом с застывшей маманей первой. Сам Барута в ступоре наблюдал за тем, как все остальные что-то делают, как дядька Кеба поднял телефон и поставил Конохамру Сенси на громкую, как Вашина Сенси попросил проверить свиток еще раз, как тетка Сакура пыталась привести в чувство его мать, как дяденька Кеба начал ругаться и воспрашивать, а проверяли ли свиток призыва сразу после исчезновения бате. Кажется, такой же шокированный Сенси неуверенно заявлял, что да, черт возьми, проверяя только сжавшие его плечо тонкие пальчики Сарады на миг отрезвили его. Чуть повернув голову он увидел заплаканное лицо со-командницы, внутри вмиг поднялась волна раздражения. Еще бы! Вот она фанатка седьмого Хакаги, но что-то в груди предательски ухнуло и не позволило раздражению вырваться наружу. Может, это свиток ужаб обновился не сразу и нужна была неделя или что-то вроде того, чтобы появились новые данные о том, что седьмой сама теперь не в зоне доступа. Неуверенно пролепетала Учха, с утроенным рвением протирая очки. Вряд ли, как всегда, обнадежил Митсуки. Скорее всего, но его уже никто не слушал. Вскоре к громкой связи подключилась пятая, требовавшая их немедленного возвращения. И тут уже не выдержал Барута. А как же Химовре? Обводя присутствовавших злым взглядом, поинтересовался он. Ее, значит, спасать не надо, да. Затянувшееся молчание на том, и на этом конце провода заставило его смачно сплюнуть и скрыться в лес. Глава 34. Пепел на ветру, а немедленно двинулись прочь от границ резервации проклятого клана. Будь волей Химовре, она бы поспешила прочь из этого неуютного места, где ее сцапал тип, по странности соперничающий с дядюшкой Нейджи. Но Хару этот мягко улыбающийся сам себе парень, которого породил именно этот чудовищ на неправильном миром брел медленно, то и дело оглядываясь туда, где за поворотом скрылась нравившаяся ему девушка, которой тоже не нашлось места в ее мире. Потому что это Учиха. В ее конохе о клане Учиха говорили только шепотом. Она лишь знала, что дико нелюдимый папин друг папы Сарады был последним представителем. Его дочь уже полукровка. Не настоящая Учиха, как она Хьюга или тем более канавшая в лихолетие Узумуки. Говорят, их всех истребил и точит тот самый Анбу, что при перемещении залез ей в голову. Химовари поежилась. Здесь история повернулась иначе. Учиха, по большей части, были живы. В том числе и провожаемая Харуку наичи. Джоунин, если Узумуки верно определила. Вот только походила она не только на Учиху и не столько Химовари любила рисовать, даже брала пару уроков у дядюшки Сая, тот хоть и странный, но сказал ей интересную вещь, которую Узумуки предпочла запомнить. Рисование развивает наблюдательность. Помогает подмечать мелкие детали и по ним выстраивать цельную картину. Так, например, сейчас что-то на краю сознания царапало ее. А потому она не выдержала и, набравшись смелости, дернула за рукав погруженного в себя Синджу. Что? С запозданием вскинулся тот, хмурые брови и неосознанно копируя фирменное выражение лица пятой хрена надо. А на Учиха в этом все дело? Ничуть не смутилась этого взгляда Узумуки. Вот еще. До матери Хару было далеко. Да, Учиха, а какое дело? Морщись, точно от головной боли спросил ее собеседник. Дело в твоих предубеждениях. Это они взрывают тебе мозг. Так красивая кунаича Учиха, и это сводит тебя с ума. Ты хочешь быть с ней, но ее клановая принадлежность все портит. Химовари уверенно ткнула пальчиком в его вздувшиеся увеска вена. Синджу сначала тихонько икнул, а затем рассердился. Ах ты мелкая, много ли понимаешь? До руки и я, и он замолчал, и он замолчал, пытаясь найти ответ или же отвечая кому-то в своей голове. Мы старые друзья, наконец нашелся он. Ты смотрел на нее не как друг, а как конаху Морусан на тетушку Ханаби. Обреченно, порывшись в памяти, нашла подходящее сравнение у Зумуки. Синджу тем временем ненадолго завис. Тот шкет, внук третьего, и дочка главы клана Хьюга. Удивился Хару. Ну и Мирок у вас, нервно усмехнулся он. Скорее у вас, нахмурилась у Зумуки. Если бы у нас все определялось одними только клановыми заморочками, то ни Баруто, ни меня бы не было. А то если она тебе нравится, то не смей сдаваться. И указывать кому бы то ни было, с кем тебе быть. Станьхакаги в конце концов, как это сделал мой папа. И как это хочет провернуть Конохамеру. То, что работает с Хьюга, не факт, что получится у Синджу замер. Ты права. И все препятствие только у меня в голове. Вот видишь, тебе даже Хакаги становиться не нужно. Иди к ней. Ободряюще улыбнулась Химовари. Перспектива вновь остаться одной у границы с чужой территорией ее уже не так пугала. Ее отец всегда помогал людям, да и мама всегда заботилась в основном о других. Кажется, Узумуки начала понимать, чего же такого они в этом нашли. Сейчас она уже не ощущала себя такой уж бесполезной. Сперва отведу тебя Синджу задумался, прикидывая, что мама, наверняка, да поздно в госпитале, Сакура тоже остается, как насчет того, чтобы купить ей цветов. Неожиданно вела его на мысль Узумуки. Ну конечно. Хлопнул себя по лбу Синджу. Посидишь, пока сына, только не сплетничай ей о нас с рукой. Поняла, чересчур поспешно кивнула Химова под подозрительным взглядом Синджу. Тот уже не сомневался, что вскоре о его начинающемся романе с руки узнает половина Канахи, но пусть решил он. Зато перекроет хоть немного разговор о Саске. Ну и кретин, глухо отозвался Тобирама. Ругань в голове у Синджу стихла лишь относительно недавно. Словно предкам стало интересно происходящее вовне, а не только перемывание костей четвертым и руки. В девочке следы моей чакры, не обращая на них внимания, задумчиво проговорил Хаширама. В этом мире идиоты подняли нас и дотинси, проворчал второй. Нет, покачал головой первый. Брат, действие техники было кратковременным, так сказал Наруто. А этот ребенок не похож на того, кто вырос на войне. Значит, частичек моей чакры у нее быть не должно. Да и как ее отец заметил ошметки в Хару, но не рассмотрел в собственной дочери. Возможно, ты и прав, и тут что-то нечисто, но вспомни, Хашир, как мы бываем слепы, когда дело касается наших родных. Любовь ислепляет, жестко ответил Табирама. Понял, дури мелкий. Это твоя учиха до добра нас не доведет, и она покажет свою гнилую предательскую натуру. Брат вновь начал его увешивать Хаширама, но Хару уже не слушал. Его внимание переключилось на стоявшую за прилавком семейного магазинчика однокашницу. «Привет», снова неловко сказал он, и если бы не тошившая его на буксире Химоваре, «О, выпучил глаза Еманука». «Быстро ты! Сейчас что-нибудь подберем!» И направилась была к один и четвертого. «Ага», ответила за него Зумуки. «Я Химоваре, можно я помогу с букетом, а тетя Инна?» «Скажешь тоже тетя», фыркнула Еманука. «Я ведь тебе не старуха». «И подсолнух?» Она вновь недоверчиво прищурилась. «Кто ж тебя так назвал?» «Ты скорее Василек». «Или фиалка», усмехнулась Инна. «Приглядишь за ней?» С легкой Еманука. «Мне интересно пообщаться с этой мелкой дерзкой родственницей красавца Хакаги на последних словах Инна поняла, что спалилась и густо покраснела». «Чем тебе подсолнухи не угодили?» Засопела Химоваре. «И не фиалка я. Тем более нежная». Последнее больше всего уязвляла Узумуки. Про нежную я ничего не говорила, хмыкнула та. «Это ты сама сказал». «Значит, таковое себя и считаешь». «Я не права». Узумуки вновь засопела. На этот раз молча сверлят тетку Инна недовольным взглядом. Харун даже порадовался, когда ему наконец всучили букеты, снабдив морей ценных советов, которые он и так зал, из проклятых отцовских книжек, выпроводили вон. Угрызения совести он не испытывал. Мелкая только казалась нежным цветочком, надели же он и не завидовал. Узумуки уж эти дьяволы, кого хочешь доведут, проворчал, вновь обращая на себя внимание, Табирама. Потому то их почти и не осталось. Разбавленные намирные водиться не в счет. Хотя сочетание, конечно, второе хмыкнул. Страшнее только у Чихо Сузумуки, даже не Синджус у Чихо. Подловил его первый. Хару застанал. Страсти в его черепной коробке вспыхнули с новой силой. А что будет, если собрать потомков Синджу у Чихо, Узумуки и Хьюго в одно общее? Возьми сказание он. Ибо что Хару точно уяснил, так это то, что единственное, что способно отвлечь предков от его личной жизни это спорный и мудреный отвлеченный вопрос. Ответ его, впрочем, удивил. Если верить некоторым доходившим до меня древним источником, то от Суцуки, ответил Табирама. Так называемый прародитель чакр последовавший затем лекции оказалась весьма познавательной. Только вот недолгой, только оказавшись на территории квартала Учхо, второго вновь переклинило. Ахар ушел по этим почти пустынным улочкам, он не ощущал неловкости или чего-то еще. Он привык ходить здесь, ведь он здесь на него уже почти не косились до того, как он ушел на три года из деревни, а Саски не оставил у него в груди дыру. Сейчас на него смотрели еще как это, а также шепотки вокруг торчащего у него из-за пазухи букета заставляли Атабираму извергать проклятие все то, что он думает, что вырождение их рода с удвоенной активностью. И вот наконец впереди показалось знакомое очертание домика руки. Сколь кругов он обошел вокруг него и не счесть а вот набраться смелости и постучать сердце гулко билось где-то в районе горла Хару не было так страшно, даже когда мама не обнаружила, что он перепродал ее лотерейные билеты за пол цены, но я же могла выиграть, дурень. Однако решение входить или нет подсказал шум борьбы, донесшийся до его ушей из распахнутого или разбитого насквозь окна. Даже предки заткнулись, позволив ему сосредоточиться. Толкнув незапертую дверь и едва не запнувшись об улепетывающего жуткого котяру руки, он бросился к источнику шума. Я же говорил тлело в воздухе. Однако молчал не только Хаширама, но и его брат. Хару же чувствовал, что что-то внутри него ломается и прежним уже не станет. Руки! Шепчет он, отчасти еще не верив увиденное. Некогда уютная кухонка была перемолота в щепки. Учха стояла посреди этого хаоса растрепанной так, что ее непокорная грива могла соперничать с той, что была высечена у Модар в долине завершения, а взгляд дикий, безумный, обреченный. Но все это лишь верхушка айсберга уходившего в распростерт его у ее ног, папа. Теряя контроль, кричит Синджу. Букет из белых нарциссов летит к черту, падая прямо в бушующий на кухне огонь. Что ты натворила? Орет он. Лицо руки вытягивается, стремительно бледнее. В ужасе она пятится от него и поскальзывается на луже крови. Крови его отца. Хару не выдерживает, он привык-привык доверять своим глазам, но сейчас они либо жестоко его обманывали, либо но ведь в квартире больше никого не было. Зачем? Срывающимся голосом шепчет он. Он тщетно пытается поймать волну и войти в режим отшельника, чтобы понять, что Мадара возьми, ей двигает, чтобы на собственные чувства душат его, мешая в кои-то веки мыслить трезво. Успокойся. Хлесткой пощечиной одергивает его голос второго. Он жив, но может умереть, если ты не отомрешь. Вторит ему первый. Доверься мне и займись делом. Сперва вытащи его отсюда. Отдает распоряжение Табирама. И в самом деле от дыма или от вскрывшегося предательства по щекам у Хару текли жгучие слезы. Он не понимал. Решительно отказывался понимать, почему она это сделала. Что же такого непристойного выдал ей батя, что Руки-чан так переменилась? Саски оказался идиотом. Потому его место в Акацуки займуя. Звенящим, почти срывающимся голосом внезапно прокричала Учиха, поднимаясь на дрожащие ноги. Я должна отомстить своему отцу четвертому Хакаге. Он убил мою мать, бросил меня, словно я ошибка. Хару, ты не можешь знать, что такое чувствовать себя ошибкой. От этого отец он просто пришел ко мне не в то время. Чтобы вступить в Акацуки нужно сжечь все мосты. Это был «Он не для тебя. Спаси его и забудь меня». Почти умоляюще закончила руки и прыгнула через огонь в окно. Хреново из нее злодейка задумчиво заявил Табирама. Чего встал? Вытаскивай его, пока оба не угорели. Я поделюсь своей чкрой, немногословно отозвался его брат. Он выживет. Не верим отнув головой и все же сумеев оторвать взгляд от того места, волок к выходу. Ну, мелкая. Решительно надвигалась нахимов рететка и на, точнее ее помолодевшая версии. Не хочешь рассказать, как так вышло, что после вызова к Хакаге не далее, как сегодня утром мой отец ходит словно в воду опушеной. У меня отличная интуиция. И я знаю, что это как-то связано с вашим появлением в деревне. Кто вы такие? И каким боком приходитесь родственниками нашему Хакаге? Уперев руки в бока, прижала ее к стенке Яманука. Надо было драпать, пока была возможность и подумала Узумаки, ищущая, но не находящей пути к отступлению. Уж она то знала, какой сплетницей была тетушка и но в ее мире вряд ли они так уж отличались. Во всяком случае свой непростой нрав там же продемонстрировала. За неимним вариантов Химова решила включить дурочку, а пару раз непонимающе хлопнула ресничками и раз приоткрыла ротик. Не знаю, не пугайте меня. Я буду жаловаться господину Хакаге. Нет дурочка все же получилась продуманной обидой, но против потенциальных ковырятелей в мозгах все средства хороши. Ей хватило Анбусана и кипящего от обиды отца, когда Ямана Касан транслировал его воспоминания по приказу дедушки Мината. Да неужели на маникюренные пальчики крепко вцепились в ворот ее толстовки? А если ты этого даже не вспомнишь? И применила свою технику. Да сколько можно то подавилась возмущением на собственную слабость внутренней Химовари. Та тетушка Инна, что она знала, никогда бы да и никто бы не посмел. Вряд ли нашелся бы безумец, что осмелился бы покуситься на дочь седьмого. А тут шпыняют направо и налево, не церемонясь, дать об вас всех. О, у соплячки, наконец, проклюнули зубки. Неожиданно выступил с темноту знакомый силуэт. Только сейчас Химов превспомнила, что при перемещении кто-то внутри неутробно рычал, да и то, что сказал сегодня отец в ней частицы лиса. Привет! Почти в восторге прокричала она, кидаясь в сторону источника звука. Ой, тихо пискнула Хима, обнаружив там но очень маленького лиса, больше напоминавшего таракана рыжего такого, таракана у того свихнутого синджу. Якобину Йока. Обиженно выпятил свою махонькую грудь этот комок чакры. Раньше Узумаки часто представляла, каков может быть светился вступая с ним во взаимодействие или отделившиеся хвосты, которые порой страховали ее, когда она делала свои первые шаги, но сам лис ты хорошенький расплылась она в улыбке, конечно же, она была наслышана о темном прошлом последнего, но мечтать о друге и помощнике, что постоянно с тобой она раньше не могла. Чего? Искренне ужаснулся Кьюби. Какой хорошенький я демон лис. Я, злой и страшный серый волк, проходили уже, покачала головой узумуки. Ничего, ты ведь еще подрастешь, откормишься немного и станешь большим, сильным лисом. Обязательно стану мелкой, но не таким, каким бы хотелось, лисенок скривился. Для осколков есть ограничения по накоплению. Но я и сейчас кое-что могу, и Кьюби осклабился. У страха глаза велики от охоти тут всякие, то Учиха, то Яманука и если Учиха нам не по зубам, то с девчонкой разговоры коротки. Что это там у тебя? Взревела Инна, смотря на нее круглыми от страха глазами. Их только что выкинула в реальность. А сама как думаешь? И показав язык, узумуки стрекозой выпорхнула из магазинчика. БРР, ноги моей здесь больше не будет. Смотри по сторонам, мелочь шустрая. Прорал лис, но было поздно Химовари уже врезалась во впечатляющие своими объемами подушки безопасности, а именно в бюст пятой. Стены вокруг ходили ходуном, закрываться от мира, в лице сражения двух снинов, больше не представлялось возможным. Арчимару явно теснил своего старого друга. Проклятый змей. Руки скривилась, опуская кота на полы, оценивая обстановку. Впрочем, Арчимару, несмотря на вызываемое одним только видом его самодовольное бледное рожа омерзения, был в чем-то прав эта мысль, словно обухом по голове свалила ее. Саски в самом деле рвался не куда-то, а к четкой цели. Отомстить. Хакаги, деревни, и, конечно, Итачишишисуэ. Однако его планам не суждено было сбыться, вербовщик же остался. Арчимару не просто скользкий гад, а самый осведомленный еще ждет значит так оно и есть. Акацуки она слышала о них. Навряд ли, все угомонятся просто так. Или примут в свои ряды блистательного и ни в чем не замаранного Джоунина скрытого листа. Они же сплошь отъявленные мерзавцы и отвратительно сильные инукинины, она же руки и нервно рассмеялась. Арчимару, верно, все же дурак для того, чтобы втесаться им вдове одного паршива папаши Хакаги недостаточно. А значит, нужно разнять санинов пока они камня на камне от ее уютного домика не оставили вот только как. Она им не ровнее разве что руки приняла единственное верное решение помочь Джорай Сану. Его победа ее единственный шанс против сошедшего с ума ученого. Вот только тогда Чиха не могла понять одного это не Арчимару ошибался, это она обманулась. Ублюдок с самого начала знал о присутствии сокомандника, более того он позволил ему услышать каждое свое слово, а затем обнаружил его присутствие и с готовностью кинулся в бой намеренно теснять Джорайо, словно ожидая, когда пришибленная Учиха вступит в игру и тогда огонь, медленно пожиравший кухонку был непростым крупиц особого порошка, попадавшие в него выделяли особый токсин, с помощью которого было легко погрузить в гендюцу даже Учиху. Очнулась рука от порыва свежего ветерка, прорвавшегося сквозь гарь, когда ее кунный наконец в грызсе с отвратительно хлюпающим звуком в податливую плоть ухмыляющегося змея. Однако смех Арачимару раздавался позади у открытого окна, на подоконнике которого обнаружилась белая змейка. В ужасе она посмотрела на того, в чью плоть вошло ее оружие. Хару ее не простит. Отреклятая змейка перед тем, как исчезнуть прошипела координаты встречи с вербовщиком. Джорайо Нарцан что-то хрипел, еще дыша, но и его глаза были одурманены токсином. Теперь у руки был повод сбежать на край света к одним из самых отъявленных мерзавцев Миры Шиноби. Впрочем, Арачимару не стал убивать старого друга. Наметанный глаз у чихи различил бы смертельные ранения, но покушение на Саня на этот громко и помпезное то, что нужно для обиженной непризнанной дочери четвертого. Отомстить. Хоть через учители последнего. Появление же Хару с букетом нарциссов окончательно уверил ее назад пути нет. И нет, весь тот бред, что срывался с ее языка это был не только и не столько токсин. Руки задыхалось, а в горе ей ощущался сладковатый аромат нарциссов что мы? Лишь пепел на ветру. Ей стоило стать сильнее, если она хочет однажды отомстить Арачимару. Но перед этим она примет правила его игры. Станет героически сдохнет во благо деревни. Такова судьба бедовой дурочки, что не повезло с родителями с чем-чем, а со склонностью к самоуничижению у руки всегда был полный порядок. Главное, что Нигери был цел и даже сумел сбежать из этого дурдома. А в том, что теперь с ее дьявольским котом ничего не случится, Учиха была почти уверена. У Цунади выдался нелегкий денек, а перед этим и нучка. За событиями которых собственное пробуждение Макута на Меркла. Однако на всей этой нервной почве Синджу замечала, как опасно покалывает кончики пальцев и становится бледно-зелеными ногти. Выглядела жутко. Ощущалась не менее, но она успокаивала себя мыслью, что когда этот дурдом утрясется, когда этот дурдом она покачала головой. Надеяться на то, что все будет по-прежнему нельзя. Она знает своего мальчика. Хару изменился. Стал дерганее вместе с тем более погруженным в себя. Сама она тоже не избавится от накрывшего ее в тот момент ужаса. Как бы сильно Цунади не напивалась это не исчезнет. Вновь оживший жуки, пронзающий страх потери. Цунади вздрогнула, стиснув руки, если бы она только могла сделать хоть что-то. Но ее сын почти взрослый. Порой ей казалось, что он даже взрослее, с Джирайей, старых колухов его не запрешь. Везде соломки не подстелить. И все же Микото Учихи тоже казалось, что могла немногое. Вечно в тени, за мужем, за старшим сыном, за бедовым младшим. Она все же сумела дать своей семье мизерный шанс воссоединиться. Ведь Итачи он умный хоть и дурак дураком Синджу фыркнула. Это было нелегко, но операцией руководила она. Ее гемофобия заставляла порой отворачиваться, поджимая губы, но она была там. Концентрировала целебную чакру в жутко ослабевшем Учихи, спасшем ее сына. Это самое малое, что она могла сделать. Операция прошла успешно. Хару где-то шатался с Сакурой, а Цунеди, несмотря ни на что, доверяла ученице Джирайи и ушел с докладом к Хакаге возможно, уже вернулся. Потому она в кои-то веки спешила домой пораньше, бросив дело на старшего врача смены. Да эти ей не дала чрезвычайная наглость. Кто-то врезался аккурат в ее и так доставляющий массу неутопств в грудь. Ибо кому-то нравится, а у кого-то от этой ноши нещадно болит спина. Сцапав нарушителя своего личного пространства, Син-Джу приготовилась спустить на того всех чертей, когда узнала в нем девчонка-пришельца. Ты чего тут делаешь одна? Разъяренно втянула из ноздрей воздух Цун-Ди. Девчонка даже не шелохнулась, но явно зависла, обдумывая ответ. Не став дожидаться готовой сорваться лжи, она схватила мелкую за руку и потащила за собой. Все равно ведь мимо пройти не сможет и так хоть какая-то компания для готовой позеленеть от переполняющих ее эмоций Син-Джу. Особенно, если, вернувшись домой, она обнаружит ту же картину, что и последние три года звенящую тишину. Знала бы она, что не унимавшийся со вчерашнего дня тревожное чувство еще оправдает себя. Чертов закон парных случаев никто не отменял. Возврат в 32 главу. Часть 2 Кровь на пальцах. Накуная, что покатился по неприветливой землями руке вновь куда-то вело. Только на сей раз виной тому был не особый токсин Рачимару, а она сама. Все закрутилось слишком быстро. Вербовщик, оказавшийся учихой. Сначала презрительно фыркнувший, но узнавший о ее родстве с четвертым Хакаги, резко передумавший затем перемещение. Странное, через червоточину. И вот она уже далеко от родного дома, что, скорее всего, сгорел начисто. В какой-то сырой пещере, именуемой Базак Ацуки, они запечатывают какого-то парня с отвратительно знакомыми желтыми волосами и глазами. Ей сказали, что это Джен Чурики Кьюби. Наруто Узумуки. Из другого мира, зачем-то прибавил тип из разряда то ли баба, то ли мужик. К слову, у того были те же отвратительно желтые волосы и синие глаза. Казалось, это преследует ее руки и уже отказывается что-либо понимать, кроме того, что девятихвостый лис когда-то принадлежал Канохи и что ее деревня явно стоит знать эту информацию проклятый Арачимару поделился с ней призывом. Маленькая змейка упорхнула к своему ублюдочному хозяину Чеха лишь надеялась, что тот не проигнорирует ее сообщение. Ведь от нее изначально требовалось узнать, зачем Акацуки Беджу а не координаты убежища. И все же змей свое дело сделал. Рукиа, затаив дыхание, отметила приход четвертого. Тот пришел один и она с пугающей ясностью осознала, что ухмылка Сасаря о том, что ее мечта близится к осуществлению, была оправданной. Тот Учхо в маске он называл себя Мадарой, хоть это было невозможно. Твердил, что она должна стать сильнее, иначе так и останется бесполезной. Мангеке Шаринган раньше она лишь слышала о нем, но этот Учхо говорил, что, убив отца, у нее будет шанс его пробудить. Учхо поежилась. Эта мысль не давала ей покоя. Хакаге она восхищалась им, мечтала быть похожей, напридумывала себе невесть, что оказалось ее рыцарь без страха и упрек оказался ее же отцом, которому она была не нужна. Прощай, последние юношеские мечты. Мир жесток, особенно, когда рушатся идеалы. И все же убить его? В животе у руки все свернулось в тугой комок ноющей боли. Как Хакаге четвертую покрывал Арчимару, но держал деревню на плаву. Вздохнула Баклинаха спокойнее с его смертью. Но вряд ли после потери Девятихвостова только желтая молния и змей удерживали другие страны в страхе. Даже без Биджу эти двое наводили ужас. Потому нет лучше не станет. Более того, если кресло достанется Арчимару руки мысленно застонало. Едва сдержало вздох облегчения, когда четвертую просто слинял, прихватив дженчурики. Вот только Учиха в маске оказался невероятно хорошим сенсором, а Хакаги проклятый четвертый далеко не перенесся. Все еще Ами. Сплюнула она себе под ноги, вглядываясь в промозглое небо. Вскоре стало ясно почему. Чертова желтая молния Канохи был не в форме и все же сунулся в логово врага. Внутри руки кипело. Вот так просто, очертя голову она могла встать сейчас на его сторону, но тут внутренняя Учиха изошлась в издевательском смехе. Это ничегошеньки бы не изменило. Четвертый обречен. А присоединиться к нему сейчас сдохнуть раньше времени она видела на что способен проклятый лжемодар и если сейчас тот не вмешивается позволяя Сасарис Дейдара развлекаться то это не значит что он не размажет их обоих после. Почувствовав на себе жуткий изучающий взгляд руки вздрогнула ей стоило прекратить стоять столбом иначе это вызовет подозрение и все же стоит отдать Хакаге должное он бился как мог. Вскоре Учиха поняла что переоценила обоих о Кацуке. Желтая молния уверенно теснила их и не оставляла попыток воззвать к ее совести как же глупо. Раздражение все же прорвалось через пелену неловкости и ужаса. Этот еще смел ее поучать. Учиха кипела и билась почти всерьез. Но сильнее всего ее сводила лишь одна мысль почему. Тот явился. Ради чего? Вернуть беджуфка нахуй или же странная схожесть этих двоих сводила ее с ума. Четвертый запер Джен Чурики в покосившемся доме своей знаменитой барьерной техникой. Глупо очень глупо вместе возможно у них Джен Чурики был обессилен. После такого не сражаются, если только увиденное далее и не только потрясло Чеху и заставило себя почувствовать песчинкой на ветру, но и остро пожалеть она избрала не ту сторону. Может, еще не поздно ее взгляд лихорадочно метнулся к разделавшемуся со своими противниками Хакаги. А не был на пределе дожатив топтать эту самодовольную рожу в грязь от руки и могла. Только здесь и сейчас. Иного шанса не будет. Поддавшись этой гадкой стороне себя, она ринулась в атаку чтобы не убить Нет См что что именно руке не решила. Мысли путались. И пока рядом шла битва подлинных тяжеловесов она отдавала дань своей задетой гордости и поруганной мечте он должен страдать. Как страдала я. Только и билась в ее разгоряченном разуме. В какой-то момент большой бой стих. Этот Наруто победил Чиху ослепив его. Но он не добил его. Руки этот жест изумил и одновременно разозлил она не слышала разговора между ними но чувствовала что этот святоша обрекает их на большие неприятности в будущем. Она уже хотела крикнуть это оставив наконец обессиленного Хакаги валяться на земле бессиленного но живого когда чертов Хошик Гекис не отправил все планы в бездну. Учиха была наслышана об этом Биджу без хвоста. И совершенно точно осознавала что ему ни соперник ни утративший свои не человеческие силы джинчирики ни выжатый четвертый ни она девчонка что практически на пределе. Мадара сан не волнуйтесь я прибыл обрушил ее последние надежды этот страшный человек больше напоминавший рыбу. Ждать от ноги не на преданности не стоит. Учиха надеялась что увидев лидера бессиленном Хошик Геки его покинет но нет ей хотелось выйти. Творьями кисами Учиха с разбитой маской и изуродован лицом совсем не похожим на каменный лик из долины завершения повернул свое слепое лицо как это видят обычные люди но он видел ее иначе ее почти лишенного сил Хакаги почти у ее ног более это обстоятельство пьянящей радости ей не доставляло Руки уже знала каков будет приказ этот ублюдок слишком хороший опытный сенсор даже без глаз убей его докажи свою преданность делу Акацуки сделай это Руки ты ведь мечтал об этом ну вот пожалуйста слезы все же брызнули из глаз глупая глупая девчонка неужели думала что сумеет лучше было ей бежать бежать из конохи и надеяться что Арачимару никогда не найдет ее но это было бы трусостью недостойной имени Шиноби и здесь на этом месте она могла хоть что-то я могу убить Хакаги если у девчонки кишка тонка хмыкнул растягивая губы в акулье усмешки кисами сердце руки сжалось вот оно сейчас или никогда или она пополнит число лежавших на земле трупов или сможет помочь конохи хоть чем-то даже если далеко не все ее жители этого заслуживают нет прозвенел в тишине ее собственный показавшийся чужим тонкий словно вот-вот порвется голос я сделаю это убью своего отца последнее она произнесла почти с яростью намеренно возрождая в памяти всю обиду и глухую боль иначе она никогда не сможет нанести удар сердце руки ухнуло куда-то вниз во рту пересохло она ведь сделает это сможет ли учиха прикрыла глаза это все если представить что это гендюцу и она просто желает помучить своего противника это нереально шепчет она за насек уны ее рука быстрая точна словно молния вот только негромкий хлопок возвращает ее в реальность барабанные перепонки режут звук который совершенно точно не мог принадлежать мадаре или все же мог как и тогда на кухонке ее рука находит не ту цель вместо сердца бросившего ее отца куны руки пронзает этого почти незнакомца незнакомца для нее но не для того кто скрывался за маской мадары пораженная она едва успевает испытать облегчение видя как срабатывает обратный призыв хакаги к его жабам тела ее ног хотя похоже на желтую молнию но им не является что ты наделала идиотка мадара двигается чересчур проворно для почти трупа однако только что приобретенная слепота дает о себе знать он запинается об одной из сломанных кукол сасаря и дальше уже попросту ползет к своей цели руки уже охватывает почти священный ужас от этого зрелища она решительно перестала понимать хоть что-то уже очень давно потому почти рада тому что человек чертов узумуки проклятый наруто идиот саски медленно продвигался через груду сломанных кукол бесполезно и они все совсем как он ошибкой было недооценить наруто этот язык не поворачивался продолжить какой именно несусветный кретин отправил в бездну все его планы наруто ах проклятый ты без ты луч только не умирай придурок слышишь уже ведь бесполезно к юбе испарился раньше твоя смерть никому когда оно так нужно не вздумай не вздумай сдаваться слы да ни черта он уже не слышал прежде чем саски успел коснуться его еще теплого тела он уже понял это искра угасла и чтобы зажечь ее вновь нужна как минимум та легендарная старуха чья из песка вот только черта с два то станет им помогать отчаяние затопило его существо все зря все чертов идиот там ведь и твоя семья осталась тоже если бы да он только бы набрался здесь сил опыта и вернулся вернулся назад и оторвал бы твой пепельный волос и стерв ее дурную башку стал бы новым богом а наруто как всегда решил иначе облик сарады качнулся и отдалился но не исчез вовсе ведь саски все еще был жив хоть и не было не могло быть физически но боль была реальна и он растворялся в ней да учхо без глаз синджу на смех но это дело наживное и поправимое в отличие от рука вновь жалось на груди друга невольно пропитываясь его не успевшая стыть кровью мы еще поборемся да саски прервал долгое молчание обито учхо вздохнул нет он не один и его путь не закончен для возрождения десятихвостого ему хватит и третьей чакры к юбеарин и гоность у него на примете подходящие глаза которые впишутся как родные вряд ли его мелкая копия будет в восторге но у арачимару в банках полнообразцов а ему сейчас явно нужны мангекек клетки хаширом и у него уже есть останется только запустить с терпением продолжать собирать биджу статуи ведь здесь на земле как раз терпения у тебя и нет покачал головой обито нет отозвался глухо саски терпения тормозов не было у нарута без ты луч и он пошатываясь поднялся на ноги раз уж к юбе исчез раньше бесполезно призывать того и до тенсии однако кое-что для него он все же сделать мог например обеспечить другую покой саски учиха может и был слеп но гигантский огненный шар вышел без осечки глава 35 город стоящий у солнца бород и бежал судя по укрикам и шевелению за спиной его преследовали по меньшей мере сарада и мицуки его команда где-то там в канухе разбуженный ранним утром сенсия соловелыми глазами проверял жабей свиток призыва безрезультатно маманя откуда-то знала возможно видела тот же сон что и он борода мог сколько угодно убеждать себя что все это чушь собачий что проклятый старикан жив просто дурацкий свиток сбоит но сердце не обманешь делом в последний раз и особо крупно умер мадара знает где и как да еще и схемы на хвосте которая если верить свидетелям во всем и была виновата не глядя под ноги не мудрено ступица блага враг был небольшим и летел вниз у зумаки недолго он не пытался использовать чакру чтобы затормозить зачем странная апатия исковала его злость потихоньку уходила по умолчанию в трубке он понял что искать его бедовую сестренку не будет никто если уж проклятый старикан этот чертов батя сам седьмой хакаги почти бог шиноби погиб то что говорить о мелкой соплячке соплячке что активировало бог весь какую технику боруто со всей дури ударил кулаком по земле едва ощущая за тем как тот постепенно немеет от боли ему было все равно они не имели права сдаваться плевать что думает старуха пятая нужно дойти до конца как они планировали и найти способ хоть что-то нельзя бросать химу папане он должен узнать что случилось отомстить если потребуется слезы застилали обзор ушибленный от падения тела ощущалось странно голосами Цуки и Сарады слышались где-то наверху как вдруг чьи-то ледяные руки подняли его с земли встряхнули и заставили взглянуть прямо черные длинные волосы бледная рожа фиолетовый рисунок вокруг глаз это описание подходило лишь к одному шинобе Арачимару недоверчиво прошептал Барута он самый облизнулся тот слушай меня внимательно дорогу ша начал затем змеи Насанин свистящим шепотом возвращайтесь в канаху руины водоворота хранят в себе тайны которые вам пока не надо знать еще мне всякие криминальные личности не указывали попытался вывернуться из этой хватки Барута припоминая в уме все что слышал об Арачимару что-то в его облике царапало его сознание вот только что Узумаки против воли поежился сейчас он был бы не прочь что в Сарадо и Мицуки его нашли Мицуки догадка поразила его похоже вот он таинственный родитель его немного много ненормального сокомандника невольно перед глазами вновь встал Папаня знал ли он скорее всего и раз позволил им оказаться в одной команде значит Арачимару доверял но отдернул себя Барута это ничего не значит его бать ведь временами такой тупой и был новая волна боли захлестнула совершенно неожиданно и плевать на Санина в чьих загребущих лапах он оказался левый глаз обожгло болью уже не фантомный началось вновь устало подумал он ему никто не верил и вскоре уже сам Барута понял на обычный Бьяку Гонат и не было похоже слишком уж великие были странности связанные с ним да и дадьются у маманиного клана можно было пробудить по желанию не так хрен пойми когда по мановению левой пятки живущей отдельно от тела только вот на сей раз все было как-то иначе даже туман от слез не мог объяснить не едва показавшиеся среди деревья восходящее солнце а стоящие высоко в зените фиолетовый шар деревья среди них были другие огромные а какие-то дюжи странные но ведь раньше их не было да и арачимару узумаки непонимающий воззрился на его без сомнения высокотехнологичные окуляры что тут происходит дать тибаса сорвалось у него с языка куку гнусно смехнулся арачимару добро пожаловать в реальный мир барута прошелестел змей подарочек от тани ри ну надо же кхи кхи о дорогуша ты представить не можешь что происходит так говори же любопытство пересилило злость тем более что узумаки никак не мог понять причем здесь хмырь с луной что пытался похитить маманю и сестренку ханаби незадолго до его рождения пусть все детишки соберутся арачимару кивнул на замерших позади барута с роду и странно нерешительного мицуки погодите-ка узумаки резко поплохело что у чихи что у сынка арачимару глаза имели насыщенный лиловый оттенок с рисунком напоминающим да все тоже чертово неправильное солнце лунули барута ничего не понимал но вид у друзей был как у зомбаков если не хлещи а тебе пора возвращаться после смерти наруто у пепельного лысо и на тебя большие планы ни к чему привлекать внимание измененный санин что-то сделал с ним отчего сознание оставило барута когда узумаки пришел в себе то с легким после всех то новостей недоумимо созал что лежит на коленях сарады обычной такой сарады с черными глазами и обычными деревьями вокруг и без непонятной фиолетовой хреновины в небе учиха недобрым взглядом сверлила арчимару без всяких навороченных окуляров но амицуки явно разрывался между ним и своим родителям барута ничего шиньки не понимал но вот все снова здесь змеи на санин гаденько улыбнулся можно начинать нашу кхе-кхе лекцию барута ты как что ж беспокойство за его тушку сарады было странным но сил протестовать у зумаки не было нормально давай его послушаем тихо прошептал он да мир был прежним но в то же время совершенно другим не настоящим новое знание отравляло его душу любопытство жгло а потому пусть арчимару говорит верить или нет он сможет решить позднее а благодарю за разрешение шутливый поклон а в следующий миг санин стал необычайно серьезным скажите детишки вы слушали о кагуе о суске вопрос застал барута врасплох папа не мертв хима возможно тоже его глаз подарок хмыря с луны который может показывать мир с фиолетовой хреновиной в небе жуткими деревьями и зомбаками друзьями причем здесь тетенька с мани величей и безумием которую давным-давно окатали если верить пьяным разговорам во всю ту же луну как у и богини кроликов прародительница чакры наверняка было бы весьма скверно выберись та из своей тюряги и до активаса она ведь это не сделала наши родители ее победили уверенно ответила за них всех сарада отчего спрашиваете ах если бы победили милое учешиновское дитя выдала рачимару такой оборот речи что до борота не сразу дошел смысл его слов значит не победили прошептал он отмечая краем глаза что мицуки ни капельки не удивлен но разве тогда этого не может быть скачила на ноги скидывая его голову сарада а жаль узумаки пригрелся кого и довела бы до конца план луны наши родители так и не проснулись бы из вечного цуки ими они не проснулись припечатал их змеи на санин хладок пробежал по спине борота значит то что я видел это теперь реальность ему хотелось выйти его друзья неужели все и он сам и мамани и дяденька киба и шина сенсей с теткой сакурой все они живут в иллюзии а в реальности просто ходячие зомби с фиолетовыми глазами без всковыражения да коротко ответил арачимару это реальность кого не стала выпивать всех и сразу это недальновидно с учетом ее опасений но это совсем не походит на утопию зло вскричала сарада это не сказка не грезы не опиум для народа смотря с чем сравнивать дорогуша припечатал их арачимару ну а ты чего молчишь вдруг обратила внимание у чихона загадочно молчавшего мицуки ты все знал конечно же мое дитя знает об этом у вас троих всегда были самые большие шансы вырваться из паути на ацуцуки мицуки поскольку я его таким создал у баруто поскольку его этим наградил тонери что боролся с кагуи и проиграл у сарады поскольку в ней течет кровь ее отца а значит есть надежда на мангикю ну вы просто идеальная команда для сотворения глупостей фатальных глупостей потому я здесь сегодня разве хуже уже не может быть мрачно осведомился баруто о всегда может быть хуже к тому же кагуи боится визита родственников и это может быть наш шанс она оставила сильнейших шиноби не зря чтобы было кому ее защищать но и она сама станет уязвима во вторжение наша же задача копить силу и сделать так что ацуцуки перегрызли друг другу глотки а затем добить оставшихся для этого нужно научиться выскальзывать из ее нити незаметно не бить напролом это уже не поможет сейчас же вам важно знать лишь одного водоворот нельзя почему зло поинтересовался баруто потому что там убежище первого второго и третьего они не развоплотились ацуки имена мертвых не действуют в водовороте слишком сильный след остаточной чакры общий фонд таков что кагуи не может найти их там вам нельзя привлекать к руинам внимания старики еще нам пригодятся моя сестра твоя сестра сейчас в лучшем мире перебил его мицуки но тут же прикусил язык видя что узумаки готов его побить он не в том смысле закатил глаза арчимару все же продукту гену инженер до него было еще расти и расти а в чем то они так и останутся совершенно разными и хвала науке твоя сестра вторая часть более пессимистичного плана предыдущих хакаги первой был твой сарада непревзойденный отец саски кун он не просто пропал где-то выискивая следы кагуя нет он в самом деле пропал в другой мир реальность в которой еще можно все переиграть победить кагую только вот саски же у нас юноша своеобразный для уравновешивания ему попросту необходим наруто а тот любимая батарейка был любимой батарейкой кагуя потому чтобы его вытащить нам пришлось сильно извернуться точнее без меня у них бы ничего не вышло значит борота был готов вцепиться змейки в глотку это ты использовал мою сестру стемную полегче мальчик это сделал хаширома я лишь немного подсобил и да по сравнению с нами твоя сестра сейчас в лучшем мире хотя я не представляю во что там ввязался наруто но боюсь что без твоего сарада папочки бедового не обошлось только у саски куна хватило бы сил уложить наруто либо тот облажался и в том мире теперь тоже хозяйничает кагуя отец бы не убил седьмого саму темные глаза сарады расширились от ужаса он бы не ты не знал своего отца дитя хлестко ответил орачимару последние годы все вести в канаху якобы от саски имитировала кагуя но и раньше он не особо жаловал вас матерью своим присутствием хватит неожиданно решительно поднял голос мицуки упрямо смотря на родителей не надо во враге воцарилась неловкая тишина каждый думал о своем арачимар удивленный таким поведением своего создания молчал внимательно его разглядывая в самом деле день начавшийся паршивее некуда все же показывал что было куда весь их мир был иллюзией отец батарейкой ахимовая использовал в темную сам легендарный старикан первый друг отца возможно стал причиной его смерти а конохи которую борота любил никогда не существовало город стоящий у солнца которым был седьмой был лишь грезами спятившей богини может он же в светок ошибся осторожно начал узумуки другой мир это ведь не шутки нет зарубил робку надежду арачимару кагу разворотила пол дворца когда узнала об их побеге а сейчас разрушила то немного оставшиеся и она почувствовала наверняка и сразу вызвала меня чтобы я поднял его и до тенсии сразу три пары глаз поднялись на змейного санина у кого-то с ужасом у кого-то с безумной надеждой а у кого-то с любопытством у меня ничего не вышло не стал их томить арачимару возможно наруто использовал тот же трюк что и четвертый следовательно и он и его жертва кто бы то не был сейчас в желудке пешенегами день вмиг стал еще паршивее боруто сжал кулаки но ведь вы как-то вытащили четвертого и остальных хакаги козырнула знаниями истории сарада сделайте то же самое кого не хочет лишнего шума и я сделаю это когда об этом меня попросит руководство канохи а оно попросит уверенно отозвался арачимару то есть не верил боруто вы вернете батю я бы так не радовался холодно пресек его санин кагу сделает все чтобы нити кукловода оставались у нее наруто же с его силой да еще в самом деле неубиваемый будет нашим самым серьезным препятствием кноха не пойдет на нечестивое воскрешение уверенно произнесла сарада боюсь пойдет прошептал мицуки негодяев чье тело можно взять полно но ведь даже под хинге будет заметно что с ним что-то не так не сдавалась учха которая против роли раскрутила в мозгу мысль что мертвый не знающий усталости потребности во сне и еди хакаги это очень удобно для бюджета и по административной эффективности да народу пожалуй это будет сложно объяснить с другой стороны дорогуша я по лицу вижу что-то и сама поняла как это удобно наруто все привыкли к его особенностям думаю и смерть ему простят если работать станет только лучше другое дело что-то что-то сможет брать с него больше энергии без лишних хлопот вечно это как почти бездонная бочка и что же делать ужаснулся борута перспектива при всей мнимой полезности его пугало что-то подсказывало ему что сам батя такому повороту рад не будет хотя эгоистично шелохнулось у него что-то в душе так у него глядишь и будет хватать времени и сил на них мне придется тратиться на столь дурацкую вещь как сон ничего мы ничего не можем сделать мучительно спокойно протянула рачимару кроме тут его губы растянулись вам нужно как можно скорее вернуться в канаху и позаботиться чтобы все образцы крови клеток народа куда-то таинственным образом пропали навсегда в том числе и влезть в мою лабораторию мицуки вам поможет а я потяну время а седьмой и так и останется в желудке шинигами сарада по лицу которой видно было что хоть она и не верит что там ее отец но полностью исключать эту возможность нельзя я вытащу их позже когда все немного поуляжется и кагу оставит мысли вернуть свою любимую батарейку и она уже обратила взор на тебя борота в тебе последние крохи чакры к юбе в этом мире и они могут понадобиться предупредил его змеи на санин надежнее было бы просить вас разбить маски но с богами шутки плохи криво усмехнулся арачимару разбить маски и оставить папа не вариться там кажется у борота начинал дергаться глаз сегодня он узнал слишком многое но свыкнуться нет невозможно невозможно подумать что химоваря в мире где убили его отца может быть лучше потому что все они здесь игрушки одной любительницы дешевых драм дать тибаса я ведь не предложил это сделать закатил глаза арачимару уходите я долго водить неверными тропами ваших спутников не смогу кажется хинотычан сейчас уже не оставит здесь идеи я свяжусь с вами позднее будете учиться смотреть на мир своими глазами не привлекая внимания психиатра Саник гнусно рассмеялся своей ни разу не смешной шутки ну бывайте детишки и исчез но не успела обновленная команда номер 7 и переглянуться как Лая Камару вернул их в реальность ту реальность которую они воспринимали Сарада как-то странно шмыгнула носом внутри у Борота все сжалось ни одному ему сегодня пришлось тяжко он в самом деле бросил нас с мамой прошептала она глядя перед собой отсутствующим взглядом отчего Борота стала как-то не по себе Сарада она могла сколько угодно бесить его но сейчас ссориться ему не хотелось скорее наоборот Борота неловко обнял девочку и та а чудо не стало его за это убивать мы найдем способ попасть в тот мир и найдем твоего батю и он ответит и перед тобой и перед тетенькой Сакурой за то что свалил и передо мной если это он прибил моего папаню слова потонули в рыданиях Узумуки наконец прорвало однако вместе со слезами приходило облегчение как и от осознания того факта что он Даттибаса ни один вцепившаяся в него Сарада тоже тихонько плакала не разводил сырость только Мицуки неловко приобнявших своими но очень гуттоперчивыми руками они вместе а это уже немало Джирайя плыл в мутном белом тумане а вокруг шипели змеи и змеи у него всегда ассоциировались с Арчимару чья бледная рожа не была столь страшной чтобы его запугать но что-то на самом краю сознания упрямо царапало его какая-то мысль что-то связано со старым другом из-за чего ему становилось не по себе от столь огромного присутствия этих существ впрочем другие бредни лучше не были что это именно бредни его изголодавшегося по кислороду мозга Джирайя еще как-то осознавал но собственная рожа в шапке Хакаги его ничуть не успокаивала скорее наоборот это было жутко да и пятая точка заранее начинала ныть предчувствуя связанный с одеянием Хакаги геморрой нет пусть уж лучше Минато Минато тоже фигурировал в его бредних причем в настолько разных что аж дух захватывало вот на Микадзе в идеально белом плаще Хакаги умиротворенный каким он его уже лет сто не видел только вот гигантская дыра в туловище все портит и вот его желченик но Киноха позади него другая технологии явно шагнули вперед а на Минато не наблюдается и намека на плащ Хакаги хотя на скале и красуется его наглая физиономия быстро но Джирайи успевает различить седьмую голову это Наруто новая четвертая и новая Киноха Минато выглядит усталым но что-то в его глазах говорит Джирайи что он здесь не сломалась дверь кабинета скрипит и в нее ураганом проносится светловолосый вихрь на щеках которого Сынин успевает различить полоски за которым следует алый ураган Кушина живая и все сразу встает на свои места как тут Джирайи замечает в углу еще одну тень знакомую и незнакомую одновременно девушка секретарь темно-синие волосы холодные глаза вот и все что можно было о ней сказать на секретарей вообще-то редко обращают внимание ведь тут тень от тени но что-то в ее облике кажется ему неправильным словно чего-то не хватало однако калейдоскоп бредний слишком ярк чтобы заострять на том внимание ведь вот она нужная картинка пробуждающая память Минато почти незнакомой у Чиха а затем девочка да руки сразу стали понятны и его ассоциации со скользким другом и девочкой Учхой дочерью Минато а не он был с ними когда с ним случилось что из памяти выплыла собственно боль непонимание запах гари отчего-то с сладким привкусом нависшее над ним девичье лицо красивое знакомое но обезображенное печатью ужаса руки несчастная дурочка с очень дефис очень дурной кровью и откровенно бедовым папашей это она и вот так Джирайя крякнул отчего туман прояснился он больше не бредил однако мерно шипящие змеи никуда не делись минута понадобилась Снину чтобы понять что это его заставляет его легкие качать воздух как и давящая на грудь тяжесть которую он ошибочно принял за жабу это его чуть дрожащая от мелких всхлипов жена последнее вмиг отрезвило его не плачь старуха хотел было сказать Джирайя чтобы затем быть неизбежно прибитым но Цунади со стопроцентной гарантией перестала бы по нему убиваться а значит цель была бы достигнута но не тут то было дивно же его накачали препаратами что он почти не ощущал торчащую из-за арта интубационную трубку впрочем жена почувствовала его движение родные кори глаза на краткий миг посмотрели на него с облегчением а затем глаза Цуны опасно сузились а острые ноготки впились в его плечи так что даже накачанные обезболивающими он сдавленно охнул насколько позволяла трубка не нужно было ходить ни к какой бабке чтобы предсказать что сейчас будет буря которую Джирайя рискует не пережить а ведь он так надеялся намылить орачише в профилактических целях а еще надо найти эту девчонку пропадет ведь дурочка Мадаров идиот заорал Синджу так что содрогнулась вся больница и даже лежавшая этажом ниже этачей Джирайя поморщился читать мысли не умел ни он ни Цуна а потому он предпринял новую попытку что-то сказать в свое оправдание пока родная не примет чего-то еще но горло скребло уж слишком противно с трудом он отнял ее дрожащие от гнева и страх руки от себя Цуна де явно хотела сказать ему еще много ласковых однако заметив кровь на пальцах она нахмурилась и поставила истерику на паузу отправившись отмывать до скрипа руки подавив рвущийся из груди облегченный вздох ведь жена хоть и ушла ненадолго но был шанс что благоверно и перебеситься намывая руки точно собралась его препарировать Джирайя попытался сглотнуть но с царапавшей горло трубкой это оказалось проблематично а посему от нее следовало избавиться вырвав из вен на руках катетеры отчего простыни сразу окрасились кровью вот она дополнительная гарантия того что цунади его не прибьет сразу он с уже более ловкими проводами ведь не мешали руками попытался выдернуть проклятую трубку но тут друг мой бледная моль в белом халате по недоразумению названной родителями Арачимару заставила его вздрогнуть я бы не советовал пытаться реинтубироваться можешь случайно понял кажется именно сейчас Джерай нашел лучше применение освободившимся рукам Рассенган вышел что надо но Арачимару был проворнее тут же кислород посмотрел на него как на форменного идиота змей мы же все могли взлететь на воздух кретин что ж кажется тут Джерай и в самом деле перегнул да и чакра на этот отчаянно бесполезный удар была потрачена последняя единственное что оставалось ему так это беспомощно сверлить скользкого друга тяжелым взглядом тут у него конечно не читаж он ушкиному но все же не смотри так поморщился Рачей присаживаясь на пустую щекойку напротив реинтубировать тебя не буду потому что мне надо чтобы ты меня выслушал а не нес всякий бред перебивая признаться тебе так даже лучше он усмехнулся ладно не злись скоро придет Синджу прописочит тебя а после вытащит трубку ну а сейчас тебе наверняка любопытно Рачимару просиял увидев как тут же приняла заинтересованное выражение лицо его давнего друга что же случилось с бедной девочкой но поверь змей сделал паузу у нее свой путь который лежит за пределами канухи не лезь в это дело цели и будешь Рачимару поднял похлопав его по плечу однако уходить не собирался да и Джерай не собирался дать ему это сделать конечно его хватка друга бы не удержала но руки теперь мой информатор предыдущий не был допущен ко всему а там такая собака зарыта что ты и представить не можешь Джек все очень и очень скверно для нас мы уже узнали больше чем могли помыслить отца смерти пришельца руки и вовсе становится единственной ниточкой ты можешь осуждать меня мой правильный друг но я вижу в твоих глазах непонимание правильность не спасла наруто седьмого хакаги однако я не боюсь марать руки ради канухи руки же должна была замарать свои чтобы акацуки ее приняли ты бы не умер на этих словах арачимару без страха взглянул ему в глаза не лжет ведь сволочь скрипнуло в голове у Джирайи слова арачимару никак не желали укладываться потому что он и представить не мог чтобы поганые акацуки обладали силой способны убить такого гиганта как наруто который знал о них почти все хотелось застонать но почему же дети должны были страдать эта девчонка не виновата ни в чем кроме как в происхождении в котором арачимару чертов урод нашел возможность пропихнуть его в стан врага его сын он ведь любил ее твой сопляк целее будет скажи спасибо явно прочитал его мысли арачимару что колонучиха что мината наследственность хоть и богатая но не самое приятное надо будет другу найдет нет так это если выживет я найду способ отмыть не говори лишнего джирайя лучше будет если о руке не будет знать никто особенно хакаги змея посмотрел прямо на него прочитав явный скепсис последнего добавил если меня арестуют то мне придется прекратить поддержку эксперимента с цунади хоть мне этого очень и очень не хочется но без меня мой друг она может утратить контроль я не угрожаю а лишь сообщаю о своей значимости в этом процессе выздоравливай друг и не бузи дольше проваляешься и легко избавившись от его хватки Арчимару был таков не успев даже толком проклясть скользкого засранца джирайи заслышал слышал новый шум решив что-то вернулось цунади он малодушный решил притвориться спяшим но уже слышен чересчур тяжелую для его миниатюрной жены постопь он понял что ошибся приоткрытые глаза дали нужную информацию то был Минато четвертый вознеможение опустившись на пол перед его кроватью ученик выглядел так словно крупно облажался иначе бы не произошло того что последовало позднее Минато хороший сенсор но он явно был враздрая раз решил что Джирайи все еще в коме и стал ему все рассказывать вообще все даже то что последнее предпочел бы никогда не слышать шиноби они на то и шиноби чтоб сопли лишние не жевать тем более хакаги но рано или поздно плотина сносит Джирайи понимал что тому нужно выговориться и зная он половину из этого раньше можно было б да черт возьми все одно вряд ли что тогда получилось бы но попробовать стоило его ученик слишком долго был один и вот едва он успел увидеть что может быть иначе то тут же этого лишился состояние Минато лучшие доказательства слов Арачимару как бы не было больно это признавать Наруто был прав я слишком долго искал смерти словно повода героически сдохнуть чтоб потом ни у кого не возникло сомнений во мне да смерть все обходило меня стороной словно я Минато фыркнул проклят обречен решать проблемы Канохи от засоревшейся канализации до глобального заговора Кацуки конечно это малодушно смерть самый простый выход но я так устал за эти годы что бросался на рожон не думая о последствиях смогла бы держаться Каноха на плаву без меня не знаю он страшно скривился у нас ведь нет биджу нужно другое пугало например желтая молния но с другой стороны намекази понизил голос порой я думаю сенси что это я тяну канаху вниз порой я сомневаюсь верна ли та дорога что я стараюсь проложить и вот тогда я с новой силой мечтаю о размене своей жизни на что-то значимое может на пару спокойных лет для Канохи или на что-то еще что для меня важно или на кого-то четвертый молчал и Джерай боялся пошевелиться он хотел одновременно боялся услышать конец я не думал что моя жизнь еще способна измениться столь сильно глухо сказал Минато но эти несколько дней сенсей это было не мог подобрать слов несправедливо кто-то наверху вновь решил поиздеваться надо мной особо изошренно Наруто он черт возьми я получил сына о котором не мог и мечтать да взрослого да с уже сложившимся мировоззрением отличавшимся от моего но Наруто был лучшей версией меня и кушаны тяжко прибавил Хакаги и я его потерял сенсей Минато вновь замолчал тяжелые вздохи перебивали тишину Джерай лишь надеялся что Цунади чтобы там ее не задержала в пути вернулась как можно позже если сейчас намекази вновь закроется я ведь вел себя как упрямый идиот я предчувствовал что все не может быть так хорошо но и отказаться не смог хотя Минато хрипло рассмеялся мне бы и не дали они оба сенсей это была очень дурная идея моя идея отправиться вами проклятый порыв чертова надежда потому как когда ты сказал о моем сыне еще мелком сыне в Акацуке у меня снесло крышу и вот мы оказались там обессиленные оба я еще с начавшим отказывать телом Наруто меня не бросил хотя я заслуживал того и даже все делал чтобы он именно так и сделал но нет а потом меня эвакуировали мои люди не подвели сработала моя система а он остался а я а я ненадолго отправился почти к куш когда наложил на Наруто свою метку не знаю уж что это было сенси но куш она была такой реальной чуть не прибила меня что имела право а когда очнулся новостей было много сенси во первых вы напугали же черт возьми во вторых руки знал бы я что натворит эта девочка здесь я виноват сенси только я надо было забрать ее себе не скидывать на шису либо уж позволить умереть тогда вместе с оклановцами у меня не хватило духу ни на то ни на другое и вот моя слабость догнала меня через вас через Наруто и вновь Хакаги замолчал Джирайя пока боролся с подступающим кашлем с трубкой в горле это должно было быть тем еще испытанием да именно то бы все понял надо было держаться но смочить горло хотелось нещадно Рачимару неожиданно выдал намекази у него везде глаза и уши он сообщил что Наруто схватили я еще толком не оклемался сенси но не смог не смог этого так оставить безумно глупо но я сорвался туда один думал что моих сил хватит вытащить его я мог бы привести с собой людей да но эвакуировать но я должен был подождать Наруто бы еще немного продержался а у меня подкопились бы силы я бы вытащил нас дальше туда где бы этот ублюдо кочиха не нашел и я сглупил еще на сей раз действительно фатально нельзя было позволять Наруто тратить время надо чтоб ее это была прощальная исповедь надо было вписать его имя в контракт с жабами я не догадался я даже не подумал надо было призвать кого-то из старейшин те бы принесли от вас свиток мы бы успели черт сенси я совсем об этом не подумал кулак хакаги обрушился пол палаты с такой силой что этажом ниже наверное обрушилась штукатурка Джирайи с облегчением отметившей что приступ кашля куда-то ушел но надолго ли подумал что это либо чудо что к ним еще никто из персонала не зашел либо те уверены что у него цуна так лютует что похоже на правду знаете сенси а ведь Наруто рассказал такое отчего волосы дыбом я могу понять почему он хотел чтоб я спасся чтоб я сохранил его слова но сенси мне после его слов жить не хотелось мой сын милки Наруто что в лучшем я так его буду называть он не был сволочью сенси оказывается он втайне боролся с организацией хотя те его и вырастили Наруто умыкнул нас и у Акацуки из-под носа трехвостого это его изгубило Джинчу Рики после извлечения умирают в тот день я потерял их обоих нет после недолгой паузы прошептал он троих руки она была там и когда я уже думал что все каким-то чудом Наруто почти победил их всех когда я уже не был бойцом и она тоже пришел этот мечник туман и кис не ублюдок он решил все тот их главарь Наруто пощадил его сказал что без Ренигана тот не опасен я могу его понять как человека но не как Хакаги Синси Наруто и Хима не первые пришельцы в день когда Каюби напал на Канаху за ним стоял не просто Учиха это было Абита но когда я ступил с ним в бой к Абиту прибавился еще и Саски не тот что у нас мальчишка глупый и озлобленный волчонок этот Саски Учиха был из того мира он вовсе не Утопия Синси там все живут с Цуки даже Наруто не знал об этом та богиня о которой он нам рассказывал Синси она победила а Саски он в любом мире своеобразный вбил себе в голову что единственный способ не дать нашему миру повторить их судьбу это ему самому стать богом а препятствие даже если это воспитанник или лучший друг по боку это страшно Синси но я и сам был близок к нему к тому чтобы пойти по головам и лишь увидев со стороны Синси я кажется понял что все-таки не готов но слава Рикуда подумал Джирайя который уже созал на что намекал Арачимару но еще не понял всю глубину той задницы в которой они очутились этот ублюдок очиха я не знаю кого в нем больше моей или ошибки и вины обито или саски и намерца но он приказал руки убить меня чтобы доказать свою предомность это я должен был умереть но у Наруто были свои планы он не дал смерти найти меня он выполнил технику замены так просто так просто Синси а меня меня призвали обратно на Мьёбаку я остался жив со всеми своими ошибками с обито с руки а еще с долгом по отношению к Химоваре что мне делать с этой девочкой Синси как смотреть в глаза как отношения с Хьюго и так непростые а теперь у Хиаше появится еще одна претензия ко мне но не это главное и теперь с моим знанием я не могу засунуть голову в песок как бы не хотелось и умереть права не имею этот очиха он найдет способ вернуть себе Ринниган чтобы не говорил Наруто он еще попортит нам кровью надо надо готовиться ты бы видел Синси как они бились это совсем другой уровень я даже я почувствовал себя песчинкой рядом с ними Минато вновь замолчал притом нервно сжимая и разжимая ладонь отчего его суставы порой страшно хрустели Джирай очень хотелось взять и прибить его за это легонько потому как ну жаль болвана хоть и сам во многом виноват но где я развалена внутри ребенок прошептался отчаянием намекази а ведь их юга не скинешь хотя это было бы проще всего вся деревня в курсе что она моя родственница проклятие он вновь ударил кулаком как то уж слишком сильно ударил или это был не он приоткрыв глаза Джирай увидел разгневанную цунаде отлетевшего к стене ученика вы подслушивали с почти детской обидой заявил Минато отползая от нового удара разгневанный Синджу на ремонт я из вашего жалования вычту зря он это сказал стены вновь вздрожали а по шипению его благоверная переплюнула даже их сокомандника Минато на Миказе ты охренел орала она я лично выбей из тебя всю дурь если ты еще о таком заокнешься пока девочка побудет у меня но запомни Хима вред твоя забота сына ты уже просрал даже двоих дочку как я услышала тоже из-за это тебя прибить мало но у тебя есть еще и внучка а значит и шанс доказать что ты не такой болван что ты еще не сдался шанс на счастье придурок и не смей его просрать иначе я тебя точно добью невзирая на то что ты Хакаги что ж может Джирайи была самую малость жаль ученика но хорошо если Цуна выпустит весь пар номината чем на него а ведь заслуженно вполне так а ему не надо было смотреть чтоб знать что сейчас женушка уперла руки в бока я вижу тебе лучше точно сейчас на Миказе достанется еще и за побег ведь он был ее пациентом поэтому если ты сейчас же не уберешься с глаз моих то я сделаю тебе хуже точно это его благоверно могла легкий хлопок доказал что инстинкт самосохранения умината все еще работал либо начал такую смерть не шибко героичной Джирай их мыкнул но не учел что это спровоцирует затаившийся в глубине кашель дурень но очень ласково назвала его родная хорошо что пятна крови на одеяле уже высохли и не могли оказывать столь устрашающие действия на цуну потерпи его сейчас нельзя оставлять одного хотел сказать Джирай но вместо этого вышел какой-то невнятный сорванный шепот я знаю тем не менее верно истолковала его Синджу я знаю подумай где живет Мината в своем кабинете можешь пока не говорить я отправила туда Химовари думаешь хуже не будет скептически спросил бы он будь у него возможность нормально говорить впрочем Синджу они прожили слишком долго чтобы понимать друг друга и так не должно хмыкнула Цунади сказать по правде единственное что не мог предположить четвертый так это то что перемещаясь от одной разъяренной женщины он попадет к другой куда более страшно лично для него что с моим папой где он чужое отчаяние режет его ухимовари активирован бьякуган и дрожат губы Мината пятится но чувствует что переместиться сбежать не имеет права что молчишь из глаз у девчонки брызнули злые слезы отчего бьякуган потух да и не боялся на его уж лучше бы та сейчас ударила его парализовав внутренности чем плакала что много хуже ждала ответа мне жаль только я прошептал он ненавидя себя за то что не смог сказать больше но его поняли и так девочка резко подалась к нему и остановившись в двух шагах свистящим шепотом выдала убита это я виновата признание резонула Мината он знал что технику перехода активировала она но их мир ведь был обречен если кто и виноват только я я виноват уверенно ответил четвертый мы не должны были вообще соваться вами я должен был умнее очень много раз но все мы крепкие именно задним умом ты он замолчал вряд ли девочке стоит знать что ей никуда возвращаться что ее родные во власти спятившие богини вряд ли ей это нужно знать сейчас да и когда-либо и все же мир и все об этом стоит помнить если он мне расскажет то это может использовать учих амината прикусил губу то что вы попали сюда возможно это спасет мой мир от участи вашего ваш мир не такой каким он тебе показался там все нереально как уа асу цуки победила это бред голос девчонки дрожит но она крепко сжимает края его одежды это неправда мама и братик кузумаки срывается утыкаясь ему в бом в живот амината вновь стоит одаревенелостью не зная впрочем его руки знали что делать осторожно они сомкнулись на ней неловко поглаживая спинку затем понемногу рыдания прекратились девчонка отлипла от него глядя большими блестящими глазами расскажите все потребовало оно беспрекословным тоном от которого у четвертого все сжалось в животе он мог бы послать ее мог рассказать немногое умолчав почти все но от чего-то ощущал в себе необходимость подчиниться впрочем после того как он все высказал в палате у сенсии будет легче отринуть лишние эмоции самобичевание и изложить факты ведь он не заметил цунади а должен был эмоции плохо сказались на нем Хакаги размяк впрочем здесь и сейчас он еще может позволить себе это а завтра и завтра утром он снова будет собой глава 36 подопытные кролы ты кто дать тебе если опустить дурацкую присказку то еще никто не задавал этот в сущности простой вопрос Саски а потому он уже готовый выместить на сюрприз от Арчимару злость на весь блондинистый рот замер на месте и в самом деле кто он черт их всех деревь кто Учхасилы приложился затылком о дверь не сомневаясь что Арчимару за ней это услышал плевать насколько же ему уже плевать на все это вся его жизнь сплошное дерьмо даже первые годы жизни счастливые как он думал наивный ложь одна сплошная отец и даже мама особенно она Учхас сжал зубы вот еще не хватало расклеиться тут прямо перед незнакомой блондинистой бестолучью что с какого-то перепуга даже имени его не знало и вот с какой луны свалился если в Канохе Саски неудачника знала каждая собака не говоря уж о людях а за пределы деревни номинальный глава был невыездной значит тут Учхо презрительно поджал губы а дубонистый пацан пришлый ты чё не мой между тем терял терпение собрат клятого Хакаги по вырви глазной шевелюре Учхо вновь скривился чем напросился на новую реплику или лимон целиком сожрал или целый килограмм нафига а в глазах у бестолучи искренне недоумений Саски фыркнул ну и в чём же сюрприз арычимару гадтый ползучий сенсей эй глухонемой а дубонистый потерял терпение а приличия у него и без того видать не было хотя Саски было не очень приятно от того что в его уши кричит какой-то придурок он стоял не шелохнувшись любопытство в конце концов было сильнее а уж по части выведения людей из себя учихи равных не было учитывая что он бесил всех лишь фактом своего существования у клана он был бевельмом на Шарингоне для ши с уходячим гемором чьи гены надо пристроить а потом можно тихонько прибить для отца вечной второй после Итачи кем он был для этого предатель Саски думать не желал хотелось бы думать что для матери он был любимым сыном и только но это было неправдой даже между ними всегда стояла зловещая тень Итачи разрушившая их семью его уютный мирок на остальную деревню ему было плевать а те немногие на кого нет после того что он сделал с Хару даже влюбленная дура Сакура наверняка его разлюбила у него больше никого нет клан может вздохнуть свободно пусть грызут друг другу глотки может он изол на весь мир но вовсе не глупо не ограничен как они думают и уж тем более Саски не слеп пусть Шисуи дальше плетет свои паучьи интриги а дурочка Рукиа ставшая Джоунином раньше него лишь потому что ей никто не запрещал покидать деревню падет их жертвой девчонка бесила Учиху одним лишь фактом своего существования он же да Мадара кем бы он ни был был притягателен и казалось понимал его как никто порой это даже пугало до чертиков но сейчас сравнивая Арчимару и Учиху в маске Саски отчего не видел между ними принципиальной разницы оба были безумны одержимы одним им ведом и идей а также опьянены собственным превосходством и значимостью оба хотели использовать его в тем и Умадара был Учихой но очков ему это в глазах Саски не прибавляло он ненавидел свой клан Умадара он уже научился многому осталось сделать то же Арчимару главное вовремя сбежать и выполнить свою великую миссию заставить Итачи и Хакаги страдать от великолепного удара левый Саски уклонился на чистых рефлексах предавшись очередному приступу меланхолия перемежаемому желанию свершить страшную мстя он упустил из виду ненормального не знающего кто он в сущности такой Саске хотелось рассмеяться потому что он только сейчас понял как же должно быть классно находиться в обществе людей для которых ты не сын и брат предателя некрасивая истеричка не опасный элемент и потенциальный преступник а так никто абсолютно неизвестная личность Учиху пробрала на смех да ты ненормальный поставил ему диагноз блондин не подозревая насколько же солидарно с ним жители Канохи внезапно Саске со страшной силой захотелось доказать обратное вернуть то ощущение что он только что испытал и вообще его голову пронзила странная чью ж даря его существу мысль которую он впрочем решил не выбрасывать за ненадобностью ведь обвиняя остальных в предвзятости он сам поспешил осудить парня незамнимое сходство с четвертым да в какую же жопу мира меня продал кокозу гад тоже мне удружил скотина мысленно возвел оч к потолку одуванистый горестно вздыхая саски понятия не имел кто такой кокозу но с характеристикой местности был согласен как и с тем что им познавшим вкус предательства есть о чем поговорить хотя это будет именно то чего добивался арачимару в конце концов желание поговорить с кем-то чуть менее противным и опостылевшим чем его ненормальной сенси перевесило все остальное мы старых катакомбах корни сейчас это владение арачимару знаешь такого как можно более равнодушным тоном поинтересовался учхо я в конохе ужаснулся блондин а затем бесцеремонно вскричал так ты не немой а какого ж хрена молчал я думал ты псих одно другому не мешает коротко заметил саски так ты не местный дай угадаю учхо вспомнил свои предположения насчет хакаги и ткнул пальцем в небо суна мимо адувань ты вдруг помрачнел а ты значит помощник арачимару будешь меня препарировать да тибайо от былой доброжелательности не осталось исследований учхо вздохнул он бы ни за что не признался но это его задело я мог бы солгать тебе и возможно ты был бы столь глуп что поверил бы но я не вижу смысла помогать этому змеиному ублюдку я не знаю какие у него планы на тебя но я представляю для него исследовательский интерес и не в препарированном виде потому в некотором роде я его ученик забавно ты обозначил свое зависимое положение блондин нагло покивал на змейку обвившуюся вокруг ноги учихи это чтобы не рыпался верно это временно как только я получу тарачимару все что он сможет мне дать никакие оковы не остановят меня и мою месть сделав страшные глаза завел свою старую шарманку саски пустые слова одуванисты определенно ничего о нем не слышал иначе бы столь откровенно не бесил причем обычно тот кто много говорит на деле же ничего не стоит и без того хрупкая чаша терпения учихи переполнилась он активировал шарингом маленькой коморкой наполнилась клонами блондина игра началась дурак балбес как вскоре выяснилось тайдюцу оба владели прилично а потому гигантский огненный шар первым рискнул спалить весь воздух в помещении саски по его весь род ухмыльнулся наруто водяной дракон стоит ли говорить что не отоприр чимару дверь их обоих бы размазала по стенкам коморки мокрые и слегка подпаленные одновременно парни сновь вернулись к примитивному мордобою самозабвенному тузе друг друга у ног счастливого словно только что получившего новый химический элемент аручимару доби яростно фыркнул саски чувствую как бушует внутри злость на то что даже здесь здесь нашелся кто-то столь умелый что он дитя главную ветвь могучего клана не может уложить его на лопатки впрочем если использовать это и внезапная мысль играть перед змеем ненависть и соперничество то быть может осталось лишь договориться с придурком решил он активировал мангеке шаринган проникая в разум противника теме не мне сердито крикнул его соперник провалился во вращающуюся бездну продвинутого шарингана ты как он яростно тыкнул в него блондин когда они оба оказались в его подсознании как чертов тебе учха с шаринганом тебе саски не планировал удивляться но правая бровь его не послушалась откуда ты вообще чудо-дуванистая оттуда куда ты шакалящий ног стремился на стене подземелья вдруг выступил гигантская тень с девятью хвостами кьюби не пытался подобрать челюсть учха еще бы ведь именно с нападения демона лиса началось падение его клана это кьюби свел хакаги с ума и это лиса держал под контролем его сок лана ведь суш не табили и неужели лис не сгинул в шинигами и не значит ли это что табием одару одно лицо ты из акацуки они меня вырастили они жены продали сюда глухим тоном ответил ему блондин ты полный кретин если хотел присоединиться к ним добровольно если ты думаешь что плену арачимару лучше то дремучий идиот здесь лишь один и это не я надулся саски в акацуки идут те кому не нашлось место в родной деревне и нет хорошей жизни там у половины вместо мозгов жажда и у каждого она своя хидан убивает все что движется во славу своего бога сасари помешан на своей коллекции превращая своего поверженного соперника в марионетку он приобретает их способности дейдари кроме взрывов ничего не нужно кисами лишь бы сами ходу наполнить чайкрой врагов ну а кокозуку козово главу угла ставит деньги ну и мозги ну оправит балом местный дурачок тоби оказавшийся вовсе не дурачком это он мозг лидер операции не удивлюсь если это он тебе вербовал он представился как очиха мадаре да что ты знаешь о моей жизни я на все готов ради силы моя месть вот что важно значит ты такой же конченый псих как и они с грустью улыбнулся блондинств может и так неожиданно согласился саски но если ты не хочешь сдохнуть на столе у арачимару то лучше нам с тобой договориться что ж лицо одуванинства на миг закаменело этому меня кокозу научил человек не обязательно должен нравиться чтобы вести с ним дело но учти если ты меня обманешь учиха я найду способ помешать твоей мести раз уж это единственное что тебя заботит идет да без чертов нетерпеливо кивнул саски чувствовавший что еще немного и его мангики перестанет действовать потому как сглазниться уже сочилась кровавая слеза все странное и царапающее в этом парне подождет делаем вид что хотим друг друга убить на деле улучшаем момент и бежим но не сегодня сегодня мы уже выдохлись говоря за себя теми презрительно фыркнул одуванистый дабы проучить негодяи учиха вынырнул в реальности смаргивая кровь начал плести атаку элементом молния ибо он крайне сомневался что у придорка есть и в запасе вторые стихии как вдруг получил по прическе резким порывом ветра как у чертового хакаги как у проклятой руки вдруг подумал он с некоторым удивлением отмечая как ровно вписался в проводимый ряд воспитанника кацуки а ведь говорили что у четвертого украли в ту ночь сына но причем здесь безотцовщины ночь пораженный своими открытиями Саски который вопреки расхожему мнению не был дураком пропустил удар ай-ай Саски кун закудахтал над ними арачимару а я думал ты способен на большие ну мальчики покажите мне что нынешнее поколение и шиноби тоже чего-то стоит я не буду с ним сегодня больше драться демонстративно сложил руки на груди блондинистый идиот сынок Хакаги Саски яростно прикрыл глаза воплотить прежний план будет сложнее чем он предполагал а предрассудки предрассудки ненавидимые им по-прежнему определяли жизнью чихи как благородно и глупо наруто кун осколобился арачимару но не думаю что твой соперник с этим согласен посмотри на ярость в его глазах вы оба способны на большие чем эти детские игры а вы затем нам вместе стравили чтоб наблюдать за петушиными боями определенно у этого конченного доби не было мозгов и тормозов если б я хотел наблюдать за петушиными как ты выразился наруто кун боями то я бы купил породистых петухов вы же Саски куном арачимару рассмеялся вы для меня нечто большее чем просто увлекательный эксперимент мне кажется соперничьего вы достигнете большего нежели тренируясь поодиночке скажите я не прав Саски мальчик мой ты ведь уже понял чей наруто сын по глазам вижу что понял ну а ты наруто кун ты ведь не любишь таких как Саски одержимых гонимых местью ведь у тебя в сердце живет любовь я никогда не понимал это чувство но мне нашептали пташки что твоя благоверная дошла таки до конохи хочешь вернуться к ней а увидеть папочку будьте послушными мальчуки и быть море чарчимару прервает противный механический писк прощу прощения Санин захлопал по карманам я вынужден вас оставить специальный агент шенигуми терпением не отличается не побивайте друг друга в мое отсутствие с этими словами арачимару вынул из недр одежды маленькую черненькую коробочку которая была источником шума нажал на кнопку испарился словно его и не было что это тибайо было очумило тыкнул на опустившее место наруто понятия не имею пробормотал саски в мозгу которого сами собой начали прокрадываться новые перспективы в которых твердящий о своих связях с шенигуми змея не был таким уж психом глава 37 эти игры не для нас это слишком уминато гудит голова мозг отказывается воспринимать новую информацию эти две недели измотали его сильнее чем долгие годы до этого мысли словно рой назойливых натасканных обурами жуков не желают глохнуть оставлять его в покое хоть на минуту разве он многого просит тяжкий вздох и начатое было официальное послание главе клана Хьюга точным броском летит в корзину к своим собратьям уже переполнившим ее вот мало было ему проблем Наруто старший Наруто младший руки и тачи и его сумасшедший брат причем обе его версии Химовари за которую внезапно решил пободаться чертов хиаши и вишенка на торте нет ни цунади хоть это она стала предвестником настоящей бури Намикази едва поднял голову в очередной раз мысленно вычитая стоимость сорванных петель из ее жалования когда-то описав своим большущим бюстом незамысловатую дугу от души долбанула кулаком об его стол в конце концов он ко многому привык но это как-то чересчур едва он открыл рот дабы возмутиться самим фактом столь небрежного отношения к казиному имуществу как Синджу опередив его обрушила на Хакаги целый поток такой поток от содержания которого Намикази резко захотелось пойти где-нибудь вздернуться дабы все это новое дерьмо пришлось разгребать кому-то другому только вот тут он вспомнил о маньячном люцекушенной здоровенном тесаке трансформировавшемся в чугунную сковородку и передумал значит выхватил он из потока информации хоть что-то хорошее Шизу не жива и все это время содержалось в плену у двух малолетних засранцев Мината причем один из них твой а второй сейчас ждет за дверью точнее за тем что ты от нее оставила мрачно уточнил Намикадзе упоминание благодаря Наруто Хакагиранам это несущественно дернула плечами Синджу Шизу нестарательно убеждала меня что не такие уж они засранцы и что тебе надо выслушать девочку это я без тебя знаю устало подумала Намикадзе вот только лишних разборок с Хиаши мне сейчас и не хватало но и проигнорировать невозможно он вздохнул Шизу не говорит эти двое сделали все чтоб развалить Акацуки изнутри девочка многое может рассказать учитывая что ее похитило облако и она какое-то время жила у них думаю вам точно есть о чем поговорить к тому же Цунаде вновь опасно склонилась над ним качнув грудью так что стоящий на соплях стол все же ухнул вниз надо быть слепым идиотом чтобы не узнать в ней мать молчи грубо оборвал ее намекази касаясь на дверь масштаб новых проблем потихоньку начал доходить до него я тебя понял пригласи он бессильно махнул рукой кого он ожидал увидеть забитую потерянную девчонку у которой недавно умер кто Минато скрипнул зубами слишком уж ранее развитие детей не должно было задевать его тем более теперь когда он уже знал что Наруто мертв и все же пусть будет парень красавицу невесту из воспоминаний старшего Наруто нежную как цветок возможно или же прожженную облаком и кацуки дикую девчонку что росла как трава в поле в любом случае внутренности у него здорово так скрутило куда ни погляди Ахинато какой бы она ни была в какой-то степени останется для него зеркалом того что произошло с его сыном Минато знал как тот умер это немало но он не ведал как тот жил потерянная же Хьюго хоть и несла за собой проблемы и грозила начисто прикончить его душевное равновесие ха-ха а такое есть у него могла пролить свет и на это однако спокойно занявшая место рядом с Синджу девица не походила ни на жертву ни на отбитую на всю голову особу хотя последнее вовсе не обязательно сразу бросалось в глаза как явное влияние облака откровенный наряд который больше не прикрывал форменный плащ Акацуки те же длинные волосы почти тоже но чуть более юное лицо но насколько другой отпечаток эта химота казалось взрослее пережившая больше нежели ее мельком увиденный двойник из иного мира удивительно но ни облака ни Акацуки не наложили руки на ее глаза чисто Бьяку Гон холодно взирал на него не оставляя никаких сомнений в личности девушки точенную фигуру не скрывали мешковатое одеяние а фанатичная строгость клана Хьюга была попросту растоптана глядя на эту рано сформировавшуюся и повзрослевшую девушку Минат очень хорошо понимал своего сына впрочем он не был бы действительно хорошим сенсором если бы не различил тщательно загнанный внутри страх почти ужас и смятение а еще нечто очень сильно напоминавшее не и вина цунади слова дались ему нелегко но еще сложнее оказалось отвести взгляд от Хьюги выйдите он не видел а чувствовал на себе ее уничтожительный взгляд однако удаляющий стук каблуков все же заставил намекать выдохнуть Санин не стала спорить в кои-то веки молча подчинилась в лабораторию Арачимару несомненно сдохло что-то крупное однако попросить упертую Синджу самое легкое заговорить со своей прочь замаранный в связях с облаком и Акацуки вот что сложно по-настоящему вы похожи Хината заговорила первой вот так просто чуть склонив голову на бок вынесла свой вердикт удивительно что мы с Наруто не узнали об этом раньше наверное стоило хоть раз переоценить свои силы и пролистать книгу Бинго в самый топ ваш портрет обязан был там быть книгу Бинго намекази в самом деле озадачен не говорите что не знали как Акацуки зарабатывали на жизнь девочка чуть фыркнула показав белоснежные зубки на миг Мината подумалось что это Хината перекусила бы свою жертву и не поморщилась бы интересно а его Наруто так же сильно отличался от седьмого Хакаги у меня хватает заботы помимо поиска причин финансовой состоятельности международной организации нукининов экстракласса раздражительно потер он виски и зря спокойно прокомментировала его девчонка как говорил бухгалтера кацуки кокозу именно в финансах свинья изрыта деньги сколь презренны они не были именно не первопричина большинства войн а вовсе не всякая блажь о чести мире и любви остальной малый процент это блажь фанатиков которые впрочем тоже случаются значит Мината хмыкнул разногласия листая облака чисто экономические не только Хьюгал легонько качнула головой между всеми великими странами да и не только великими после всех пережитых воин реки крови взаимной ненависти уязвленных амбиций и обид а в утопии от режиссера Каго все это решили только лишь в утопии обернувшейся кошмаром наяву короткий альянс хотя поражает но намек Ази не закончил мысль его слегка тряхнуло туком от одного только предположения просто даже намека на то что здесь тоже придется устраивать нечто подобное а если они не желают повторить судьбы того мира то и куда более мощное вы в порядке вопрос Кази вряд ли бы мог ответить утвердительно не покривив душой а потому а вы прозвучало достаточно обреченно чтобы девчонка печально опустила глаза Наруто мертв мы недооценили таби он только казался болваном а сам убил пейна с ренеганом на раз два Хьюго поежилась и я спаслась бегством бросила его хотя должна была умереть вместе с ним как и я но в ту ночь обито или саски не оставил мне и шансов выбирать Минато потемнел Акацуки собирает биджу я знаю в Канохе их нет но другие страны Суна ничего не смогла противопоставить им а может и не хотела Гара был безумен но остальные не такие я знала Югито-сан я в одиночку с Акацуки не справиться даже великим странам а то что они планируют делать потом вряд ли хоть кто-то сможет остаться в стороне так вышло Минато медлил что я знаю об их планах и все равно не спешите зарыть топор войны девчонка все же излишне эмоционально на Миказе поморщился это не так просто к тому же мне известно что Учхай в маске на некоторое время выделен из игры его рене Шарингана можно не опасаться пока и кто сумел девчонка давится воздухом смотрит на него так словно Минато вздохнул так словно еще надеется верно она ведь не видела смерть Наруто своего Наруто как впрочем и он сам он мертв и больше не поможет дальше приходится рассчитывать лишь на себя жестко но лучше так не дать надежде ни ростка значит Канохе предстоит долгий путь как и другим великим странам Хьюга сложила руки на груди в защитном жесте и смотрит на него будто это зависит от него что ж она не слишком заблуждается сейчас четвертый Хакаги и в самом деле сильнейший Шиноби но мало быть просто сильным немного времени у нас есть но я должен знать все что ты можешь мне рассказать об Акацуке и не только меня интересует как облако лишилось своего добытого трофея и почему Нинамикази не договорил почему не вырезали мои глаза а меня не использовали в качестве инкубатора ну вот девчонка вновь вернула наглый вид и даже как та жила может Кума и Канаха враждуют но их Шиноби не звери а еще не дураки без генетически обусловленной системой циркуляции чакры Бьякоган потребляет слишком много чакры я была мала а преданное облако полноценное хьюго эффективнее пересаженных глаз с ограничениями что до инкубатора существует много способов навредить себе идейно же верно настроенные я сама бы принесла им детей с нужным геном но что-то в их плане дало сбой Хакаги не стал спорить он не считал Райкаги или его брата чудовищами и все же это они виноваты в смерти и на многих других чьих лиц ему не суждено забыть подвернулся удобный случай и я бежала девчонка явно что-то не договаривала бродила по свету нанималась как целитель в основном потом влипла в неприятности а Наруто меня спас привел в организацию не то чтобы мне там оказались рады но стерпели Наруто умел убеждать дыма и навыки шпионажа им пригодились какой он хотел было спросить на Миказе но прикусил язык он хотел знать очень хотел но одновременно понимал что сейчас есть множество вопросов куда более важных и нутро отчаянно подсказывало что сегодня Хьюга еще подложит ему какую-то свинью очень дефис очень крупную и что чего же ты хочешь теперь язык заплетался но Хакаги было любопытно узнать что-то ответит вариантов было не так уж много девчонка принадлежала Канухе по праву рождения вынужденно присягала облаку а после засветилась в организации самых разыскиваемых нокининов впрочем о ней и Наруто знали немногие но все же это делало невозможным ее полноценную легализацию в деревне он мог отдать ее клану это было проще всего и дальше всевозможные проблемы прошлого Химута стали бы головной болью Хиаши как впрочем и его решение по поводу определения наследника отдай он сейчас ее это спровоцирует немало всплеск в тихом омуте блюд на глазах однако кулаки Минато жались перед глазами встала Химувари взрослый Наруто готовый ринуться в пролом ради этой незнакомой ему версии любимой женщины где-то вдалеке мигнула тень Кушины на Микази вздохнул если бы все зависело только от него в клан я не вернусь сказала как отрезала Хакаги усмехнулся и чем же ты можешь это аргументировать ты часть клана Хьюго в тебе их кровь и у тебя нет иного счета против тех преступлений что ты совершила и не имеет большого значения сложились ли так обстоятельства или же ты сама избрала этот путь вернуться в клан твой единственный путь он говорил это и внимательно следил за спокойным до странности лицом девчонки он чуял чуял какой-то подвох на самом деле есть белесые глаза уставились прямо на него и несколько клан я не устраивала как наследница должно быть не будь у меня незапечатанного бьякогана они бы вздохнули с облегчением когда меня похитили а ты ее убийственно спокойного то номината стала как-то не по себе да и что-то подсказывало ему что самое жуткое еще впереди не думаю что мой хина то запнулась на миг что глава клана будет слишком препятствовать если о моем возвращении никто не узнает он не захочет смуты и в то же время из достоверных источников мне известно что клан Хьюго единственный чьих представителей нет в анбу а я не думаю что вы как Хакаги допустите к себе на службу кого-то рабски преданного другому лицу моих способностей хватит чтобы послужить на благо деревни в этом качестве что до гарантии моей преданности думаю вам будет достаточно тех гарантий что я предоставлю девчонка замолчала глядя на мината выжидательно блестящими в лихорадке глазами допустим Хакаги подавил желание протереть себе уши ибо ладно опустим это на мекозе не покидало чувство что самого главного он не услышал ванбу ты можешь скрыться для тебя это самый удобный выход но клан твой все равно узнает и Хиоши не факт что поступит именно так как говоришь ты к тому же мне нужны действительно серьезные гарантии чтобы выдать такой кредит доверия бывшей облака и ноги не ну и закат суки скажите девчонка подалась вперед точно так же как недавно до нее это делается на деды и объемами она немногим ей уступала но мысли у вели мината куда-то совсем не туда а между тем Хьюга была серьезна семья для вас значит хоть что-то тут на мекозе выпал в осадок безумно дерзкий неожиданный вопрос задан и зачем надавить на их общую связь с Наруто или зачем чего она вообще добивается сдать ее Хиаши дело с концом пусть чертов Хьюга радуется что его ребенок жив в отличие от его сына проклятие вы молчите между тем продолжала говорить девчонка я своих родных почти не помню только то что отец был вечно мной недоволен что он считал меня ни на что не годный именно поэтому я не вернулась когда стала отступницей облака я думала что мне некуда возвращаться но Наруто стал для меня всем он умер это так и я бежала не только для того чтобы спастись а чтобы его смерть не была напрасной он бы хотел чтобы я предупредила переубедила как можно больше великих стран реальной опасности Акацуки хотя бы Канаху с которой у нас была крепкая ниточка Шизуни не только она рассказала мне о своих предположениях и уже после я узнала Хьюга замолчала подбираясь словно готовилась шагнуть куда-то в пропасть отчего у Мината вновь внутри все сжалось но девчонка продолжала молчать глядя на него большими чуть испуганными оленьими глазами это начинало раздражать сильно что узнала нетерпеливо спросил он то что я не смогу после Канахи ускользнуть и продолжить свое неблагодарное паломничество не имею права так рисковать потому что я больше не одна потому что от Наруто еще что-то осталось в этом мире пригвоздило его к месту Хьюга какого на Миказе подавился воздухом как вам же обоим всего-всего вы же он задыхался да он еще раз спрашивая Наруто седьмого удивлялся их раннему браку но то был сюжет безумный инопланетинке а здесь да какого шлысого гамма бунты еще дети девчонка криво усмехнулась давно нет жизнь Шиноби коротка и нужно было брать от нее все последствия же случаются моему ребенку не подойдет жизнь изгнанника а вы если похожи на Наруто чем-то кроме внешности не отпустите внука или внучку я буду верно служить Канухи и благополучие моего с Наруто ребенка вот мои гарантии вам этого достаточно не все зависит только от меня перед глазами Минаты встала фотокарточка желтоволосой парниша с голубыми глазами Баруто если ребенок унаследует Бьякуган Хиоши не отступится тем более что я уже знаю что он ответит господин Хакаги у вас уже есть Химавари больше уступок я не сделаю проклятие но Наруто не говорил что тот унаследовал Бьякуган а значит нет все равно Хьюго не успокоится пока не получит своего одного из них мальчика или же девочку с уже готовым Бьякуганом да и если это в самом деле будет именно Баруто а не Минаты усиленно потер виски мозги кипели как и кровь я не прошу от вас невозможного прямой взгляд и убийственное спокойствие вы Хакаги и я знаю что сможете устроить мое будущее ванбу что до нерожденного ребенка то помочь мне в ваших интересах чертовка бушевал внутри намекази мысленно уже понимая что когда ребенок родиться нужно будет делать выбор Химовы или Баруто и лучше это и Хинати не знать об этом вовсе тебе все равно придется встретиться с прошлым поговорить с отцом он посмотрел прямо на девчонку думая может ты договоритесь я бы хотел чтобы Наруто поговорил со мной еба чертов Хиаши не раньше чем я окажусь под вашей протекцией и с документами анбу девчонка выдержала его взгляд и явно не собиралась уходить из его кабинета пока пока не стрясет с него чертовы бумажки хорошо намеказе прикрыл глаза мысленно обещая себе что если девчонка его обманула и никакого Баруто в положенный срок не родится то он лично порвет все бумаги и перевяжет ее ленточкой передавая Хиаши я подготовлю бумаги и предупрежу его а пока лихорадочный взгляд Хакаги уперся в привычную тень сидевший на дереве кот зайди сюда Какаши не заставил себя ждать меланхолично делая вид что прячет в карман очередную нетленку Джирайя ученик все же заинтересованно мазнул взглядом по напряженно сверлящих взглядам Хьюга моя гостья Минато чуть поморщился от этого выражения пока твоя забота размести найди где-нибудь служебную квартиру поприличной и следи тут Хина ты закашлялась а ты Хакаги развернулся к Хьюга сиди как мышка пока я все не улажу и вообще мышка это теперь твой позывной стиль жизни поняла и поэтому вы отрядили ко мне Хинато чуть улыбнулась кота идите уже махнул на них рукой в сердцах на Миказе и закажите мне снабжение новый стол крикнул он вдовон к ученику в изнеможении плюхаясь вновь на кресло сердце ощутимо побаливало а ведь впереди еще разборки с Хьюга Хакаги застонал временно накладывая на отслуживший свое стол Хинги целостности письмо само себя не напишет вот же засада глава 38 когда танцуют северные огни не к добру это обычно Химовари не была склонна к столь пессимистичным оценкам но пя просто бабулицу надевод уже полчаса остро венела стирала поле на моментальных лотерейных билетах золотой лист и с каждым отложен в аккуратную стопочку билетам становилось все мрачнее конечно у Зумаки мало что понимала в жизни но зачем так бережно откладывать ставшие бесполезными клочками бумаги не выигравшие билетики но почему же тогда бабуля такая встревоженная если выиграла Химовари решительно ничего не понимала но спросить не решалась это и без того был слишком странный день место время люди словно словно в подтверждение ее мыслям Цунади вдруг треснула по столу лбом раз и еще хватит не выдержала Химовари вскакивая с диванчика с которого и наблюдала за этим странным действом с той поры как удачно повстречавшаяся енин Дзямиди приволокла ее к себе домой они все выиграли пя просто бабуля Цунади подняла на нее лихорадочный взгляд все больше двух миллионов рю несмотря на произнесенные слова в глазах у Синджу плескался настоящий ужас и Химовари сглотнула такое помрачнение бабуль ее пугала почему это вас так она не смогла сказать напугала ведь это Синджу еще разнесет все или обидится встревожила дитя Синджу закатила глаза порывшись в ящики и залекла на свет бутылочку саки мое имя давно стало нарицательным во всех букмекерских конторах лотерейных ларьках и казино в стране огня и далеко за ее пределами я легендарная неудачница и если я выиграла такую сумму то произойдет нечто настолько ужасное что я не знаю куда и бамбук подстелить а тоненько прошептала Химовари внезапно понимая бабулю может это и Захару вы когда билеты купили буду надеяться что ты права помолчав с минуту склонила голову на боксинджу но бабуля Цунади все же откупорила бутылочку следует быть готовыми к любому дерьму что ж Цунади чуть повернула к стоявшей рядом с ней Химовари голову я была права только что они получили выигрыш синджу и теперь бабулька учила ее запечатывать деньги в свиток чтобы их распечатать не мог никто кроме наложившего печатную или если этот кто-то оказывался более умелым мастером фуиндюцу то прощай денюшки запечатывание было процессом интересным как и само нанесение фуина но даже это не отвлекало от лезущих в голову противных мыслей меньше недели минуло с ее пребывание в этом мире а тот другой уже казался сном настолько родной мир был нереальным далеким и счастливым там у Химовари было все ну или почти она была в том возрасте когда удушающая опека еще не казалась таковой когда пренебрежительно ласковое отношение братишки еще не задевало несформировавшуюся гордость а ведь только здесь до узумаки начал доходить весь масштаб ее неподготовленности к жизни и глубина пропасти между ней и борута который в сущности был не настолько ее старше чтоб так задаваться она была тепличным цветком редким красивым но оказавшимся резко пересаженным на улицу отданным на растерзание с тылом ветру и холодным ночам и почти не был рядом тех кто мог согреть снежные растения укрыв пределы уютного мерка чьи пределы ограничивались в лучшем случаях садом резиденции хакаги до пары торговых центров у нее была мама что явно компенсировало на ней недостаток времени проведенный с ее братом и отцом дедушка хиаши который был совсем не таким как здесь нет не то чтобы годы так сильно изменили его не годы он смотрел иначе тому дедуле тоже таилась в глазах хитринка но здесь он смотрел с любопытством словно взвешивал в граммах какую пользу можно с нее поиметь и лишь тарика надежды и чего-то еще просвечивал в нем тетя хана беда какая она здесь ей тетя знать ведь не знает о ее существовании впрочем посмотреть любопытную а еще этот странный дядюшка неиджи показавшийся ей извращенцем БРР и в целом до дома у нее не было друзей дочь хакаги накладывает слишком большой отпечаток и ей не повезло так как братику в год рождения которого случился настоящий бейби бум у друзей родителей ей не досталось компании с которой ее безбоязно отпустили бы по конохе но там у нее было будущее родители не настаивали на ее становление шиноби скорее даже наоборот химовари была цветком с которого сметали несуществующие пылинки здесь же она впервые задумалась о своей жизни о том что возможно только возможно ее уютный мирок был не совсем правильным и все же здесь ей отчаянно не хватало точки опоры а еще маму и братика и дедушки хиаши нормального или это вот этот суровый глава клана Хьюга и есть реальный этот мир будоражил ее кровь химовари плохо понимала что с ней происходит но что-то было ее лихорадило не весть откуда прилившие силы кипели а желание действовать билось через край теперь привычный распорядок дня этот нежный день сурка в котором она просыпалась играла рисовала немного занималась помогала маме а по большей части ждала братика и папу вдруг стал казаться ей жутко скучным словно тогда она была лишь третьестепенным персонажем живой декорации и чьей-то идеальной семьи а теперь вдруг начала жить по-настоящему бездавлеющей указки кого-то в чьем сюжете и не прописали роли серьезнее домашнего зверька вызывающего умиление и желание защитить химовари вздохнула жажда действия распирала ее но она не знала куда в какую сторону ей ползти или лететь папа он куда-то запропал и никто не пишет делиться с ней информацией куда или сами не знали бабуля Цунади сказала ждать показала ей дедушку Мината и сказала что они отправились куда-то вместе и что телохранители Хакаги заявили что у ее отца все под контролем просто сейчас он не может переместиться в канаху химовари не то что не верила дерганой бабуле что раскурачила собственный дом когда ее рассказали о кошмарном происшествии в квартале Учих и тем что ее мужа чуть не убили Узумаки просто не понимала как папа мог оставить ее вот так просто в чужом мире почти одну и без всякого предупреждения за каким таким делом он переместился куда-то так далеко от канахи что команда Хакаги смогла вытащить лишь одного четвертого она всегда знала что для отца на первом месте будет их деревне а потом они но ведь это не совсем их канахады и опасности никакой не было ведь не было же Химова не понимала и чем больше она прокручивала это в голове тем сильнее становилась обида на то что ее бросили вот так просто и непонятно ради чего сидя рядом с казавшимся просто жутко усталым дедушка Мината она думала о разном о том был бы ее отец другим воспитывая его дед и жена усмехнулась может папочка походил бы на боруто или нет Химовари не слишком удивляла произошедшее с дедом он и в самом деле оказался очень усталым зато теперь хоть отдохнет главное чтобы ее отец вернулся тогда все будет хорошо наверное устало вздыхая и вспоминая уроки бабули и своего мира Химовари пыталась концентрировать исцеляющую чакру ведь если дед ее отец и почему оставил ее здесь почти совсем одну пя просто бабуля казалась почти такой же как там даже более домашней какой-то наверное потому что здесь у нее был ребенок и она не была Хакаги но Цунади хватало заботы помимо чужой свалившейся ей на голову девчонки Химовари не следовало за ней по госпиталю как губка впитывая информацию у главного медика существовало несколько проблемных пациентов Хакаги жать в тайне Учхо Итачи который своими пробуждениями наделал немало шума и о сущности операция над которым тоже не следовало распространяться как и нужно было следить за тем чтобы тот не разрушил все к чертям потому что почему Цунади ей не сказала лицо ее делалось мрачным а тонкие губы сжимались в одну линию тетя Сакура которая тут была совсем не тетей почти не отходила от этого странного старшего брата Саски сама возможно потому что она единственная кроме Цунади кто из медиков могли хоть сколько-нибудь продержаться против него а может и по другой причине тоже Химоваря видела с каким видом та сидит в его палате это было странно впрочем весь этот мир был таким Джерай Синси понравился ей хоть и любил Филонить случившееся с ним было очень дефис очень не кстати ведь папа только снова нашел его и тут раз да и бабуля Цунади как бы не ругала его почем свет стоит отряслась так что Химоваря была не по себе была у Цунади еще одна головная боль Хару Синджу ходил бледной тенью себя Химоваря не верила в эти слухи про руки пока не увидела его лицо она знала что за Хару по просьбе бабули следили люди Арачимару потому что тот мог сбежать за ней и наделать глупостей все это было жутко непривычно единственное что она могла делать это прицепившись хвостом за Цунади следовать ее указаниям притом жутко надеясь что хоть та ее не прогонит вот и сейчас они бережно несли свитки с круглой суммой хотя запечатанными им оставалось быть недолго Синджу покупала новый дом но не идти же через пол конохи с мешками набитыми деньгами не то что Химоваря верила что найдется сумасшедший готовый рискнуть ограбить четвертую по сей лишенобетой деревни а я с учетом Кома Хакаги и Джирайя то и вторую но зачем им лишнее внимание у зума китовой так было слишком много Хакаги официально был в командировке вместе с родственником а она была тут неожиданно негодно появившаяся да еще и похожая чего шила в мешке та изнака лангьюга к слову о последних Химоваря на всякий случай сократила небольшое расстояние между ней и Цунади Дедоль Хиаши уже предпринимал попытки нет не поговорить с ней просто она постоянно спину ощущала что за ней следят более того именно с использованием Бьякогана и это нервировало впрочем и на этом неблагополучном фоне у зумаки обнаружила что может активировать и деактивировать Бьякоган когда захочет однако это ее вовсе не радовало уж лучше бы все было по-прежнему рыкнула откуда-то из глубины презрительно знакомый голос Химоваря вздрогнула этот ее личный осколок лиса скорее даже лисенок он редко выказывал желание пообщаться даже после того как уже показался о чем тебе не нравилось то прежнее осторожно уточнила она и по затянувшемуся молчанию зумаки уж было решила что ей не ответят как скоро узнаешь как-то совсем не ободряюще заявил ей сосед и больше назов не реагировал идеально равна спина бабули осталась далеко впереди а у Химоваря внезапно отпало желание ее догонять потом хватится или нет с тоской подумала она об этом мире наверняка она узнала лишь одно почти все здесь знал лишь один человек а именно таинственный змеи на Санину Рачимару в ее родном мире о нем говорили разное впрочем и тут тоже но она и так уже столько смиренно ждет что пора рискнуть он был растоптан даже неуемные предки молчали давая Хару возможность переварить прайзо а что собственно переварить что второй был кругом прав Синджу горько усмехнулся все все произошло слишком быстро вернулся называется домой сначала лучший друг очхосаски дырявит грудь а затем уже любовный интерес очхоруки выдает форт или тоже дырявит грудь но уже не в буквальном смысле того слова а лишь переносном ну да лишь Хару безумно смеются уж лучше бы то его в самом деле добила за что тут же ментально получает по шапке ну да ну да клан сам себя не восстановит учхосвозу Канохи легче и другие идиомы от второго Хакаги чтоб ему на монумент вороны нагадили неправильность происходящего превысила все допустимые пределы полиция Канохи до хрипоты может приводить свои аргументы его сомнения они не развеют ни на сантиметр Рукей не могла нежно смотреть на него лишь за тем чтобы час спустя сжечь свой дом дотла перед этим серьезно ранив его отца это никак не вяжется ни с тем что он знал до этого о ней не с тем что он увидел в ее перекошенном лице неде за мной я проклята посыл понятен и даже скреплен казалось бы тем что простить нельзя покушением на его отца кровь ее так просто не отмыть но папа жив и вряд ли столь хорошая Шеноби как Рукей не сумела бы убить его если бы в самом деле желала значит что-то а скорее даже кто-то за этот час промыл ей мозги настолько что-то оказалось вынуждено так громко порвать с ним сконы хай с этим не стал спорить даже второй хотя и не оставил свою старую песню о главном о том что страсть к разрушению а особенно к саморазрушению учиха в крови теперь задача Хару найти того кто за этим стоит отец в коме и пока никому не может ни о чем рассказать хотя Синджу сомневается что и расскажет после тонкий червячок сомнений убеждал его что не случайно Жабис и не наказался в доме у Руки потому искать следовало где-то в другом месте а так как за большую часть интриг в Канахи нес ответственность только один человек хоть это звание было ему не к лицу но Хару упрямо шел за ответами именно к Арачимару впрочем не он один на подступах к главному офису мне Канахи Хару заметил промелькнувшую знакомую макушку Химовари вот уж у последние дни также не задались Синджу слегка поежился ладно он уже относительно сформировавшийся организм понимающий что Арачимару это та самая вязкая субстанция в которой можно намерто завязнуть но мелко и понятно что она хочет от чего собственно наверное того же что и он ответов ведь при всех своих недостаткам именно Арачимару был в курсе если не всего то знал уж точно по более других только вот цена за информацию для такой малышки может статься неподъемной одна в чужом мире она может влезть в петлю из которой ее отец с четвертым могут не вытащить при условии что вообще вернуться Хару поежился состояние в котором от его матери сбежал их Хакаги иначе чем дерьмовым не назовешь а если четвертого убьют кризиса Канохи не избежать может статься что именно Арачимару станет их последним спасением а его мать альтернативой каким-никаким противовесом так что уж лучше пусть четвертый возвращается останови ее первым не выдерживает и командует Хаширама да в своей манере мягко но сомнений что это именно команда не остается второй молчит но в его сопе не слышится согласие впрочем Хару и так все для себя решил короткий марш-бросок и вот уже Синджу лежит на лопатках мелкие камни царапают спину а воздух с диким напрягом проникает в легкие дурак смачно он обзывает его табирама делая жест рука лицо ахишарама смеются так что и без того бедовая голова Синджу разваливается на несколько частей фигуральном смысле разумеется ой девчонка пристыженно вскрикивает глядя на него сверху вниз это Тихару Кун я испугалась что это снова извращение с дядюшкой Нейджи впрочем невинное хлопание глазками Синджу уже обмануть не могло никогда не недооцениваю противника прошипел змеей похлеще Рачимару второй просто кое-кто научился контролировать свое дадюцу и удивительно но я больше не чувствую присутствие своей чакры рассосалось напряженно поморщил лоб первым наверное в этом причина сейчас я все исправлю пока девчонка нажимала на какие-то одним хьюгом ведомые точки на его теле сосредоточенно высунув язык Хару размышлял о жизни и о том что благие намерения наказуемы ну и о том что поясница с земли дует ну вот и в самом деле вскоре Синджу почувствовал себя разблокированным тебе не следует идти к Рачимару за ответами вскоре все само разрешится да главное верить в ложь которую говоришь а зачем тогда ты к нему пошел хороший вопрос это из руки чертовка склабится второй а Хару не знает что ей ответить у тебя есть только один выход шепчет Хаширама и Синджу понимает что да тот прав выход и в самом деле только один хорошо Хару прикрывает глаза я тоже к нему пока не пойду довольна вместе вернемся к нам и подождем новостей а поход к Рачимару прибережем на крайний случай я согласна но только с одним условием голубые глаза лукава блестят ты научишь меня Рассенгану это шантаж возмущается Синджу не слушая смешки своих предков а может ты не умеешь девчонка явно брала его на слабо я оскорбил Сахару у которого эта техника хоть и не без скрипа но получалось поздравляю хмыкнул второй тебя взяли на слабо что ж он был прав тяжко вздохнув Синджу побрел с девчонкой в сторону магазина надо было купить резиновых мечей побольше с другой стороны даже такое неблагодарное занятие как тренировки с малолеткой все лучше чем только и делать что думать о руке и есть себя поедом уже повернув от логова варочимару он внезапно ощутил на себе чей-то внимательный взгляд поежившись Хару обернулся там у главного входа стояла незнакомка длинные алые волосы богато спадали по плечам черное же одеяние увесистый тесак за поясом заставили Синджу принять боевую стойку ты чего Химовари смотрел и Бьяку гонуту даже куда и он но там же никого нет как нет очумело пробормотал Хару вот же он хотел сказать продукт экспериментов варочимару на слова застряли где-то в горле а по спине пробежал легкий холодок это что же с ним получается сегодня такое вы уже встречались негромко проговорил это она забрала тебя недавно но пришлось оформить возврат в смысле не понял Хару что ты хочешь этим скаун тупо замолчал шестеренки в голове вертелось напрягом а оба предка не желали ему помогать это дамочка что ли жнец наконец севшим голосом прошептал он что ли мягко фыркнул Хаширама и таких как она достаточно видимо теперь ты будешь увидеть их считая побочным эффектом твоего пребывания за гранью а также непреднамеренной контрабанды частичек сущностей нас с братцем вставил свои несколько рев второй я бы сказал тебе бежать но конкретно это агент шенигами тебя не тронет не в этой компании во всяком случае Табирама кивнул на напряженно сверлящую бьякуганом то место где стоял жнец Химовари погоди Хару нахмурился я не понимаю это тетенька выглядит совершенно обычно и если бы не то что я один ее вижу и не здоровенный тесак он же дзампакта за ее спиной весело закончил Хаширама ладно тебе не трясись у нас троих связей с агентами больше чем ты думаешь говори за себя Хаши это твоя благоверная служит шенигами как и весь ее клан а не моя пробормотал второй служит уха разглотнул в мозгу постепенно прояснялось да и удивляться чему-либо но за эту безумную неделю разучился напрочь это женщины из клана узумаки но они же меньше знаешь крепче спишь Хару глубокомысленно изрек первый или вот что бывает если связаться с богами и невнимательно прочитать мелкий шрифт соглашения поддакнул второй клан узумаки был издревле известен но вовсе не отменными фуинами или жизненной силой они были очень плодовитые дерзкие достаточно отбиты на голову чтобы докричаться дыши негами и предложить себя свое служение в обмен на силу и знания а еще удачливые в меру глупые раз набредя на инструкцию по вызову бога смерти имели наглость ей воспользоваться что ж силу за которую их прозвали красными дьяволами они получили как и знания коротко отметил Хаширама только вот договор связал всех посвященных кланы после смерти ведь они договаривались с самим шинигами а кому охота заниматься рутинной работой если все можно спихнуть на подчиненных но клану зумики истребили как если за ними стоял сам сам Хару решительно не понимала его кровь кипела а алл волосая женщина смотрела совсем без угрозы и никак смотрит на неудавшуюся добычу это было не истребление спокойно ответил первый о эвакуации не хотел я об этом говорить но миров много очень а конкретно наш не то чтобы шинигами совсем поставил на нем крест но он нашел для них более перспективный мир где ему были нужны свои люди среди живых кажется сейчас узумуки называют себя уязли по-прежнему плодовиты а те что остались спросил Синджу вспоминая о том что клан хоть и считался вымершим но отдельные представители все же всплывают то в одной стране то в другой не были посвященными либо предпочли остаться как Мита первый Хакаги печально улыбнулся впрочем Кушина хоть и не была посвященной а все равно нашла свою дорогу к шинигами хотите сказать Хару нервно рассмеялся это жена четвертого дружное молчание послужило ему ответом а Кьюби которого она запечатала вместе с собой он что тоже теперь служит шинигами этот театр абсурда начал доканывать Синджу но оба предка переглянулись получается так кошмар закатил глаза Синджу почему спросил второй шинигами ведь сорвал джекпот будь Кьюби запечатан в кого угодно но не у Зумаки то хрен бы он достался ему а то джекпот правда не сомневаюсь что он их промариновал в своем желудке какую-то часть вечности а затем уже готовых сотрудничать и работать друг с другом привлек к особым поручениям но что она делает у Арчи Моро нет понятно что у него постоянно там что-то дохнет но Хару стушевался не тянет на особое поручение второй усмехнулся так уж вышло этот тип Арчи Моро в самом деле выполнил договор с четвертым связался с Кушаной а через нее и с Шинигами а что там уж у них за дела не знаю но Арчи Моро связан клятвами не меньше чем у Мзумаки имеет от этого правда не в пример больше но и мозгов у него извините Табирама укоризненно воскликнул Хаширама будет тебе но не умеет некоторые торговаться не у всех есть ощутимые козри в самом деле господа бархатистый шепот посреди уже привычного дуэта голосов в голове у Хару заставил вздрогнуть всех троих неужели вы думаете что я вас не слышу Тибаня мы всего лишь просвещаем потомка закончил за брата Хаширама нельзя что ли тут же пошел ва-банк Хмура второй вас и духу тут быть не должно по-хорошему уперла руки в бока у Зумуки только вот когда все шло по-хорошему дать тебе не вас всех ну раз уж ты не собираешься нас сдавать своему господину так и нечего здесь мелкого пугать подытожил Тибирама сдавать Ха Кушина вдруг рассмеялась отчего ее алые волосы вдруг странно зашевелились словно то были не пряди а змеи после того что учудили ваши версии вместе с Учхасаски в том мире легкий кивок на разочарованной деактивировавшую бьяку Ганхимовари а что мы там учудили полюбопытствовал Хаширама который предчувствовал нечто такое как только заметил частички своей чакры в мелкой с тем мелким говнюком оскорбился Тибирама Саски в конец охренел Хару именно втыкнуло в грудь Хару Кушина Шинигами предвидел что произойдет с тем миром потому и вывел из игры почти всех узумуки отцуцуки и тя чипенц и мира богов от них много проблем и он списал тот мир наш мир по сути своей решив сражаться за более перспективные но под вечное Цуки имя не попал у Чхасаски с его клятыми глазами его воскрешенные Хакаги и наломали живодров своим путешествием в прошлое создали параллельную реальность то есть умножили в два раза этих чокнутых из клана отцуцуки поэтому нет господа Хакаги вы там эту кашу заварили вам здесь ее и расхлебывать дать тебе не аэ видя как натужно скрипят мозгами его предки промямлил Хару а я в чем провинился тетенька ты лицо Кушины чуть смягчилось просто попал под раздачу или на тебе сработала карма за всех Синджу и Узумаки тоже хочешь сказать что Наруто Хакаги лишь в иллюзии нахмурился Хаширама они все рабы Кагуи если очень сильно упростить то да ваша задача не только не допустить повторений в этом мире но и Учиха Саски обрел пристанище в теле обитой Учихи он стоит за Акацуки он хочет спасти мир но по-своему думаю вам не нужно объяснять что может означать спасение мира по логике Учиха в самом деле все трое молчали представляя да примерно одно и то же он сам решил стать богом с тоской спросил первый да его не остановил даже Кушина содрогнулась Наруто Пару лет он вам купил но какой ценой седьмой мертв Харус ужасом обернулся на Химоваре успевший заскучать настолько что уже начал рисовать веточкой на земле нечто отдаленно напоминающее охранные фуины но он же он же нереально сильный в самом деле согласился второй неужели мы чего-то не рассмотрели в сопляке Саски сопляки вырастают и затем переступают через тело тех кто не нашел в себе ненависти ответить тем же другу учись Хару Кушина подняла тяжелый взгляд тебе еще не поздно это понять гнетущее молчание воцарилось в голове у охреневающего от всплывших подробностей Синджу противный писк махонького прибора на поясе Узумаки заставил всех троих подскочить прошу прощения Теба Кушина тупо уставилась в маленький кран долг зовет мы еще встретимся и проведя своей растворяющейся рукой по макушке в земле печати химоваря та растворилась в воздухе да ну нахрен вслух произнес Хару что с сочувствием спросила у него девочка тараканы замучили Синджу рассмеялся горько и но просто безумно со стороны он должно быть казался полный психом а на деле так оно и было псих и есть предки Хакаги да женушка четвертого она же жнец да ну вас можно и так сказать хрипло ответил он отсмеявшись появился новый таракан алый волосый понятно совершенно серьезно кивнул ухимоваря ты не беспокойся я тебе верю я никого не видела но мне постоянно казалось что на меня кто-то смотрит я не подавала виду а вдруг не положено или я ошиблась нет тряхнул головой Синджу хотел бы я не подавать виду но его плечи поникли если с тебя сегодня хватит то Росенган можем начать учить завтра пожала плечами девочка Хару скрипнул зубами седьмой мертв вспомнил он нет сказал он чем раньше начнем тем быстрее выкинем тараканов из головы ладно просияло химоваря пошли и потянуло его вглубь по ночной пустынной улице ураган именно это слово просилось на язык у любого кто набрел бы в тот день на полигон именуемый лесом смерти там в самом его сердце бушевала бури деревья что пережили на себе немало буйств юных шиноби стонали и скрипели под натиском Росенган Росенг темноволосая девочка без сил рухнула на колени из носа у нее текла густая кровь но она не замечала этого продолжая словно слово заклинания шептать Росенган словно от этого самый большой любитель этой техники мог отозваться на ее зов и химоваря и всхлипнула размазывая по лицу сопли смешавшиеся с кровью это место то самое проклятое место почему она тогда активировала ту дюцу почему что дернуло ее в тот момент какая дьявольская сила почему кричит она в пустоту леса крик совы больше похоже на плач ребенка не пугает ее ее вообще больше ничто не пугает нет она не чертов гений клана или кто-то там еще чтобы освоить чертовски сложную дюцу на которой ее дед убил не один год а отец не одну неделю за одно занятие но ветер шумит в ее ушах а в жилах бьют на батон кровь проклятый мячик лопнул к концу тренировки остальное как сказал Хару завтра но химоваря всхлипывает завтра кажется почти таким же эфемерным как ее жизнь сегодня есть а завтра она сжимает кулаки у зумы кешла короче мороза информацией но нашла учителя а затем затем все рухнуло как бы это дико не звучало но во сне впервые довольная собой натренировавшейся до шатании она уснула в доме бабульки без задних ног однако тот обернулся кошмаром кошмаром севшим перед ней на корточке извиняющимся тоном пообещавшим что здесь с ней ничего не случится что ее дед оба ее деда не такие уж засранцы потому что догнать исчезающего в зыбком тумане у нее не получилось проснувшись в холодном поту химовари не ведала что творит ноги сами привели ее в то место в то проклятое место деревья трещали и гнулись но вовсе нет ее ничтожной попытки создать расценган эмоции душили ее а вместо что уже почти иссякши чакра она растрачивала свою жизненную энергию довольна из темноты вышел этот из простой дядюшки нейджи уйди треснувшими губами шепчет она короткий удар по тенкинсу погрузил узумки в спасительную темноту допрыглась услышала она перед этим ворчание своего мелкого лиса успокоилась в кружке у изврата просты нейджи плещется что-то пахучее и знакомая нечто подобное порой замешивала мама химовари рывком сев с кресла во все глаза уставилась на знакомый интерьер гостиная и главную ветви ароматная чашка едва ли не насильно была всунута ей в руки а состоявшего к ней спиной кресла раздалось знакомое покашливание она вздрогнула мы не кусаемся химовари со вздохом произнес дедушка хиаши но они и джи за лицом которого внимательно следила химовари он выглядел так словно очень хотел хмыкнуть но атрофированные лицевые мышцы мешали ему это сделать я знаю прошептала она и хотела сказать что-то еще но озноб минувшего кошмара вновь накатил на нее что если это был не кошмар но сейчас мне надо идти простите зачем ты прибавила она так они тебя отпустили хмыкнул лис химовари сжалась в самом деле а что она будет делать если не отпустят если к тому же цунаде поблизости нет да и вспомнит ли она о ней очнется ли четвертый вернется ли отец не проводи нашу гостью да куда она сама скажет ты все равно придешь к нам девочка она не видела лица деда но его голос он пробирал четверг конечно хиаши сама дядюшка выглядел так словно одновременно скушал в другое время химоваря бы посмеялась в другое время стоя перед резиденцией хакаги и все еще не вери что ее отпустили химоваря оглянулась на своего провожатого любопытство легкое презрение и недовольство тем что глава клана столько внимания уделяет девчонке сейчас ей не было до этого особого дела но потом спасибо вежливо шепчет она враги ей сейчас ни к чему тем более среди родственников охрана к ее удивлению пропускает ее без вопросов а переживший ни одного хакаги диван кажется самым удобным на свете когда легкое шевеление воздуха и перед ней лицо четвертого виноватое лицо по которому она все понимает и без слов а худая надежда рушится в бездну папа зачем ты так глава 39 зуб крови не все так гладко в клане хиаши предпочитал смотреть правде в глаза не теша с пустыми иллюзиями не всех устраивает деление на главную побочные ветви каждый заклиненный в глубине души ненавидит своя печать ладно есть те блаженные идиоты кому быть рабом проще их немало однако тех кто не смирился с таковым положением дел тоже хватает хватает на то чтобы хиаши ощущал как постепенно пропитывается вокруг воздуха запахом металла кровь рука зажимает раненый бок нет это было не смертельно но болезнен страшнее рано телесной была та что нанесли сегодня его душе его брат хиаши когда он забрал Нейджи то прямо заявил что лучше тому с женой браться из жизни сына если те хотят ему добра хиаши думал что брат заведет еще ребенка для того это не было такой проблемой как для него но этого не случилось более того он и сам не заметил как сильнее отдалился от хиаши было ли ему стыдно возможно но это бремя главы клана если бы это он родился на несколько минут позже то это была бы его судьба но этого не случилось а значит каждый из них несет свой крест хиаши лишился сына но он растет на виду он знает что с ним и нет его брат близнец все же так же проницателен как и хиаши он видел по лицу брата знал что тот понял все понял когда увидел как бережно глава клана держит на руках новорожденную ханаби его ребенок неожиданность Ниджи не светила место главы равно как и брат понимал что хиаши не пойдет на заключение брака не просто с двоюродными они ведь близнецы почти сводными братом и сестрой Ниджи был обречен и Хизаши это понимал хиаши все это знал просто видел но ничего не предпринимал просто ожидал когда братские чувства порядком остывшие за годы отчуждения что приросло к ним из-за разных социальных ролей окончательно проиграют отцовски и да он знал что свой ребенок всегда ближе как бы хорошо он не относился к Ниджи но ради благополучия ханаби тому следовало умереть желательно с пользой для клана однако он обучил племянника на совесть природный талант еще и ограненный умелым мастером хиаши создал гений клана слава которого пошла далеко за его пределы будучи наследником Ниджи по-прежнему служил Канохи возвращался из таких передряг из каких не выбираются признаться порой хиаши ненавидел себя за поспешность не успели следы похитителей хинуты остыть он уже принял решение ставшие роковым и хваленные контрацептические травы его клана давали сбой появление ханаби убило его жену разрушило шаткий мир с братом потеряв первую дочь хиаши всего себя отдал второй потому что обнаружил совершенные неожиданно для себя нерастраченные чувства потому что осознал что иной семьи кроме нее у него уже не будет не будет потому что они с братом близнецы одни яйцевые уродились жеками сама и готовы пожертвовать собой и своим счастьем ради него хиаши выбрал жизнь своего ребенка а не его хиаши поступил бы так же точнее он замыслил так поступить с ней но если он надеялся что ему не придется марать руки достаточно лишь почаще посылать племянников горячей точке то у хиаши подобных надежд не было брату пришлось бы сделать все самому и неминуемо умереть ему предстояло драться с его дочерью превозмогая страшную боль и хиаши в самом деле не верил что у брата хватит духу напасть сейчас пока ханаби еще так мало и пока он пока он не научил ее контролю за проклятыми печатями ударить сейчас решение верное стратегически но его брат обделенный воспитанием отца как главы клана не мог быть настолько безжалостным мог хиаши хотелось умереть боль в продырявленном боку была ничем по сравнению с тем что это он виноват только он хвалился что куда умнее дальновиднее фугаку а сам не пожелал посудить брата по себе не поверил до конца не уберег вторую дочь глава клана Хьюга пошатнулся падая на колени вот так зажимать рану больше не было смысла ханаби было уже не вернуть впервые в жизни дрожащими руками он отвел с ее бледного лица прятку навеки остекленевшие глаза заставили его подавиться собственным криком лучше бы Хизаши воткнул нож в его сердце взгляд против воли переметнулся на близнеца печать прожгла ему лоб арыт был раскрыт в безмолвном крике вот чем чревато нарушение прямого запрета не вредить членам главной ветви поединки на состязаниях и тренировках были не в счет здесь существовала лазейка но это не позволяло сознательно желать смерти почему сейчас почи он знал ответ в кунохе царило оживление гнусный поступок наследника учхо возвращение едва ли нестого света предпоследнего синджу появление родственников хакаги возвращение и жуткое ранение джирайи предательство одного из перспективных джоунинов к слову тоже учхо все это позволило бы свершить революцию в кланях юга так что и никто из старейшин или хакаги и пикнуть бы не успели слишком заняты собственными проблемами слишком хиаши зажмурился да хас в деревне позволил бы решить внутреннее дело незаметно а потом когда печати уже были бы разбиты никто бы ничего не успел сделать хиаши действовал не один нашлись еще подобные ему самоубийцы что предпочли смерть в обмен на что свободу для своих детей хиаши зажмурился почему почему никто из них не понимал почему эта вековая система она единственная что уберегло их отцу или пузумаки синджу и чхо и все же глядя на распростертое тело ханаби и чувствуя как горький пепел оседает на губах он уже не был так уверен если долго подавлять и угнетать даже ради общего блага то можно получить вот такой всплеск в ответ хиаши было больно его старое сердце толчками выбивало кровь из продырявленного бока голова окружилась а дом главной семьи догорал он уничтожил их же к мозге начисто нападавшим на те успели подпалить его дом убить старика отца а также тех кто остался верен ему в этом доме а после продырявить его собственный бок хиаши мотнул головой если если он сейчас здесь умрет те добьются своего отправленный следить за химов ренинджи станет главой клана печати развеются с его смертью он не успел передать свои знания ханаби и не захотел отдавать нити власть племяннику только он и его отец владели ключом и они оба умрут и величие клана хьюга его проклятие конет вслед за ними они они станут следующими заучих в очереди нападения хиаши скрипнул зубами какая теперь разница он все равно этого не увидит дяди глава клана охнул только ниджи сейчас не хватало дя племянник замолчал заметив тело добей меня неожиданно прошелестел хиаши безумно скались давай заверши начатое своим отцом предателем давай дяде лицо ниджи было полно ужаса а взгляд метался между отцом и ханаби что тут что он любил тебя выплюнул хиаши больше чем себя меня и клан мой брат знал что я не позволю тебе жениться на ханаби знал также что я не хочу видеть тебя главой клана что я не позволю тебе им стать словно раненый зверь прорычал он нам надо выбираться отсюда только и сказал племянник нижевым тоном а после подхватил вяло сопротивляющегося хиаши за подмышки и поволок из горящего здания не будь дураком прошептал глава клана не не судите по себе дядя едва донеслось до его тающего сознания он почти не ожидал очнуться но все же терпкий запах целительных трав коснулся его обожженного дымом пожарищей носа хиаши был жив вот только зачем вновь собирать себя из осколков искать наследника снова жениться отыскать и казнить всех причастных к сегодняшнему восстанию хиаши скрипнул зубами он слишком стар для этого дерьма более того главе благороднейшего семейства не пристал так выражаться даже мысленно но ему все равно потому что раз уж он жив то виновные должны быть наказаны ханаби отомщена аниджи хиаши вновь скрипнул зубами именно ему он обязан своей жизнью глупец благородный честный он точно не годился в главы клана слишком хиаши осколобился слишком уж хорош для этого и что же ему теперь с ним делать что хиаши сама семейный лекарь навис над ним его лица не было видно и хорошо сочувственного вида хьюга бы не вынес вы потеряли много крови надышались я и сам знаю что со мной произошло грубо оборвал его хиаши возможно чересчур грубо но сейчас ему было не до светских любезностей где ниджи молодой господин оставил вам послание чуть поддрагивающий рукой лекарь вложил в его ладонь сложенный в четверо лист я вас оставлю буду неподалеку иди нетерпеливо махнул рукой хиаши чувствую как отвратительно сохнет во рту руки плохо слушались но ему удалось развернуть письмо буквы расплывались перед глазами но худо бедно проморгавшись он смял послание не зная что ему делать злиться или же позволить облегчению затопить его истерзанную душу ниджи умный мальчик добрый честный пусть расчет хиаши не оправдался и ниджи не быть главой клана но тот будет жить в отличии от ханаби волна гнева пополам с бурью затопило его и все же хиаши не был сторонником бессмысленного кровопролития смертный джи не вернет ему дочь пусть племянник бежит из канохи пусть живет скитаясь он достаточно силен чтобы уберечь свой бьякоган и достаточно благороден чтобы не обратить его во вред назад же путь ему заказан уж хиаши позаботится чтобы в случившемся обвинили до кучи сына за грехи отца чтобы уж точно не претендовал затем на его место ну а его мать ладно раз уж мальчишка так просит то хиаши не тронет заловку мог ли он подумать вчера что все так обернется настала очередь шисую чхаскалить зубы при виде него черт возьми горевал ли хиаши однозначно был ли он в бешенстве еще в каком и незваный посетитель уж точно в его планы не входил ему не надо было активировать бьякуган чтобы знать наверняка это не его док а раз так пошли все к черту без церемонии выдал он жалея что сейчас недостаточно силен чтобы подкрепить приказ покалыванием печати кое он вошедшим не ощущал как ты посмел верну подскочив в постели невзирая на стрельнувшую боль в натянувшемся шве он уж точно не ожидал упереться взглядом не в племянника а в да уж я конечно не ожидал и теплого приема но хиаши сама вам не кажется что это как-то чересчур кутавшаяся в плащ анбу девушка волком смотрела на него в анбу нет представителей хьюго треснувшим голосом прошептал он умом он уже осознал кто перед ним но это было слишком для сегодняшнего дня теперь есть хмуро ответила девчонка упрямо вздернув подбородок я слышала у вас был ужасный день я та прикусила губу мне жаль длинные волосы такие же как у ханаби только оттенок такой был у их матери и химовари была на нее похожа очень хиаши почувствовал как болезненно сжимается сердце неужели сегодняшний день состоит не только из потерь я думал удивительно как нелегко было сейчас ему подбирать слово ты давно мертва облако не тронуло тебя и в самом деле старшая дочь смотрела на него своими глазами немыслимо они не звери дернула плечикам химота лучше иметь одного полноценного и преданного деревни хьюга чем много полукровок и рассадить два глаза по нервам не приспособленным к таким нагрузкам каналам так ты служила им хиаши прикрыл глаза не самые хорошие новости но вот она его первенец жива ей даже нисколько неробеющая поразительно пришлось я сбежала при первой возможности химота выдержала его прямой взгляд и я больше не боюсь вас вот как хиаши поморщился селись принять более вертикальное положение из чего бы тебе бояться своего отца глупое дитя я ничего не забыла надежа его забитая девочка выросла в настоящего волчонка вон как скалится только вот не напускная ли вся эта бравада и что же ты не забыла холодным тоном осведомился он как была настолько слаба что только умела что хныкать забившись в угол что жалела каждую земную тварюшку что позорила меня и что позволила себя похитить так что мне пришлось объявить ниджа наследником что в конечном итоге привело к тому что мой брат убил твою сестру ты это забыла он сорвался на хрип умом понимая что перегунул но хиаши попросту несло зря я вернулась губы химоты дрожали но к ее чести та не ревела я ведь не забыла каким холодным бесчувственным ублюдком ты был просто решила что после случившегося тебе тебе нужен кто-то не совсем чужой рядом какая же я идиотка голос девчонки все же сорвался на рыдание не смей уходить крикнул хьюго в развернувшуюся спину мы не закончили не он свалился с постели чувствую как обжигает неистовой болью не заживший бог проклятие прошипел он в очередной раз теряя сознание все это уже порядком его достало собственная слабость как же он это ненавидел скажешь еще какую-нибудь гадость я уйду и брошу тебя истекать кровью голос хинуты не самый дружелюбный вот что услышал хиаши едва отойдя от обморока судя по сквозняку он лежал на полу а вокруг него натекло порядочно крови нехорошо его соклановцы пырнули совсем нехорошо клинок был отравлен отвечая его мыслям заявила дочь концентрировавшая целительную чакру на его боку кровь плохо сворачивается если хочешь себя убить пожалуйста рыпайся ириендицу тебя облако научила прикрыв глаза и старись не обращать внимания на очевидно сходство по взрослевшей дочери с его женой спросил он да коротко ответила девчонка они потом еще шицуни руку приложила шицуни из конухи встрепенулся хиаши она же мертва меня ты тоже списал со счетов с обидой прошептала дочь медик не самое плохое призвание ты была оторвана от клана не реализовала ее половины своего потенциала но с чего ты взял грубо перебила его химота девочка которую он помнил так был никогда не сделала но ту химоту он давно похоронил а эта дерзкая молодая волчица хиаши усмехнулся такой дочь нравилась ему больше я не хотел тебя задеть спокойно соврал он просто зная все можно исправить я возьмусь за тебя и ты займешь свое место наследнице да сейчас чудесное воскрешение или же возвращение его старшей дочери было бы как нельзя кстати с чего вы взяли что оно мне надо да судя по отсутствию манер его дочь выросла в казарме хиаши поморщился убеждая себя что все поправим и рожать и воспитывать с нуля нет на такое он не подписывался либо это либо я тебя заклейми спокойно пригрозил он ей но дочь против ожидания нисколько не испугалась напротив химота расправила плечи и нагло улыбнулась неужели вы думали что я вернусь не позаботившись об этом вы не можете заклеймить анбу хакаги хиаши сама елена произнесла та внутри ухюга похолодела так вот откуда плащ злость номината превысила все допустимые пределы да как этот безродный выскочка посмел он ведь позволил ему взять опеку над химовари а ведь мог не спеши убивать взглядом хакаги отец у него не было выбора видишь ли остатки детского воспитания перемежались в химоте с казомерной бесцеремонностью я забеременела от его погибшего сына а для нормальных людей семья это не пустой звук ты и наруто хиаши чувствовал что вот-вот задохнется и дело тут не в обожженных легких он же старый да и когда ты успела маленькой подыску звонки щелчок пощечины прервал его хиаши не мог поверить она ударила его химота наруто мой ровесник прошипела гневно щели глаза его дочь прекратившая лечить его был на глаза ее выступили злые слезы он спас меня он сделал все чтобы страна дождя стала свободной мы любили друг друга и не смей называть меня шлюхой поверь я видела их не сомневаюсь ужалено процедил хиаши ему нужно было переварить он знал что пришелец мертв но хинато говорила не о нем значит и пропавший здесь сын намекадзе было же в какое-то время каким-то образом он и тут сделал ребенка его дочери хьюго застонал это все осложняло с другой стороны за постепенным раскрытием хинато как анбухакаги он ничего не терял скорее это снимало большую часть вопросов о том где она была и способна ли она вести за собой людей что до ее беременности он дернул головой пусть родит ребенка же если так уж хочет пусть забирает хакаги он же выдаст хинато за подходящего хьюго и далеко идущие планы главы клана прервал резкий голос хинато поверить не могу что ты только что потерял дочь брата и сам едва не умер но при том единственное о чем ты толкуешь так это вопрос наследия как можно быть таким таким дочь смотрела на него возмущенное зло но к исцелению вернулась их уже не вернуть скрипнул зубами хиаши а вот вопрос наследия сейчас стоит так остро что он стал равен вопросу выживания клана в целом ты росла вдали от нас тебе не понять как важно беречь беречь что бьякуган зло осведомилась она не велика ли цена за все эти смерти почему чхо до печати не додумались и куда их это привело брата убийства вот какова их история ты хочешь чтобы у нас было так же будто бы у нас сейчас иначе пригвоздила его хината и где нет же его ты тоже убил нет но лучше ему не попадаться мне на глаза прошептал хиаши он пытался успокоиться но тщетно и все же если он хочет удержать хинату то ему нужно дать ей зацепиться хоть за что-то значит ты хочешь разорвать порочный круг хочешь разбросить оковы с нашего клана что ж не буду тебе мешать даже помогу создай иную печать что защитит Бьякуган но при том не будет рабской сделай это а я помогу он помнил что говорил пришелец возможно раз он согласился на подобное в том мире клан не рухнул то и здесь настала пора перемен ты серьезно хината смотрит недоверчиво нет где бы она ни росла но там ей привели куда больше нужных для выживания в гадюшнике навыков чем сумел он но она замялась мой ребенок будет полукровкой в клане об этом не узнают уверенно пообещал хиаши лучше никому вообще не знать пока что ты жива я обучу тебя тому что должен знать глава а потом мы вместе найдем способ изменить печать а мой малыш вновь с нажимом повторил хината что будет с ним если родиться с Бьякуганом то примем в клан возьмешь на воспитание сиротку если же нет то с Хакаги ему будет лучше на одном дыхании ответил хиаши он ждал что дочь ударит его но ничего не последовало лицо ухината было мокрым сама она красная но кивок был решительным это она еще не знает о химоваре хиаши скрипнул зубами чувствую что после сегодняшнего ему понадобится не одна пломба и все же теперь у него была надежда глава 40 отверженный прошло 7 месяцев деревня скрытого листа была погружена в сон бледный лик луны едва касался плотной застройки и острых граней монумента с ликами Хакаги чего осторожный луч избегал так это мрачные высокие фигуры вокруг которой клубились углубляя стене незнакомец в черном плаще с кровавыми язвами что изначально задумывались облаками неспешно брел в ночи ливонька отстукивая себе путь длинной изящной тростью его лицо скрывала плотная белая маска на которой отсутствовала прорезь для глаз однако слепота странного путника вовсе не делала того немощным напротив он напоминал приспособившегося хищника что собственно изъян обратил в свою пользу саски сабита а это были именно они почувствовали приближение еще одной заблудшей души и потому поспешили плавно переместиться на крышу забавный факт но ранее не тот ни другой чиха сенсорами однако жить захочешь не так раскорячишься горечь поражения еще не покинула их сознание однако ничего кончено еще не было скорее все лишь только начиналось тянуть и откладывать с изъятием глаз и мелкого себя они больше не могли саски слишком хорошо зал что еще немного и в нынешнем своем состоянии он не сможет совладать со стремительно впитывающим знания тарачем мару молодым и дерзким собой сделать же учиха считал делом чести и данью уважения нет ему не было мерзко от таких мыслей и того в кого его превратила эта жизнь оба учихи были солидарны в одном уарочем мороза консервировано в банках достаточно шарингонов чтобы компенсировать своему любимому ученику его потерю их же собита великая цель оправдывала средства сегодня они могли проникнуть в катакомбы и забрать почти свое минуя тихие мысли своего соседа предложил предаться воспоминаниям то ли это саски поддержал товарища но сегодня они оба чужеродной тенью бродили по некогда родным местам замирая внутри от каждого шороха по спине у отверженных пробежала дрожь им не нужно было зрение чтобы узнать тех от кого едва удалось скрыться и тачи и кукаши нарочно не придумаешь как лихо повернуло свое колесо ее величество фортуна в этом мире служивце они возвращались с миссии и даже не подозревали что с крыши напротив тщательно спрятав свое присутствие за ними тщательно следили то уж крутилась лобита и саски был с ним солидарен осознание того что здесь и тачи был все еще жив порой его подводило скорее всего эта гибель народа пробила брешь во его броне но продолжать игнорировать этот факт стало сложнее как и то что его не должно волновать но заботит то что когда его мелкая узнает что их мать выбрала смерть чтобы отдать свое мангеке брату то тот не простит ни за что они прерывисто вздохнули обито все еще не простил какаши смерть рин хотя саски потратил достаточно усилий чтобы доказать что-то было подстроено мадарой но тут не надо было быть наруто чтобы понять все равно ему не было чувство непреимущества вовсе нет но и вырвать их с корнем в тот момент обои мангу было не до странного охватившего вмиг чувства что за ними наблюдают но вреда нанести не желают экстренно сигнал тревоги из резиденции перекрыл все у чихосаски обито нахмурившись все же решились последовать заятачи и кокаши химов риузумаки в этом мире получившие документы на фамилию намикадзе старательно оттирал въевшееся чернильное пятнышко со стола хакаги кто-то еще берут самых сильных а не самых уравновешенных шиноби то столы в кабинете последних не будут задерживаться надолго однако химоваря видела счеты на новую мебель а также помнила заповедь проклятых но оттого не менее правых пиарщиков правда ничто а имидж все поэтому у первого лица конохи не должно было быть задрыстанного рабочего стола то что ее вообще до этого допускали можно было назвать удачей попытка прилепиться к бабу лицу надя была не самой удачной идеей та конечно самая сильная кумна ичи но химоваря была нужна не сила а знание как сделать так чтобы не просто вернуться домой но и как этот самый дом отстоять от спятившей асу суки ее несостоявшийся рывок пугающему до легкой дрожи но такому дьявольски умному изощренному экспериментатору Рачимару был пресечен сначала вмешательством Хару Синджу а затем дедушка Мината тот хоть и явно не знал как себя с ней вести но прижатый Цунади Джирай и собственной совестью все же предпринимал некоторые потуги чтобы сблизиться по крайней мере он так ни разу и не смог выгнать ее в зашею собственного кабинета где по сути и жил химоваря занималась тем что умело наводила порядок попутно Минатой его посетителей было чему поучиться а она научилась быть незаметной своей самой большой победой она считала то что ей удалось уговорить Хакаги учить ее фуиндицу хотя времени у того и катастрофически не хватало но химоваря была наблюдательна и умела подлезть в нужный момент подобрав правильное слово за прошедшие семь месяцев Узумаки продвинулась сильнее чем за десять лет жизни до этого она бралась за любую возможность и совсем не выбросила из головы Рычимару просто осознала сколь глупо было бы являться к тому совершенно беззащитной и не имеющей за душой ничего кроме внушительной наследственности случившееся с кланом Хьюго потрясло ее клан матери был для нее родным пусть здесь они были несколько не такими какими она помнила но других то и не было по деревне ходили слухи один страшнее другого химоваря не знала отца Нейджи но отчего ты не шибко верила что этот в сущности не такой уж пугающий извращенец мог возглавить заговор против дедушки Хиаши и убить тетеньку Ханаби это было как-то слишком крупно для него и очень уж не вязалось тепло отзывающимся о его памяти в родном мире мамой в любом случае Химоваре было очень жаль дедушку Хиаши и сама того не заметив она практически поселилась в восстановленном особняке главной ветви разрываясь между ним и ним не потерянным четвертым это породило новую волну слухов Химоваре храждений одно абсурднее другого но больше всех людям понравилась версия о том что она была искусственно выращена в лаборатории Арачимао из ДНК четвертого и главы клана Хьюго Узумаки даже стало интересно а возможно ли такое на самом деле ну чисто теоретически но спросить белого змея она как-то не решилась напряжение в клане Хьюго можно было понять Хиаши не пешил вновь жениться как и впрочем отбирать талантливых детей дабы принять их в главную ветвь у клана не было старейшины и клан был лишен наследника зато была родственница Хакаги с незапечатанным Бьякоганом с которой вопреки всем пересудам продолжал возиться их глава все это заставляло представителей клана перешептываться а не сошел Хиаши сама от своих потерь и предательства с ума решив сделать наследнице невесть откуда взявшуюся полукровку Химоваря впрочем знала что Дзидули ее используют как кость брошенную народу для пересудов но она не обижалась понимая что ей необходимы тренировки и воспринимая эту ситуацию как обмен ведь она не могла не найти их старый дом просто потому что хотела взглянуть будто ей других доказательств что реальности в которой Химов жила нет нет напротив происходящее сейчас ощущалось до ужаса настоящим не то что тот чудный сон подернутый дымкой больше всего Зумаки боялась вообще забыть окончательно примириться загнать всю прошлую жизнь в разряд сна или шукраткой вспоминать или что хуже ей помогут забыть детская психика гибкая а память непрочная в деревне достаточно мозгоправов после которых Хима будет на полном серьезе считать что она Хима варинамикадзе плод гены инженерии эксперимент Хакаги глава Хьюга и Арачимару по созданию шиноби с необычным сочетанием кикея только понять бы еще удачно ли нет Хима варин не собиралась когда сей замечательный вариант придет дедушкам в голову правда в таком случае тем будет тяжело объяснить собственную возникшую эмоциональную привязанность к пробирочному продукту но была ли та вообще порой у Зумуки сомневалась многие сами привели ее к родному дому только вот встретила та там не чужих по сути людей хуже того Хима варин нашла в нем молодую Химату отличал не только вызывающий наряд нет та и держала и вела себя иначе потому морок охватившись перво Химу тут же развеялся стоило ей вглядеться получше она не кинулся с распростертыми объятиями к ней а лишь сползла по крыше соседнего дома прячась получше в тот день Зумуки осознала что вот он план дедули Хиаши того что тот не мог не знать о том что та в Канохе она не допускала раз уж Хакаги был в курсе Химавари узнает ее позже в мелькнувшей тени Анбу в мышиной маске вот так это не ее мама а Анбу Хакаги удивительно другое почему дедушка Хиаши не представит ее клан и правду вскроется позднее отказаться от слежки за ней Хима не может физически это выше ее сил однако вскоре та замечает что живот мыши растет это была явно не борута ведь ее отца в этом мире в обоих версиях поджидала гибель потому неизвестно от кого сейчас полнела Хината но Хима это неожиданно сильно взбесило вскоре она заметит что ее сталкеринг обнаружили однако не пресекли скорее наоборот теперь они поменялись ролями и сама Хима ловила на себе пронизывающие взгляды Бьякогана она все ждала с ужасом робкой надеждой когда та прижмет ее к стенке но Хината не спешила неужели той было совсем плевать или же она купилась на сказку о пробирке Хима понимала что ей не начато рассчитывать но запретить сердцу трепетать каждый раз не могла да та ее не рожала ей самой только лишь лет шестнадцать но в этом но было сокрыто слишком много безнадежной надежды которую следовало бы оставить ей как уже не маленькой девочке этот мир был совсем другим здесь все ощущалось острее болезней порой Хима ловила себя на мысли что она цветок пересаженный из теплицы на открытый грунт и неизвестно не прикончит ли ей первый заморозок не согнет ли острый порыв безжалостного ветра подсолнух трепетал но по-прежнему держался хоть и понимал все яснее что сейчас ее судьба на волоске зависит исключительно от того насколько сильной будет оставаться фигура четвертого тот к счастью оклемался после своих передряг со здоровьем или же просто застыл в ожидании нового срыва аккумулировав все силы организма его авторитет не особо пострадал из-за вскрывшихся фактов с происхождением руки учихи просто потому что здесь их клан переживал не лучшие времена и не признать дитя от гнилого побега было нормальным в конце концов на произвол судьбы никто не бросил продвижение по службе не мешали скорее наоборот и чего жаловаться облеком орали конечно пошатнулось но неровно дышать в сторону мината даму не перестали только обиды прибавилось что тот нашел в какой-то там учихе дранный а в них нет как бы там не было ахимов ряд загребущих лапок дедули хиаши спасал только четвертый к сожалению та убедилась что с тем дедушкой которого она знала в своем мире тот имел не так уж много общего и было ли это вообще правдой а не ролью в спектакле сентиментальную богиня и с этого дедуля осталось бы заклеймить подобрать правильного мужа и культивировать в качестве свежей крови в клан и тогда точно прощай надежду вернуться домой к настоящей маме и братику нет как бы ее сердце не рвалось от сочувствия и от воспоминаний минувшего будущего но химов все-таки старалась удерживать в сердце хлипкую заслонку сильно не привязываться сильно не как мантру твердила она помогала слабо оставшись в одиночестве хима нуждалась в поддержке только вот глупо было искать ее в двух опустошенных выжженных изнутри шинобе средних лет что были связаны с ней больше кровью чем воспоминаниями и духом тем самим та была необходима как воздух но кто же из этих упрямцев признается у зумаки вздохнула нет те сами себе не признаются ни за что и хотя рядом с ними хима чувствовала себя нужной все же метания между молотом в наковальне и сушала ее так дальше продолжаться не может а что если с четвертым что-то случится цунади и джирай хорошие люди но они вряд ли встанут между ней и жаждущим ее прибрать к рукам хиаши химов и вздохнула почему ее вообще посещают такие мысли словно она что-то предчувствует у зумаки отложила тряпку украдкой оглянувшись в сторону похороненного под ворохом бумаг дедушку мината тот почувствовав взгляд устало улыбнулся и сделал предложение от которого сердце хима забилось еще сильнее что-то очень крупное должно было сдохнуть в лаборатории арачимару раз тот пообещал ей сходить к очереку через каких-то пару бумажек только вот у зумаки печально покосилась на часы тот уже был закрыт впрочем ничего нового она привыкла что четвертый периодически теряет чувство времени думать о том что тот специально так сказал хима не хотела нет вон он как рассе натрет глаза и устало поводит плечами куда там чего она не ожидала так это мелькнувшая из ниоткуда короткой вспышки затопившая комнату едва не ослепившая ее и старательно смаргивая слезы расплывающиеся радужные звездочки у зумаки была вынуждена констатировать четвертый Хакаги пропал уж точно то был не его Хирайшина так как если сравнивать обычную молнию с шаровой холодок медленно пополз по ее спине ощущения резанувшие ее на грани сознания были сходными с моментом их перехода между двумя реальностями значит ли это что деду Льминато могли призвать с той стороны но зачем он Кагуэ нет Химовари безумно захихикала утирая выступившие слезы рукавом это все какой-то бред просто невозмая она замерла глядя на заполошенных анбу что ворвались внутрь кажется кто-то догадался опробовать печать экстренного переброса телохранителей Хакаги к его объекту но тот не работал отстраненно Химовари наблюдала как вызванные подняты не иначе как из постели небрежно наспех одетых Джирайя молча горит значит точно призвала взамен папаня обреченно шмыгнула носом Мзумаки обнимая себя за колени и стараясь по возможности слиться с обстановкой ей надо было бежать прочь от дедушки Хиаши что имеет на нее свои планы прочь от Арачимару что тоже будет не прочь заполучить ее с потрохами в обмен на призрачные обещания в резиденции всем сейчас было совсем не до нее и Хима тенью выскользнула в ночь слабо осознавая что делает реальный мир жесток сожрет ее и не подавится только семечки от подсолнуха выплюнет однако плыт по течению игрушкой в руках у взрослых чьи намерения как у Зумаки думала она раскусила вот уж нет бежать прочь и стараться выжить и искать ответы на вопросы мир большой и вовсе не сошелся клином на одном скрытом листе Хима Варя задумалась может ей стоит найти дядюшку Нейджи тот вроде не настолько помешанный или мысли потянулись в сторону старого дома и юную версию матери нет то и точно хватало заботы без нее куда ее в шестнадцать да сразу двоих причем она чужая у Зумаки шмыгнула носом странно но ей сейчас казалось что кто-то все же последовал за ней трезиденцией раз так то она расправила плечи создала четырех клонов и пустила их в разные стороны так просто Хима не сдастся ни за что боюсь здесь твое усиление тщетно это гончи хоть и слепа но ее нюх по-прежнему остр не обрадовал ее мелкий лис а впрочем скоро сама убедишься ты не упоминал что Кагуина такое способна а если она и нас призовет в мысленный оборот обито загнались истерические нотки черт Саски ты не предупреждал о таком дерьме я сам не знал не уловить остатки удушающего присутствия Асусуки что своей рукой загробастала четвертого для него столько лет играющего с ней в безумные салочки было невозможно зачем он ей если только та совсем не чокнулась в ожидании своих родичей и не обратилась за Наруто заменителем чтобы было кому прикрыть ее чертову задницу Саски если меня из-за тебя затащит ваш чудный мир то я тебя убью обильно сыпал обито совершенно бесполезными угрозами тихо ты недовольно шикнул тот кажется мелко и убегает и что продолжал распаляться обито или ты ей сапельки хочешь утереть как же ведь вы с ней два чужеродных осколка тут еще притащи ее на базу как мелкого народа много лет назад эй ты ведь не хочешь в самом я пошутил слышишь балбесина эй однако простой руганью Саски давно привыкшего к подобному профессиональному выеданию остатков мозгов ложечкой было не остановить он как во сне следовал за химовари не кстати вспомнилась Сарада что хоть и была как и все подцуки ими но Наруто приглядывал за его дочерью и если уж в чем сложно было упрекнуть учиху так это в том что он не умел раздавать долги он их ненавидел да но и не признавать не мог а потому следовал за мелкой что была не Саски к тому же слепого теневыми клонами было не обмануть однако нагонять ту раньше времени он не пишел ему было любопытно как далеко та зайдет учиха тоже создал клонов дабы те не заподозрили ничего раньше времени оригинал мелко завел его за ворота деревни удивительно но дочь Наруто покидала деревню тайно ночью как и сам Саски кажется целую жизнь назад нет такое проигнорировать он не мог основная цель его визита глаза его юной версии была отложена до следующей вылазки а втянув грудь побольше воздуха он эффектно точнее это очень так думал на деле же вышло немного неловко и он едва не споткнулся а корень спрыгнул позади химов и бархатистым шепотом поинтересовался далеко собралась глава 41 сердце ястреба этот мир был злым и дерзким и смириться с этим нет не можно химота скрипнула зубами неправильно все это ее договор с хакаги и сделка с отцом больше напоминавшая продажу души дьяволу впрочем последнее никого из-за вышеперечисленных не интересовало хотя гореть быть может не сможет и в аду после того как Хьюго теперь снова имена и фамилия никакая больше оставила Наруто умирать предательница все что было в ее жизни светлого и просто хорошего теперь позади она сама отказалась от своего солнца теперь придется выживать в тенях снова выживать используя все методы будь Хина то одна она бы никогда во все это не ввязалась умерла бы но остатки чести не растеряла но она была не одна а это значит Хьюго будет торговаться душа ее никого не интересовала зато Хакаги не был безразличен ребенок Наруто а отцу лучше будет сказать главе клана нужна была ее кровь и плоть а еще возможно ей хотелось так думать мозги воли однако поверить престарелом лису и шакалу упасили куда но наивность выветрилась из Хины хинута и шинута и шинута и шинута она постоянно искала баланс в этом чертовом уравнении с двумя сторонам где недавно вспыхнула яркой звездочкой новая неизвестная Химовари Хьюго могла поклясться но та выглядела так словно Хинута в будущем все-таки родила и запихнула их с Наруто дочи в машину времени за каким-то дедушкой лешим потому как если бы обтуда со свистом запихнулась додумать что именно ей пока не доставала фантазия но что-нибудь она бы определенно сделала и Наруто был бы жив и ей не пришлось бы выгадывать между своим отцом и его прекрасно осознавая что нормальной семьи у них не будет никогда и что в лучшем случае ее ребенок будет представлен пригретым из милости сироткой наследницы клана в худшем Химута навечно будет для того или той незнакомой теткой что по какой-то причине сталкерид за дальним родственником Хакаги также взятым тем на воспитание из все той же треклятой милости потому нет не было никакой машины времени или была но точно не у нее потому как в рассказе что Химувари на Микадзе делала рук гениальных лапок белого змея Канохи Хьюга тоже не верила просто потому что если вырастить из пробирки человечка так легко то почему это дело не поставлено на поток потому что великие кланы оскорбятся потому что тогда кажется что Арачимару вступив в сговор с четвертым может их всех порешить без боязни разрушить генофон Канохи зачем терпеть заносчивых ублюдков вроде ее отца если можно не терпеть а послать крикудовой бабушке а просто взять и наделать одаренных детей и шат воспитав их как нужно вот еще один важный голос зато что Химувари не плод геноинженерии воспитание уто откровенно хромало Арачимару дай ему волю а также ее отец и четвертый Хакаги воспитали маленькую убийцу а не нежный тепличный цветок что с трудом адаптировался к реалиям Мирошинаби эта девочка словно не принадлежала их жестокому миру свалилась с луны не иначе Хина не идет и все же откуда тоже она свалилась и Хакаги судя по поведению точно ей родственник и Хина то навела справки отца Химувари видела едва ли не вся деревня и вся клинаха признавала что тот ну точно родственник Хакаги ну еще бы был натуральный блондин на всю деревню один а тут на тебе еще один причем возраст то чуть младше на морду не урод в результате часть фан-клуба четвертого переметнулась и теперь вздыхала что такого мужика непонятно за что угрохали эх а старый простите конь все так же борозду в шапке Хакаги портит это было бы забавно не услышь она имя родственничка четвертого Наруто ее Наруто определенно был сыном Намикадзе хоть так и не узнал об этом наверняка а этот годился только в братья однако в них совпадало даже количество отметин полосок на щеках только вот не могла это быть техника переноса во времени ведь ее Наруто не вырос он умер в шестнадцать и этот взрослый обзоветшийся дочерью Хьюго полукровкой тоже вот западло и не посмотреть лично не убедиться это переменное в уравнение в самом деле состояло из одних неизвестных она вводила Хинуту в ступор доводила до иступления одним своим видом напоминал обо всем что у нее могло быть спрашивать у Хакаги было все равно что допытываться у его каменного двойника в скале отец же соврал бы почти наверняка Хинате попросту не хотелось выдавать свою заинтересованность раньше времени и почем зря возможно позже когда будет чем-то его прижать однако не одна она была заинтересована ее тоже выследили Хьюго сразу заметила слежку это было против всякой логики кроме самой безумной то что Химовари нашла ее тайное убежище казенную квартиру от щедрот несостоявшегося тести и то что та прекрасно видела ее сквозь маску мыши отличало и жадно взирало из темноты кабинета Хакаги где за последнее время бывало едва ли не чаще чем в опустошенности резиденции главы клана Хьюго как они только не сталкивались нос к носу и хиаши и уму непостижимо впрочем они словно обе понимали что этого делать не следует совсем-совсем не следует однако сегодня все уравнение полетело к хренам стоило Хакаги раствориться в таинственной вспышке впрочем таковой это было не для всех Химовари точно знала что это было пока остальные телохранители Хакаги разводили буйную деятельность оповещали санинов пока те проверяли свиток призывов подтверждая без того ясное намекаться живой только добраться до него не получится обратным призывом перемещением к нему пока все это происходило мышь не сводила взгляда с девчонки в углу комнаты если не перемещение во времени то быть может нечто иное чуть более фантастичное то о чем Хинато не раз задумывалась другая реальность ницуки о которых грезили некоторые лучихи о настоящем мир где кем-то был сделан другой выбор что-то пошло иначе Наруто дожил хотя бы до 30 а теперь туда тянуло и 4 для Хинато это нарушение баланса не смертельно хоть и болезнен лишние морока с отцом больше нет надежного тыла куда можно определить ребенка если тут ну совсем нехьюга придется драться до конца отстаивать свою мысль что у клана нет лучше варианта чем она ее бастард и что нет про сбежавшего Нильджа им думать нельзя иначе смерть и что у нее будут и другие политически правильные дети о этом думайте что хотите а для Химовари это означает полное попадание в зависимость от Хиаши а ведь тот далеко не добрый самаритянин неудивительно что девчонка решила делать ноги плохо что идти то некуда а у Хинато сейчас едва хватает сил чтобы защитить себя не говоря о сердце продавливает болью и она неслышно ступает за ней в ночь сил может и не хватает ресурсов тоже но и заглушить рвущееся изнутри сердце она тоже не может это не ее дочь она и не мать Хинато вообще пока не чья мать она вообще понятия не имеет как той быть но точно знает кем никогда не желает становиться такой как ее отец холодный отстраненный кладущий на алтаре родовой части свою душу какой прок в той жертве если клан которому не присягают служить несчастен если сам глава никогда себя не простит или нет тому до этого дела и что есть это ваше счастье когда так нужна удача а еще все остальные кланы канвухи на коленях да прекрасно Хинато зло шмыгает носом последняя от них точно отвернулась сбежала не оборачиваясь роняя сандали чтобы чтобы акцуки дранные чтобы вас райкаги сама чтобы тебя о наследии тьмы веков никто совсем никто в ком есть хоть немного наследия асусуки не может жить покойно и нет в старых семейных книгах конечно можно отыскать парочку скелетов под тонной пыли но ничего по-настоящему важного ей пока не попалось зато сейчас был шанс хоть что-то выяснить от тех кто владеет ситуацией да ни хрена тот не владеет но и отдать пусть даже не своего ребенка тебе после того как тот явил свое истинное лицо лидера организации после того как убил ее наруто хьюга не могла с тобой творилось нечто странное едва сдерживающаяся чтобы немедленно не напасть хината с трудом но признала это тот был слеп как крот но это не мешало ему прямо тащиться за химовари чему-то хьюга все-таки научилась раз старый союзник а ныне потерявший свой шарингон враг ее присутствия не обнаружил вот подгорели пнервы у наруто увидеть он как она рискует не только своей жизнью но тот уже ничего не увидит из-за этого больного ублюдка в маске чего же он там скрывает страшную рожу на глаза вновь выступили слезы сморгнуть которые оказалось на удивление нелегко ох она пьему эту морду пусть даже самую страшную на задницу натянула впрочем химата облизнула ставшие солеными губы калек в мире шинобе может и не бьют но только не таких ублюдистых и не тогда когда те нарываются преследуя маленьких девочек в ночи далеко собралась спросил тебе химовари однако ответила ему химата ты да прям в ад и приложила мягким кулаком в лобешник добить того не дала маленькая ручонка сложенная в удивительно правильный блок моя мама не убийца чужой бьяк угон погас и теперь нахюга смотрели синие глаза наруто она сглотнула собрала волю в кулак и ответила я не твоя мама я знаю родные глаза на чужом лице давили но могла бы ей стать в другом мире это было бы уже совсем другая я говорить такое было больно однако девочке что стояла перед ней следовало понять что химата не отпустит живьем ублюдка что вытащил биджу а вместе с ним и душу из ее наруто а та что стоит перед тобой отомстит за смерть любимого папа не его пощадил мог убить но не стал мне это дедушка минато рассказал а девчонка упрямая это черта узнаваемо значит все таки дедушка тихо шепчет хинато стараясь не пускать в мозг все остальное и ответ тогда на его кивок в сторону отдыхающего туби вопрос далеко ли собралась не знаю подальше от квартала хьюга и орачимару девчонка выглядит надувшейся как мышь на крупу и хинато хорошо эту мышку понимает только вот там за порогом тебя никто не ждет разве что охотники за твоими глазами разберут на запчасти и продадут на черном рынке здесь тоже не сладко но хотя бы безопаснее что ли хинато замолчала обдумывая гнетущую реальность ты не понимаешь не знаешь откуда я пришла и почему мне надо вернуться здесь я точно ничему не научусь больше нет а вот он красноречиво тычок в сторону по-прежнему отдыхающего таби мне задолжал кажется абсурдность фантазии мелкой только сейчас начало доходить до хьюга таро таро смеялась протяжно безумно запрокинув голову а вот зря именно так зря пока она переваривала что девчонка тоже оказалась обманута незлобным обликом таби и какими-то своими бреднями по поводу долгов как они с наруто когда-то мимо нее пролетела темная молния ахината сейчас была не в том положении чтобы что-то противопоставить руки учихи самые обсуждаемые предательницы скрытого листа этого года от полного краха ее спасли великолепный инстинкт выживальщицы предупреждающий о керик мелкой надо же а ублюдок быстро нашел чем золотая дыра в организации одни умерли другие выбыли буква ю что ж акацуки в самом деле не ходит на дело в одного уж об этом хинате однако какое такое дело у лидеров канохи вряд ли тот причастен к исчезновению четвертого хоть это было интересным совпадением смешавшим картой но в шестое чувство вопило что ни при чем оно же заставило взять себя в руки и бегство уже входило в ее дурную привычку химоваря которую хьюга попыталась утащить за собой сама выбрала свой путь неслабо укусив ее за руку может сердце химоваря рвалось к этому свалившемуся на голову из какой-то бездны несчастью но само несчастье сделать ей шаг навстречу не желала ей же прежде всего следовало сейчас думать о том дитя благополучие которого она пока еще в силах была контролировать о том которое лежало под сердцем а не было подкинуто неведомыми силами продолжение следует